Глава седьмая. Чудо Казахстана. Как феникс из пепла. Сайгаки снова на марше. Истребленное животное сегодня самое многочисленное из всех диких копытных Советского Союза. Зимой половина погибает, к осени их опять столько же. Почему самцы гибнут первыми? Гаремы и родильные дома. Остров, с которого не возвращаются. Как опасно иметь рога. Оказывается, добраться до Сайгаков вовсе не так просто. Для этого надо долететь до Казахстана. А попасть в Казахстан мне хотелось обязательно. Ведь именно там, при советской власти, удалось провести потрясающее мероприятие по охране природы, достойное войти в хрестоматию. Вымирающий вид животного, от которого осталось всего каких-нибудь несколько сот особей, за три десятилетия был превращен в самый многочисленный вид из всех встречающихся в Советском Союзе диких копытных. За счет сагачатины сейчас обеспечиваются потребности в белковом питании сотен тысяч людей, причем на землях, абсолютно непригодных по своим качествам для хозяйственной деятельности человека. И вот я уже у цели. Внизу у трапа стоят с громадными букетами профессор Слуцкий из Казахской Академии Наук и работники Алма-Атинского зоопарка. Перед вылетом я заблаговременно дал телеграмму директору зоопарка Константиниде, потому что мне было известно, что в этом городе на краю света есть хороший большой зоопарк. В ответ на последнее пасхальное поздравление, разосланное франкфуртским зоопарком во все зоопарки мира, я получил от коллектива Алма-Атинского зоопарка пространную ответную телеграмму. На нашей пасхальной открытке были изображены два солдата, вонзающих друг в друга штыки своих винтовок, а вокруг них стоят львы, слоны, буйволы, медведи, жирафы, словом животные, которые никогда не убивают особей своего вида. И с удивлением взирают на то, что творит венец создания. Лондонский Панч, а также французские, американские и московские газеты просили у нас тогда разрешения перепечатать у себя эту карикатуру, принадлежащую Перу Вебера. Я намеревался предложить Константиниде купить у нас или выменять на что-нибудь молодых африканских бегемотиков, которых мы весьма успешно научились разводить у себя во Франкфурте. Но оказалось, что у него они уже есть. Я удивился, так далеко в Азии и есть. Зоопарк здесь относительно молодой, основан в 1937 году, занимает 38 гектаров. Но это замечательный парк. В нем 1800 животных, 200 различных видов, живущих частично в весьма современных вольерах. Обслуживающего персонала 200 человек, а посетителей, ежегодно стремящихся попасть в парк, около полутора миллионов. Каждый вечер мы сидим вместе с научными сотрудниками и служащими зоопарка. И я часами рассказываю им о животных Африки и разных других частей света. А они рассказывают мне о Сибири, Монголии, Северных морях, ну и, разумеется, о Казахстане. Приглашают меня выступить и по казахскому телевидению. Алмата – один из красивейших городов мира. Об этом я прочел еще дома, в новейшем издании энциклопедии Бракгауза. Там, где еще 50 лет назад находился всего лишь скромный русский форпост, сегодня живет около миллиона жителей, на каждого из которых приходится по 8,5 квадратных метров зеленых насаждений и по 10 огромных деревьев, высаженных вдоль тротуаров. Когда-то по этим местам проходил знаменитый шелковый путь, по которому верблюжьи караваны везли из Китая тюки шелка, направляясь через теперешние фрунзы и Ташкент на Ближний Восток. На сегодняшний день этот шелковый путь превратился в широкую автостраду, по которой нескончаемым потоком спешат машины. Весной воздух Алматы напоен ароматом цветущих яблонь, вишен и урюк. Недаром «Алмата» по-казахски означает «отец яблок». По арыкам вдоль обочин дорог и парков весело журчит кристально чистая вода, сбегающая стающих горных ледников. На многих площадях города бьют фонтаны, много здесь красивых зданий, магазинов, парков. Есть и детский парк, по которому курсирует ребячья железная дорога. Есть и русские и казахские театры. В бурно развивающейся республике много различных национальностей. В один из дней мои новые знакомые, профессора-зоологи Гвоздев, Слуцкий и другие, засовывают меня вместе со всей моей аппаратурой в машину и везут по новому прекрасному шоссе вверх, в горы, за 100 километров к озеру Исык. Здесь ледники окаймляют яркую зеленовато-синюю водную гладь, по которой скользят прогулочные катера и лодки, а на берегу ресторан, туристический лагерь с домиками на четырех человек, каждый детские пионерлагеря, водопады. Рядом с нами на берегу расположилась группа проводниц из поезда Алмата-Москва. Расстелив на траве белые скатерти, они водрузили на них целые горы пирожков, бутербродов, сыра, фруктов. Я должен непременно с ними сфотографироваться. Меня угощают водкой, просят танцевать и петь. Какой-то молодой человек заговаривает со мной по-немецки. Он из семьи немцев по Волжье, но рожден уже в России. Казахстан состоит не только из одних колхозных плодовых садов, необъятных полей пшеницы, рудников по добыче цветных металлов, тучных пастбищ и гидроэлектростанций. Нельзя забывать, что половину всей страны составляют пустыни. И в этих пустынях когда-то обитало много миллионов причудливых животных. Почти две тысячи лет назад греко-римский географ Страбон уже описывал этих удивительных копытных под названием сайга. Он писал, что питьевую воду они набирают про запас, свой напоминающий хобот, огромный нос, и по нескольку дней носят с собой. Бааплан в 1660 году сообщал, что у сайги отсутствует переносица, что мешает ей управлять своим огромным свисающим носом, и поэтому она вынуждена пастись, пятясь задом. Надо сказать, что это и на самом деле какие-то весьма нескладные на вид существа, с громадным бесформенным носом на тонких ножках ростом с овцу. Они не производят столь элегантного впечатления, как антилопы Африки или Индии, но в близком родстве с ними и не состоят. Среди жвачных сайга составляет отдельное подсемейство, в которое входит один единственный вид. В ледниковый период, когда еще существовали шерстистые носороги и длинношерстные мамонты, сайгаки паслись огромными стадами во всех степях Европы и Азии, от Англии через Германию и Россию вплоть до Сибири и Аляски. Их кости и по сей день находят в Западной Европе. Но даже еще в XVI и XVII веках западная граница их ареала доходила до предгорий Карпат и Буга. Знаменитый исследователь и путешественник Паллас в 1773 году писал из киргизских степей, что численность сайги столь велика, что его казаки могут ловить их столько, сколько душе угодно. Другой ученый, Эверсман, видел их в 1850 году переплывающими нижнее течение реки Урал в неимоверном количестве. Вся степь между Волгой и Уралом была буквально ими усеяна. Точно так же, как в наше время носороги в Азии и Африке истребляются из-за суеверия китайских лекарей, которые воображают, что могут изготавлять из их рогов средства от импотенции. Так же и сайгакам в прошлые века приходилось прощаться с жизнью из-за китайцев. Одни только бухарские и хивинские купцы с 1840 по 1950 год продали китайцам не менее 344 тысяч 747 пар полупрозрачных, словно восковых, ребристых, сайгачьих рогов. При этом мясо этих животных бросали. Охотились на сайгаков из укрытий возле водопоев, либо гнали верхом стадо в сторону цепи стрелков. Охотились на сайгаков с помощью борзых собак и ловчих соколов. Зимой этих копытных выгоняли из тростниковых зарослей на гладкий лед озер, по которому они не в состоянии были двигаться, и забивали там дубинами. Но всего этого было мало. Изобретательные люди возводили в степи длинные заборы, постепенно сходящиеся на подобие воронки. Расстояние между заборами с одного конца составляло примерно пять километров, а с другого оставался лишь узкий проход. Сайгаков загоняли туда тысячами, а то и десятками тысяч, и когда обезумевшие от страха животные начинали, давя друг друга, протискиваться сквозь узкий проход в конце воронки, их там встречали заостренные колья, о которые они распарывали себе животы и грудные клетки. При таком необыкновенно жестоком безружейном методе охоты добывались тысячи сайгаков, но еще больше убегали искалеченными. Вот таким образом антилопа сайгак, пережившая как вид многие тысячелетия, начала быстро исчезать с лица земли, как только поближе познакомилась с человеком. В суровую зиму 1828-1829 года сайгаки полностью вымерли в степях между Волгой и Уралом. С тех самых пор стада европейской сайги, обитавшей западнее Волги, в течение целых ста лет не воссоединялись больше с азиатскими стадами. А к концу Первой мировой войны сайгу уже причисляли к видам животных, не имеющих шансов выжить. Это была ближайшая кандидатура в список животных, которых человек за последние 200 лет заставил окончательно исчезнуть с нашей планеты. Под натиском хозяйственной деятельности человека с его плугами и сенокосилками, продвигавшиеся все дальше с севера на юг, в степи и полупустыни, жизненное пространство этих диких копытных катастрофически уменьшалось. Лишь на самой крайней границе Европы, в Калмыкии, оставалось буквально несколько дюжин сайгаков. Да еще кое-где в Азии, например, на Усть-Юрте, в долине Сырысу, в общей сложности не более тысячи голов. Потерянный, вымирающий вид. И, к счастью, в самый последний момент, как говорится, за пять минут до того, как окончательно опустится занавес, в 1919 году в РСФСР был издан запрет на отстрел антилопы сайги. А вслед за ним в 1923 году такой же запрет вышел и в Казахской республике. Вместе с тем, русские зоологи начали пристально изучать жизнь этого вымирающего вида. Кто же были эти люди, спасшие сайгу от полного истребления и помогшие ей встать на ноги, восстать из пепла? В первую очередь здесь следует назвать московского профессора Банникова с целой группой сотрудников, а затем профессора Слуцкого из Алматы. И вот теперь они оба любезно согласились посвятить меня в замечательный гигантский эксперимент, показать мне, каким образом удалось добиться того, чтобы сайга к концу 20-х годов начала медленно, но верно заселять вновь свои прежние угодья в Европе, а с 30-х годов и в Казахстане. Сначала пробовали установить, сколько и где осталось последних групп сайгаков, разъезжая на машинах в степях. Но затем поняли, что учет можно вести только с самолетов. Иногда наблюдение велось одновременно с 8 самолетов. Но поскольку наименьшая скорость у них составляла 125-150 км в час, в отличие от значительно более медленных самолетов, которые мы использовали в Африке при учете стат диких копытных в Саренгете, да еще и потому, что рыжеватый цвет шерсти этих животных сливается с общим фоном степи, заметить сайгаков с воздуха оказалось тоже довольно трудным. Лучше получалось по вечерам. В это время бегущие антилопы отбрасывают длинные тени, по которым их можно обнаружить. С целью учета сайгаков самолеты налетали 40 тысяч километров, расстояние равное экватор. Помощники профессора Банникова пометили затем более 20 тысяч новорожденных сайгачат. Прежде всего исследователям предстояло выявить, зачем и куда кочуют стада сайгаков, точно так же, как нам пришлось проделать это со стадами гну и зебр в Танзании. Ведь сайгаки вечно кочуют, они всегда в пути. Очень точно предчувствуя изменения погоды, могущие привести к засухе или сильным снегопадам, они стараются откочевать в другие районы. Если они пасутся, то продвигаются довольно медленно, 3-6 километров в час. Лишь мимо человеческих поселений они стараются проскочить побыстрее, увеличивая свой темп до 20 километров в час. И только зимой в бескормец они в некоторых местностях решаются подходить довольно близко к домам. Но если погода начинает портиться всерьез, то есть при сильном снегопаде, грозящем полностью отрезать животных от кормных мест, то случается, что сайгачи стадо проделывают за двое суток 120, а то и все 200 километров к югу. В обычные же несуровые зимы с частыми оттепелями сайгаки бредут не спеша по талому снегу, отходя в периоды заморозков подальше к югу, где снежный покров редко превышает 10 сантиметров и где он на окаймляющих Каспийское море солончаках быстро тает. С началом же оттепели сайгачьи стада начинают снова потихоньку двигаться на север, там в это время больше корма. А вот при наступлении сильных холодов и в многоснежные зимы сайгакам приходится, как говорится, бежать на перегонки со смертью. Тогда они движутся строго по направлению ветра, не разбирая дороги, пересекая железнодорожное полотно мимо человеческих поселений, не страшась никакой опасности, только бы побыстрее. Волгу сайгаки пересекают лишь зимой. В суровую зиму 1953-54 года при резком западном ветре по Волжскому льду переправлялись на другую сторону целые полчища сайгаков. В особенно тяжелые бескормные зимы, которые перепадают примерно раз в 10 или 12 лет, при сильных снегопадах, ураганном ветре и больших морозах, несчастные животные нередко забредают на лед Каспийского моря, где пытаются прокормиться за счет засохшего тростника, камыша и хвороста, отчего вскоре погибают. Если снежный покров толщиной более 20 сантиметров продержится дольше двух недель, это верная гибель для сайги. А поскольку во время сильных снегопадов все животные одновременно направляются в одну и ту же сторону, то такое стадо лавинообразно нарастает до огромных размеров. В общем и целом сайга смещает места своего летнего выпаса зимой к югу на 250-400 километров. Особенно засушливые годы, например, с 1945 по 1951 или снежные вроде с 1948 по 1950 или 1953 и 1954 вынуждают сайгу совершать более длительные качевки. И несмотря на то, что в суровую зиму 1953-1954 года из восстановленной европейской сайги численность, которая тогда уже достигала 180 тысяч голов, 80 тысяч погибло от голода и холода, тем не менее оставшаяся часть в поисках кормов вынуждена была разбрестись далеко по соседним районам, и таким образом этим неутомимым животным удалось снова занять свое некогда утерянное владение. Несметные кочующие стада сайгаков представляют собой незабываемое зрелище. Случается, что они идут непрерывным потоком шириной от одного до полутора километра. Иной раз в течение пяти-шести дней мимо вас непрерывно может следовать со скоростью 10-20 километров в час полчища в 60, а то и в 100 тысяч голов. Так было, например, весной 1958 года, когда непогода задержала их дольше обычного на юге, и, торопясь поскорее попасть в места окота сайгаки шли безостановочно даже ночью. И вот что интересно. Из множества видов растений, входящих в меню степной антилопы, 13% не потребляется никакими другими дикими животными, ни домашним скотом, из-за наличия в них ядовитых веществ или повышенного содержания соли. Но именно такие растения и составляют наиболее привычное пропитание сайги. Пока в степи еще можно найти сочные стебли, сайга не пьет. Но по мере продвижения засухи на север, животным приходится каждый день покрывать все большие расстояния, чтобы добраться до еще зеленых растений. И только с наступлением настоящей засухи они начинают искать воду. Причем на водопой сайгаки идут гуськом, выстроившись цепочкой. При этом они раздувают свой хобот, покачивают им слегка из стороны в сторону, входят ногами в воду и жадно пьют, сдвинув нос в сторону. В воде каждая особь проводит не больше 7-8 минут. Их комичные носы выдают тот факт, что эти животные уже испокон веков приспособились к быстрому и продолжительному бегу по пыльной степи. Передние полости носовых ходов способны широко раздуваться, а ноздри обращены вниз, и при том маленького размера. Как правило, при вскрытии таких носов в них находят комки спрессованной пыли с цементированной слюной. Нечто подобное, но уже не столь явно выраженное можно найти и у крупных африканских антилоп топи, некоторых мелких антилоп дукеров, а также у верблюдов. Обычно сайгаки бегут и на ходью, развивая без особых усилий скорость от 70 до 80 километров в час. Если же они спасаются бегством, то прежде всего подскакивают высоко в воздух, чтобы получше рассмотреть, откуда им угрожает опасность, а потом уже переходят на голоб. Спасаясь бегством, они стараются придерживаться равнинной местности, такой, как высохшие ложи озер и другие, а препятствия обегают кругом, вместо того, чтобы перепрыгивать через них. Слух у них неважный, и обоняние тоже не играет столь уж важной роли, потому что для их родины характерны воздушные течения, резко поднимающиеся кверху. Зато зрение у сайгаков превосходное, опасность они замечают на расстоянии превышающем одну тысячу метров. Самцы сайгаки, как ни странно, предпочитают более зрелых девиц, молодым. Большой период брачных игр наступает в конце ноября, когда становится холодно и неуютно. К этому времени самцы уже нагуляли себе жирок. Жировой слой, в особенности на крупе, достигает у них трех-четырех сантиметров, а громадный нос раздут пуще прежнего. Теперь он свисает, как настоящий хобот, и покачивается из стороны в сторону. Элегантным это, на наш взгляд, никак не назовешь. Под глазами у влюбленных кавалеров отрастают густые пучки длинной шерсти, а на шее с обеих сторон свисает грязно-бурая грива, по которой теперь становится легко отличить самцов от самок даже на большом расстоянии. Из подглазничных желез у них вытекает бурая, сильно пахучая жидкость. По этому запаху самец в состоянии обнаружить своих соперников даже ночью. У одного самца в гареме бывают от двух-трех до двадцати и даже тридцать самок, которых он постоянно сгоняет в кучу и за которыми зорко следит. В период гона самец ничего не ест, только время от времени подбирает и заглатывает снег. У сайгаков принято отбивать друг у друга возлюбленных. Вот какой случай описывает наблюдатель Фондеев. Сайгак, владелец гарема из шестнадцати самок, заметил другого самца с несколько меньшим гаремом, состоящим всего из девяти самок, и тотчас же направился к нему. Соперники с такой силой стукнулись рогами, что более слабый обладатель меньшего гарема потерял равновесие и свалился с ног. Его противник тотчас же похитил у него трех самок и погнал к своему гарему. Через минуту бой повторился. После сильнейшего удара более слабый соперник снова свалился на землю, а победитель пригнал теперь уже и всех остальных его самок к своему гарему. Весь бой длился не больше пяти-шести минут. Но удары были столь мощны, что побежденный самец еще в течение восьми минут был не в состоянии от них опомниться и продолжал неподвижно лежать на земле. Однако по прошествии этого времени он внезапно вскочил и побежал к стаду своего соперника. Вместе с тремя своими самками, которые держались с краю чужого гарема, он поспешно бросился прочь. Погони не последовало, но владелец большого гарема немедленно согнал свое разбредшееся в разные стороны стадо в тесную кучу. Основной брачный период длится только семь-восемь дней, однако гаремы сохраняются еще и в последующие сорок-пять дней, в течение которых самцы покрывают уже молодых годовалых самок, оставленных прежде без внимания. Самкам этим, как правило, нет и года, а всего семь с половиной восемь месяцев, поскольку на свет они появились только весной того же года. Ну вот, наконец, брачный период завершен, и гаремы объединяются снова в общие большие стада. Теперь бывшие соперники, которые еще два дня назад так бешено дрались между собой, мирно пасутся рядом, не обращая друг на друга ни малейшего внимания. Теперь у них, надо сказать, есть все основания позаботиться о себе. Ведь у сайгаков происходит нечто схожее с пауками. Вскоре после свадьбы большинству самцов предстоит погибнуть, даже если самки их и не убивают, и не сжирают, как это делают новобрачные паучи. Тут все обстоит несколько иначе. Ведь самки в период любовных игр отнюдь не постятся, а продолжают преспокойно нагуливать жир, в то время как их измученные возлюбленные вынуждены встречать суровую зиму в тощем, обессиленном состоянии. Поэтому к марту они обычно массами погибают. В суровые зимы падеж самцов уносит добрую половину всего их поголовья. А скудный зимний корм достается беременным самкам, ведь именно от них теперь зависит сохранение вида. Хорошо хоть, что молодые самцы не становятся еще половозрелыми к ноябрю, как их сестры. Это позволяет им пережить зиму и приготовиться к тому, чтобы взять на себя ответственную функцию по сохранению вида следующей осенью. Молодых самцов однолеток вожак гарема никогда не прогоняет из стада. Из самок старших возрастов беременеет 96%, из молодых 86%. У трех из четырех сайгачих бывают двойняшки. Тройни, правда, не встречаются никогда. Такая необычайная плодовитость, да в придачу умения при помощи быстрых ног спасаться от непогоды и холодов, вот разгадка секрет сайги. Так ей удается выживать на столь скудных землях, да еще и нагуливать на них жир. Помимо постоянного истребления человеком случались и просто зимы массовой гибели сайги в 1855-66-79-91-1903-17-27-48-50-53-м годах. После одного такого джута в 1949-50-м году погибла половина всех антилоп. а снежной зимой 1953-54-го года, когда высота снежного покрова достигала от 40 до 60 сантиметров, а мороз 40 градусов, западнее Волги погибло 40% этих несчастных животных. Первыми погибали старые, потом молодые самцы, а под конец как старые, так и молодые самки. Однако уже спустя год после этой массовой катастрофы, стадо сайгаков в западнее Волге вновь восстановило свое прежнее поголовье. На свет появляется одинаковое число сайгача табоего пола, следовательно, один к одному, однако у взрослых особей это соотношение уже резко меняется, один к двум и шестидесятым. После некоторых особенно суровых зим в живых остается не более трех-четырех процентов самцов. Именно благодаря своей способности убегать от плохой погоды в одной из суровых зим пало лишь от тридцати до сорока процентов от всего стада. В то время как поголовье джейранов, обитающих в той же местности, уменьшилось на 80-90%. Джейраны после этого еще в течение десяти лет не восстановили свою былую численность, в то время как сайгачье поголовье восстановилось за один-два года. Здесь мы наблюдаем такой феномен природы, когда за многие миллионы лет у определенного вида выработалась совершенно необычайная способность выживать на самых бедных пастбищах, несмотря на периодические стихийные бедствия. А человеческая несознательность чуть было не уничтожила такое необыкновенное чудо. Ежегодно с марта по начало апреля сайгачьи стада откачевывают из низин Каспийского побережья в северном направлении, иногда на 300-350 километров. Там находятся их родильные дома, плоская, лишь слегка схолмленная равнина, поросшая невысокой редкой травой. Точно так же, как зебры и гну в серенгете, они приносят на свет своих детенышей отнюдь не в высокой густой траве, где они, казалось бы, надежно скрыты от глаз хищников, а наоборот, на совершенно открытой, почти голой земле. Оказывается, что для сохранности детенышей гораздо важнее тот факт, чтобы хищники не могли незаметно подкрасться, прячась в густых зарослях растительности. И вот в начале мая вся степь оживает, шевелится, наполняется звуками, блеянием молодняка и ответным блеянием самок. Самки с детенышами повсюду, до самого горизонта. Большая группа роженец иногда может занимать территорию в 300 квадратных километров. При подсчете с воздуха число животных достигает порой от 150 до 200 тысяч. 95% из них самки с детенышами. Только спустя 6 или 8 часов после своего появления на свет сайгачата принимаются сосать материнское молоко. В первые дни своей жизни они лежат неподвижно, прижавшись к земле, и сосут молоко всего в течение нескольких секунд или минут, а затем снова затаиваются. Сайгачье молоко содержит 6,7% жира и 5,4% белка, следовательно, оно питательнее коровьего. Но уже с третьего или четвертого дня после рождения сайгачата начинают закусывать молоко травой, а в возрасте двух или двух с половиной месяцев питаются уже исключительно только зелеными кормами. Редко какой детеныш еще подойдет к вымени матери, чтобы напиться молока. Даже новорожденного однодневного сайгаченка человеку не так-то легко догнать, если тому вздумается от него убегать. Но, к счастью, малыши лежат так неподвижно, судорожно прижавшись к земле, что ничего не стоит к ним подойти и взять их в руки. Мать при таких обстоятельствах обычно отбегает метров на 500-600 в сторону, а затем описав большую дугу, возвращается назад. Но уже в возрасте 4-5 дней от роду сайгачат, как правило, сразу же убегают при приближении опасности. При этом они проявляют одну свою удивительную способность внезапно исчезать. На полном скаку они вдруг резко бросаются на землю и становятся невидимыми, поскольку окраска сливается с фоном степи. Преследователь тут же теряет их из виду, а отыскать их практически невозможно. Когда мать сайгачиха в поисках своего детеныша с блеянием возвращается назад, к ней, как правило, с жалобным криком бегут навстречу сразу несколько сайгачат. Но она лишь обнюхивает их и оставляет. Ей нужен только свой. А собственный детеныш будет кричать непрерывно до тех пор, пока не появится мать. В пяти-шестидневном возрасте сайгачата уже способны в течение двадцати семи-тридцати минут бежать со скоростью тридцать-тридцать-пять километров в час, а в возрасте десяти дней они в состоянии бегать столь же быстро и продолжительно, как взрослые особи. спустя восемь-десять дней после начала окота самки с детенышами уже покидают свои родильные дома. Теперь они пускаются в путь, собираясь в огромные стада, и уже через несколько дней их можно найти на расстоянии двести-двести-пятьдесят километров от этих мест. Шум, создаваемый кочующим стадом, нарастает и становится явственно различим за несколько километров. О приближении стада сайгаков говорит и огромное облако пыли, поднимающееся к небесам. Если на пути стада стоит машина, оно просто обтекает ее со всех сторон. Не считая человека главным врагом, сайгаков является волк. Правда, догнать отдельно взятую здоровую особь волкам не под силу, но зато ослабленные зимой, после брачного периода, самцы, беременные на последнем месяце самки, ну и конечно много детенышей, становятся их жертвами. В высоком снегу сайгаки беспомощны против волков, потому что легче проваливаются в снег, чем их преследователи. Давление их острых копыт на каждый квадратный сантиметр снеговой поверхности в четыре с половиной раза больше, чем у волка с его широкими мохнатыми лапами. Кроме того, волки, как известно, охотятся стаями. Антилопа же, как и большинство других диких копытных, спасаясь бегством, описывают дугу, возвращаясь постепенно, как правило, к исходному пункту. А там их ждет другая часть волчьей стаи, не принимавшая участия в погоне. В 50-х годах нашего века в Казахстане на каждую сотню сайгаков приходилось по одному волку, и хищники эти уничтожали 20-25% сайгаков. Но затем начала проводиться непримиримая борьба с волком, когда за шесть лет было отстрелено 80 тысяч хищников, последовало резкое увеличение поголовья сайги. Что же касается европейской части ареала западней Волги, то там с самого начала численность волков была столь незначительной, что никак не влияло на поголовье сайгаков. Будем надеяться, что устранение волков не повлечет за собой тех печальных последствий, которые случались уже не раз, когда истребляли естественных врагов какого-либо вида животных. Ведь волки помогают избежать перенаселенности копытными отдельной местности и способствуют естественному отбору, истребляя больных и ослабленных особей. Итак, взрослым сайгакам, кроме человека, можно сказать, никакой враг не страшен. Зато на новорожденных сайгачат очень даже есть кому позариться. Тут и степной орел, и беркут, и ворон, и лисица, в случае нападения с воздуха сайгачиха обычно подскакивает высоко в воздух и старается ударить птицу копытами или головой. Между прочим, те же самые прыжки они совершают, когда самолет на бреющем полете пролетает низко над степью, где расположены родильные дома. Каждый десятый детеныш погибает уже в первые дни своей жизни. Порой их погибает даже еще больше. Так, в мае 1947 года во время сильной засухи погибло 20% сайгачат. В мае 59 года даже целых 60%. Но и при обычных погодных условиях к концу первого года жизни из пяти горбоносых сайгачат в живых остается лишь два. И тем не менее, это совсем немало, если учесть, что каждая самка ежегодно производит на свет в среднем по одному и шестидесятым детеныш. В прежние времена на сайгаков зачастую нападал особый вид овода, который откладывал им под кожу свои яйца. Вокруг вылупившихся из яиц личинок образовывались болезненные гнойники, доставлявшие сайгакам немалые страдания. Но с конца девятнадцатого века с этой ужасной пыткой было покончено. По-видимому, в какой-то момент численность горбоносых антилоп настолько упала, что оставшихся особей просто не хватало на то, чтобы биологический цикл этого опасного паразита не оказался нарушенным. Таким образом, овод вымер, прежде чем его животное хозяин. И хотя сайгаки с тех пор уже снова достигли своей прежней численности, паразит их так и не оправился. Он исчез бесследно. А вот у антилоп, обитающих в Монголии, овод так и не перевелся. Случается, что и ящур, это страшное заболевание домашнего скота, переходит на сайгачьи стада. У самцов от этого отламывается верхняя часть рогов, а молодняк погибает почти целиком. Во время одной такой эпизодии на каждого живого сайгаченка приходилось по два мертвых, а в общей сложности удалось насчитать 40 тысяч трупиков. Однако урон среди взрослых антилоп был не так уж велик, 9% от всего стада. Суровая зима приносит значительно больший ущерб. С началом зимы сайгаки откачевывают из степей к югу в пустыню. Шерсть их к этому времени светлеет, приобретает серый оттенок и теряет свой блеск. Там у заснеженной пустыни они выкапывают из-под снега полынь, богатую белками и жирами. У них, как и у всех раскапывающих снег копытных, длинные острые копыт. А вот лошадь Пржевальского, а также куланы или дикие азиатские ослы, те они в состоянии своими круглыми короткими копытами, как следует разгрести снег. Поэтому, когда к их естественным врагам прибавился еще и человек в качестве охотника, их поголовье катастрофически быстро пошло на убыль, пока не исчезло вовсе. А горбоносые маленькие антилопы оказались в этом отношении устойчивее и продержались значительно дольше. Сайгаки, как типичные степные животные, испытывают неизъяснимый страх перед кустарниками. Они стараются держаться от них подальше. Следовательно, они никогда не вредят древесным насаждениям. То же самое относится и к полям ржи и пшеницы. На одном квадратном километре ржаного поля, по которому прошло стадо сайгаков, найдено всего каких-нибудь 15-20 оборванных колосьев. Животные аккуратно прошли гуськом в междуряде их ржи. Поскольку они предпочитают в качестве кормов растения высотой примерно 15-20 сантиметров, то даже во время засухи и в разгар лета почти никогда не заходят в посевы кукурузы. Правда, обходя их, иногда сильно затаптывают по краям. Так что, как видите, ущерб, наносимый ими сельскому хозяйству, отнюдь невелик. А остановить колесо фортуны удалось действительно буквально в самый последний момент. Правда, поначалу запретами на охоту удалось добиться немногого, разве того, что последние пары сотен оставшихся в живых сайгаков не были выбиты. Но потом, в середине 20-х годов, в европейской части популяции западной Волги начали замечать постепенное увеличение их поголовья. В Казахстане оно стало ощутительным к 30-м годам. Во время Второй мировой войны, когда в степи оставалось мало скота, но и меньше людей, процесс этот еще убыстрился. В районах Западной Волги в каждом более или менее крупном населенном пункте был учрежден егерский пост, где работало в общей сложности 25-30 человек. Егеря разъезжали на мотоциклах по степи, вели борьбу с браконьерством и дважды в месяц должны были представлять отчеты о состоянии дел в подведомственном им районе. Но прежде всего им вменялось в обязанность охранять родильные дома от бродячих собак, которые прежде ежегодно утаскивали уйму наврожденных ягнят. После того, как лавина пришла в движение, она нарастала уже с каждым годом все больше и больше. В 1947-48 году в Казахстане насчитывалось снова столько же сайгаков, как сто лет назад. В 1951 году их было там около 900 тысяч. В 1960 уже 1,3 миллиона. Еще дальше к востоку, в Монгольской Народной Республике, к 1955 году тоже издали закон о запрещении охоты на сайгу. К 1954 году сайгаки распространились по степи настолько широко, что подошли к самым границам земель, занятых под сельскохозяйственные культуры. Они заселили всю территорию, которую им сейчас может предоставить человек. Это отнюдь не мало. В азиатской части Советского Союза это 2 миллиона квадратных километров. В европейской еще 150 тысяч, что равняется половине территории всей Европы. Однако в таких засушливых степях и полупустынях произрастает в лучшем случае от 2 до 7 центнеров зеленой массы на каждый гектар. Больше, чем одна антилопа на одном квадратном километре здесь не прокормится. Поэтому, начиная с середины 50-х годов было разрешено использовать часть поголовья сайгаков на нужды человека. С этой целью был создан Астраханский промхоз, государственное охото-хозяйственное учреждение. Каждый год ведется учет животных с самолета, летающего над территорией родильных домов, а затем повторно осенью, незадолго перед открытием охоты. Государственные охотничьи бригады отстреливают сайгаков, выезжая темными ветренными ночами на машинах в степь и освещая стада прожекторами. Частным лицам подобная охота категорически запрещена. Такая бригада, состоящая из пяти человек, медленно едет по степи со скоростью 15-20 километров в час. Даже в обычном свете фар антилоп можно обнаружить на расстоянии до двух километров по их отсвечивающим зеленым глазам. Подъехав к стаду на расстоянии 100-200 метров, машина останавливается и включается сильный прожектор. Пораженные ярким сиянием, сайгаки останавливаются или даже начинают подходить ближе, точно так же, как мы это наблюдали у газелей Томпсона в Восточной Африке, когда отлавливали их для мечения. Стрелки тем временем выскакивают из машины и с близкого расстояния в 30-40 метров начинают отстреливать животных. Как я уже сказал, в противоположность обычной охоте при таком способе почти не остается подранков, которые убегают и затем умирают мученической смертью. Кроме того, с такого расстояния можно легко отличить пол и возраст животных. Отстреливают главным образом молодых самцов. Прежде отстреливали старых. Но когда однажды в порядке эксперимента их число сократили до 1-2%, в то время как обычно оно составляет 10-20% от стада, то на следующий год оказалось в 4-6 раз больше яловых самок, чем обычно. Одна бригада в состоянии за 5-6 часов уничтожить от 100 до 120 антилоп. В настоящее время разработан метод отлова сайгаков специальными сетями, который широко применяется в государственных промхозах. Сайгаки отличаются невероятной способностью быстро приходить в себя после кровопускания. После появления молодняка поголовье стада разом увеличивается на 115%, следовательно, в течение 14 дней оно фактически удваивается. Так что в случае отсутствия волков и бродячих собак, или когда тех очень мало, можно смело изымать для хозяйственных нужд до 40% от общего поголовья сайгаков с учетом естественного отхода, не нанося им ни малейшего урона, число их не уменьшится. В настоящее время в европейской и азиатской частях Советского Союза промышляется от 250 до 300 тысяч сайгаков. Однако считается, что сайгачьи стада должны разрастись до еще больших размеров. Так в Казахстане рассчитывают на поголовье от 2 до 3 миллионов. от добытых животных используется не только мясо, которое по вкусу не уступает баранине, но также и шкура, из которой выделывается хромовая кожа. В дело идут и рога, из которых вырабатывается лекарство типа пантокрина. Выпотрошенный самец дает в среднем до 25 килограммов мяса, самка от 16 до 17 килограммов. Таким образом на сегодняшний день в Советском Союзе ежегодно получают 6 тысяч тонн дополнительного мяса, 20 тысяч квадратных метров кожи и все это сбросовых полупустынных земель, которые после окончательного истребления сайги остались бы навеки пустовать. Странно, что это казалось бы столь неприхотливое животное так трудно оказывается реаклиматизировать в былом районе обитания, из которого оно когда-то исчезло. Вот, например, Фридрих Фальцфейн пробовал осуществить это в степи Аскании Ново, но выпущенные там сайгаки исчезли без следа, в то время как еще за сто лет до этого они населяли всю южно-украинскую степь, где бродили несметными стадами. С тем же успехом их пытались в последние годы переселить на острова Азовского и Каспийского морей. Все напрасно. Даже в зоопарках они редко выживают и размножаются там лишь в самых редких случаях. Я узнал от директора алматинского зоопарка Константиниди, что они в неволе предпочитают сочные зеленые корма питьевой воде и бывают довольны, когда воду чуть-чуть подсаливают. В зоопарке Алматы, а это значит на родине сайги, я обнаружил всего один единственный экземпляр сайги, причем самку сиротлива, стоящую в углу большой вольеры. Да и та только потому не разнесла себе голову об ограду, что слепа на один глаз, улыбается директор зоопарка. Вот такие они эти сайгаки. Поэтому в московском зоопарке нет ни одной подобной антилопы. А в тех случаях, когда западноевропейские зоопарки покупают или выменивают их в Советском Союзе, то жизнь этих странных антилоп в неволе обычно бывает недолгой. На Барсак-Эль-Месси, большом острове в Аральском море, тоже спохватились в самый последний момент. Название острова, между прочим, на тюркских наречиях означает «пойдешь, не вернешься». Дело в том, что в давние времена случалось, что кто-то, соблазнившись возможностью перейти зимой на остров по льду, потом не мог вернуться, потому что капризная и непостоянная погода, характерная для этих мест, нарушала ледовую связь с островом. На Барсак-Эль-Месси реаклиматизировали куланов. На сегодняшний день их там пятьдесят голов. Численность куланов на острове Барсак-Эль-Месси превысила двести голов, однако повышение сорености Аральского моря при отсутствии на острове пресных водоемов, видимо, приведет к необходимости перевоза куланов в другое место. А сайгаки на острове к 1929 были уже почти полностью истреблены. Чудом осталось пять штук. Все самки. Тогда решили завести туда еще восемь, среди которых были и самцы. К 1961 году их стало уже две тысячи. У этого островного стада то преимущество, что оно несколько менее дикое, чем их сородичи на большой земле, потому что в Казахстане и на Волге их можно увидеть разве что из окна автомобиля, и то лишь на очень большом расстоянии, да еще быть может с самолета. Когда нужно отловить сайгаков для проведения научных опытов или зоопарков, то делают это обычно именно здесь на острове. Поначалу расставляли длинные сети, и загонщики, растянувшись в цепочку, теснили стадо в сторону сетей. В лучшем случае таким способом удавалось отловить от десяти до двадцати запутавшихся в сетях животных. Однако сайгаки раз отразу становились все хитрее. Не добежав до сетей, они резко поворачивали назад и стрелой проносились меж машин и мотоциклов в обратном направлении. Поэтому теперь отлавливают только новорожденных антилоп или таких, которым всего несколько дней отроду. Догонять взрослых особей на автомашинах бессмысленно. Они только тогда сдаются, когда бывают уже полностью вымотаны и вскоре после этого умирают от отека легких. В течение пяти-шести дней можно маркировать ушными метками до тысячи штук новорожденных ягнят. Если их хотят вырастить в неволе, то помещают в загоны, но не более десяти в один загон, потому что иначе они при сильном возбуждении могут начать беспорядочно метаться, топча друг друга и распарывая острыми копытами кожу лежащих. Впрочем, сейчас решено в отдельных местах обитания сайгаков создать искусственные водопои, в частности близ места их окота. Тогда им незачем будет совершать свои изнурительные кочевки к северу, где они сплошь и рядом попадают на колхозные поля. Решено их и зимой в случае нужды подкармливать. Именно эти антилопы нам, людям, уже однажды оказали большую помощь. Было это, правда, давным-давно, в эпоху оледенения, когда наши предки в Европе и Азии вынуждены были наряжаться в шкуры и прятаться в пещерах, пробавляясь одной лишь охотой. По-видимому, сайгаки в те времена оказывались наиболее легкой и, главное, они после стихийных бедствий наиболее быстро умели восстанавливать свое поголовье. Во всяком случае, именно их косточки особенно многочисленны в тех местах, где подолгу хозяйничали доисторические люди. На примере сайги можно убедиться в том, какое безумие уничтожать живые существа и природные объекты вокруг нас, не созданные руками человек, заставлять их исчезнуть с лица земли. Любой вид животных создавался миллионами лет в жестокой борьбе за существование. Он зачастую обладает такими свойствами, о которых мы даже и не подозреваем. Антилопа сайга способна продуцировать на засоленных почвах, несмотря на самые суровые зимы, высококачественные мясо и кожу, чего наш домашний скот сделать не в состоянии. Просто жуть берет, когда подумаешь, что этакое носатое чудо могло бы на сегодняшний день бесследно исчезнуть с лица земли, если бы сорок лет назад в это дело не вмешались несколько энергичных, деятельных и разумных людей. Глава восьмая. Альпийские сурки воспряли духом. Впадать в зимнюю спячку большое удобство. Что на дворе осень или зима? Три четверти года без сознания. Сурок, который не терпел закрытых дверей. Поединок сурка с лисой. Когда мы ведем себя прилично по отношению к ним. Помогает ли сурочий жир против ревматизма? Соискатели неревнивы. Почему они свистят? К способности впадать в спячку мы, люди, можем относиться совсем по-разному, в зависимости от обстоятельств. В одних случаях мы восприняли бы ее как кошмарный сон, в других как недосягаемую мечту. Ведь именно от того, что мы боимся проснуться в темном гробу глубоко под землей, у нас принято держать покойников три дня в открытом гробу на возвышение, прежде чем опустить их в могилу. После того, как несколько десятилетий тому назад всю Европу обошли ужасные истории о впавших в мнимую смерть людях, проснувшихся ночью в гробу гробу и потерявших от страха рассудок, в парижских моргах стали надевать покойникам на палец кольцо, шнур от которого вел в дежурное помещение. Многие лица делали в своем завещании распоряжение, чтобы врач им после смерти перерезал вены. Это одна сторона дела. А вот другая. Мы жители крупных городов, в наших бетонных нагромождениях из жилых пещер, оснащенных искусственным климатом, почти перестали замечать, что на дворе. Осень или зима. Но у наших предков дело обстояло совсем иначе. В своих крепостях с незастекленными окнами, при мерцающем свете смолистой лучины, воткнутой в стену, без овощей и фруктов зимой, они наверняка не раз завидовали животным, которые, впадая в зимнюю спячку, безбедно просыпают все тяготы сурового времени года. А сегодняшние наши хирурги, да они ни о чем так не мечтают, как о таком способе, который помогал бы превращать пациентов в сурков. Ведь они и так уже начали перед некоторыми операциями замораживать людей во льду, для того, чтобы температура их тела снизилась, а обмен веществ затормозился. Тогда приток крови к мозгу во время операции можно прервать на нужное время. Сейчас как раз зима, и наши зоопарковские сурки впали в спячку в своих подземных убежищах, точно так же, как и их родичи, североамериканские луговые собачки. Осенью они набирали полный рот коротко настриженной травы, так что она смешно торчала с обеих сторон изо рта, словно пышные усы. Но таскали они ее к себе в норы, отнюдь не в качестве запаса провианта на зиму. Они утепляли ею свое жилище и затыкали все входы и выходы. Правда, должен признаться, что мы ни разу не наблюдали, чтобы какой-нибудь сурок наваливая себе кучу сена на брюхо и придерживал его лапами, а его товарищи втягивали его, словно маленький возок с сеном в нору. Подобные рассказы можно услышать в альпах от местных жителей и прочитать в некоторых книжках, однако достоверных наблюдений еще ни разу нигде не было зафиксировано. Выкопаемые сейчас сурков из земли, мы нашли бы их холодными и безжизненными, с температурой тела всего 4 градуса. Их можно было бы колоть иголками, резать ножами, трубить у них над ухом, они ничего не почувствуют. Только один раз в несколько минут сердце их медленно сжимается, и тогда можно уловить едва-едва заметный вдох и выдох. Правда, за время спячки зверьки худеют, они теряют от одного до двух пятых своего веса. Но стоит им поголодать в состоянии бодрствования 12 дней, и они потеряют столько же, сколько в спячке за пять или даже семь месяцев. В то время, как наши зоопарковские сурки здесь, на равнинной местности, спят по пять, а то и только четыре месяца в году, их собратья в Альпах проводят в спячке семь месяцев, а в норах, расположенных высоко в горах, даже до девяти. Следовательно, три четверти года они находятся в бессознательном состоянии и только три месяца живут полной жизнью. Интересно, забывают ли они, что было до того, как они впали в столь длительный глубокий сон? Нет, не забывают. Это мы знаем точно, проверяли. Правда, проснувшись, они первые дни пребывают в дурном расположении духа, чуть что стараются цапнуть. Но членов своей семьи они узнают безошибочно и различают их среди чужих сурков. Боязливые и после спячки ведут себя так же недоверчиво по отношению к людям, а ручные остаются такими же приветливыми, как и раньше. Биолог, профессор Оскар Кенник из Вены как-то отнял укуницы, пойманного ею альпийского сурка в возрасте 35 дней. Поначалу он бегал свободно по всей квартире и как большинство зверинах и человеческих детенышей был ласков и доверчив со всеми. Однако по достижении семимесячного возраста сурок начал к чужим людям относиться враждебно. За членов своей семьи он стал признавать одну лишь чету Кеннигов и большого кобеля немецкой овчарки. Он нежно их покусывал и приглашал поиграть в прятки и догонялки. К следующей весне сурок сделался настолько проворным и активным, что с ним уже не стало никакого сладу. Он вскарабкивался на любую мебель, грыз углы, откусывал с наволочек и одежды пуговицы, ежедневно с большой старательностью опрокидывал ведро с углем, а чулки платья покрывало словом все, что ему удавалось раздобыть, утаскивал в свою жилую коробку и старательно ее утеплял. За полотенце, висящее на крючке, он дергал до тех пор, пока они не сваливались на пол. В довершение всего он еще принялся объедать все комнатные растения в цветочных горшках. Но, желая иметь свободу, он больше всего не терпел закрытых дверей. Маленький бесенок научился с помощью зубов и когтей открывать и закрывать двери с магнитными защелками. Для большего удобства он их снизу подгрызал. Стоило только кому-нибудь закрыть за собой дверь, как сурок тут же подбегал и снова ее открывал. А поскольку он к тому же еще принялся маркировать пахучими метками все углы комнаты ножки мебели, обозначая свои владения, хозяевам пришлось, скрипя сердце, выдворить его в построенную в саду общую вольеру к другим сородичам суркам. Каждый раз, когда они его потом оттуда забирали в дом и через несколько часов возвращали обратно, его товарищи поспешно подбегали к нему и обнюхивали его мордочку. Им явно хотелось не только удостовериться, что это именно он, но и полюбопытствовать, где он был и чем вкусным его кормили. Когда в дом приходил кто-нибудь чужой, сурок, достигший уже размеров зайца, ковылял ему навстречу, нервно бил хвостом, взъерошив длинную темную шерсть, скалил зубы, поднимался на задние лапы, обхватывал передними ногу посетителя и норовил его укусить. Разумеется, подобное действие может позволить себе только ручной сурок, считающий себя существом равноправным с человеком. Дикие альпийские сурки при подобной встрече испускают резкий свист и стремглав бросаются к норе. В особо отдаленных местностях Альп сурки исчезают уже тогда, когда человек появляется на расстоянии двухсот метров от них и проходит несколько часов, прежде чем они отваживаются выглянуть из своих убежищ. Поэтому в прежние времена фотографировать сурка в природной обстановке было делом нелегким. Приходилось подползать к нему по-пластунски и уходили целые часы, а то и дни на то, чтобы получить хороший снимок. В наше время положение во многих местах совсем изменилось. Так, когда едешь по Энгандинскому парку в Швейцарии к югу, можно увидеть на обочине дороги необычный треугольный дорожный знак. Посреди красного ободка черный силуэт поднявшегося столбиком альпийского сурка. Оказывается, совсем рядом с шоссейной дорогой находится колония этих занятных зверьков. К ним можно приблизиться на 5-3, а то и на 2 метра, и они, ничуть не волнуюсь, будут вас с любопытством разглядывать. Если их вспугнуть, они неохотно, с явно недовольным видом, шмыгнут в свое убежище, но тут же повернутся и будут оттуда выглядывать. Как и многие другие виды животных, они отнюдь не избегают и не страшатся цивилизации, наших машин и нас самих. Они просто не хотят, чтобы их убивали. Там, где к ним относятся дружелюбно, они становятся очень доверчивыми. В нашем франкфуртском зоопарке альпийские сурки в течение нескольких лет жили фактически на свободе. Когда они поселяются в каком-нибудь определенном месте и прорывают там свои подземные ходы и норы, они нисколько не заинтересованы куда-нибудь убегать или даже совершать сколько-нибудь длительные рекогносцировочные вылазки. Ведь и в горах одна такая сурочья колония хозяинчает на участке не превышающем обычно 2500 квадратных метров, то есть четверти гектара. Когда же им вот так, как в зоопарке приносят пропитание прямо к входу в их норы и отпадает необходимость ходить на сенокоз, сурки становятся еще ленивее и теряют всякую охоту к перемене места. Наши сурки прорыли себе ходы, отверстия которых выходили за ограду их вольеры прямо на дорожке для посетителей. Нас это, признаться, нисколько не беспокоило. Вот только собаки были очень недовольны. Дело в том, что стоило какой-нибудь собаке появиться на дорожке, как из отверстия выскакивал самец сурок, обхватывал ее за шею и старался вцепиться в нее зубами. А еще я боялся, как бы они в один прекрасный день не прорыли подземный ход в лисью вольеру, тогда бы лисы их тут же прикончили, да еще чего доброго сами выбрались бы через их туннели на волю. Между прочим, исход такого поединка лисы с альпийским сурком отнюдь непредсказуем. Одному охотнику случилось наблюдать, как лиса попыталась убить сурка, но сурок защищался столь отчаянно, что под конец оба остались лежать мертвыми на земле. Поскольку медведи и главным образом рыси на родине альпийских сурков давно истреблены, то единственным их врагом остаются орлы, да и те теперь встречаются в альпах очень-очень редко. Тем не менее, все, что летит по воздуху, будь то даже просто обрывок бумаги, пугает сурков до крайности. Еще каких-нибудь сто лет назад их можно было увидеть на всех ярмарках, чаще всего в сопровождении тирольского или совойского мальчишки. Ручной зверек танцевал под звуки свирели своего владельца. Поскольку и мы, люди, в последнее время стараемся вести себя прилично по отношению к суркам, то жить им стало безусловно вольготнее. Чего не скажешь о большинстве других диких животных. К середине прошлого столетия сурков можно было встретить лишь в отдельных местах Альп или в Татрах. На территории сегодняшней ФРГ альпийские сурки обитали лишь в районе Берхтесгадена и в Западном Алгое. То, что истребление их зашло так далеко, объясняется опять же человеческим суеверием и верой во всяческие чудеса. Так нашлись предприимчивые люди, которые ловко используя тот факт, что сурки залегают в спячку в сырых земляных норах и тем не менее не заболевают ревматизмом, пришли к смелому выводу, что сурочий жир должен служить прекрасным средством от ревматизма. А подобные вымыслы пользуются обычно успехом у простодушных людей, и поэтому сурочий жир издавна славился как прекрасное растирание при ревматизме. Спрос на него был велик, а цена высока. Уже ни одному виду животных суждено было исчезнуть из-за человеческой глупости, которая утверждала, что их рог, кости или шерсть способны возбуждать любовь, исцелять недуги или охранять от дурного глаза. Но совсем худо обернулось дело для сурков, когда некий аптекарь из Шафгаузена поставил продажу сурочьего жира на широкую ногу, разрекламировав ее во всех газетах. Цены на снадобье немедленно подскочили, и в 1944 году в Швейцарии было отстреляно 16 тысяч сурков. К чести того аптекаря должен сказать, что он дал уговорить себя возмущенным любителям природы и отказался от своего бизнеса, что ему высоко зачтется. Но ведь дело-то и на самом деле было липовым. У ревматиков без всякой пользы для них вытягивали деньги из кармана и внушали им напрасные надежды. Сурочий жир содержит большой процент ненасыщенных жирных кислот и витамин дэ. Люди, у которых в голове не одни только мысли о том, как бы побольше заработать, всегда относились к суркам с большой симпатией. То ли за их умилительную привычку садиться столбиком позов, которые они напоминают веселых маленьких человечков, то ли за их необыкновенную игривость. Во всяком случае, тот, кто имеет возможность тихо за ними наблюдать, лучше всего вооружившись биноклем, тот безусловно может получить от этого немалое удовольствие. Они гоняются друг за дружкой, кубарем скатываются вниз по склону, а то встанут один против другого, да как чокнутся передними резцами, аж стук раздастся. При этом они еще и весело пищат. Успехом пользуется у них бокс. Стоя один против другого и упираясь ладонями в грудь или плеч противника, они стараются столкнуть друг друга с места и при этом не дать возможности дотянуться до себя лапами. Вот так и получается. Там, где жадные до наживы и жестокие люди уничтожили альпийских сурков, там другие сознательные постарались их снова расселить. Почти все сурки, обитающие сейчас в ФРГ реаклиматизированы в Альпах с 1880 года. Так, колония, обитающая сейчас возле Гогена-Шау в Чимгауе, ведет свое начало от восьми сурков, привезенных сюда в 1887 году из Берфтасгадена. Все поголовье сурков, населяющие на сегодняшний день Штеермарк 10 тысяч квадратных километров, состоит из потомков зверьков, выпущенных там в 1883 году. То же самое относится к Каринтии, Нижней Австрии, Тиролю и другим местам. В Цилертале в 1963 году было добыто много черных сурков. В районе Зальцбурга до 1912 года их не было вовсе. Сейчас их там насчитывают тысячами. В Австрии в 1955 году было добыто в общей сложности 3369 сурков. Также и в Карпатах, в Югославских горах и на Пиренеях расселили альпийских сурков. Считается, что во всей Европе сейчас насчитывается от 50 до 100 тысяч сурков. наиболее высоко расположенная в горах колония найдена на высоте 2200 метров, самая низкая на высоте 900 метров. В 1947 году французы завезли сурков на Пиренею, и они там прекрасно прижились. в 1954 году их выпустили на Фельдберге, после того, как другие альпийские животные, а именно 12 серн, выпущенных там в 1935 году, в течение 20 лет размножились до 250 голов. Заселение различных местностей сурками дело явно стоящее, они почти повсюду приживаются, даже на равнине, и никто не может их обвинить в том, что они наносят какой-нибудь ущерб. В Советском Союзе также успешно было проведено расселение альпийских горных сурков. В СССР обитает 6 видов сурков, распространенных на юго-востоке европейской части, байбак, в горных районах Казахстана, Средней Азии и Юго-Сибири серый сурок, в Забайкалье, Тарбаган, западном и южном Тяньшане, Памиралай, красный сурок, в западном Тяньшане сурок Менсбира, в Восточной Сибири и на Камчатке черношапочный сурок. Альпийского сурка в СССР нет. Он населяет высокогорные районы Альп и западные Карпаты. У нас в Европе вовсе не так уж много животных, впадающих в настоящую зимнюю спячку. К ним можно отнести ежа, летучих мышей, хомяка, соню, полчка и садовую соню. Все эти животные впадают в зимнюю спячку, как и сурки. А вот медведям, барсукам, а также белкам и кротам это свойственно в меньшей степени. После того, как сурки весной проснулись, они первым делом принимаются за генеральную уборку. Сено, подстилки и всяческие отбросы вышвыриваются из норы. И уже пару дней спустя празднуются свадьбы. Нам не слишком-то много известно о брачных играх и семейной жизни альпийских сурков, потому что все это происходит главным образом под землей. И вот только недавно Ганс Бзеннер построил в своем замечательном новом зоопарке в Инсбруке искусственное подземное сооружение для сурков в разрезе с одной стеклянной стеной, через которую можно наблюдать за обычно скрытыми от глаз семейной жизнью и выращиванием потомства у этих зверьков. Создается впечатление, что самка бывает в течке всего один день, но за это время она спаривается буквально подряд со всеми самцами своей группы. Соискатели неревнивы, во всяком случае никаких драк между ними не наблюдается. Примерно то же самое происходит ведь и у наших домовых крыс. Сурчата появляются на свет через пять недель беременности, причем слепыми и почти голыми, во всяком случае шерсть на них очень редкая, но уже спустя три-четыре недели они с любопытством выглядывают из норы наружу. В лондонском зоопарке один альпийский сурок прожил почти четырнадцать лет. Считается, что на воле такой зверек может прожить пятнадцать, шестнадцать лет. Сурки умеют громко свистеть и этим широко известны. Свист они издают обычно встав столбиком и опустив руки по швам. Однако свисты их вовсе не обязательно сигнал тревоги, как часто можно прочесть в литературе. Сурок свистит во всех случаях, когда он чем-нибудь взволнован. Так ручной сурок, о котором здесь уже говорилось, свистел безостановочно в течение тридцати секунд, застряв ногой в решетке. А когда ему впервые довелось услышать гудение пылесоса, он свистел даже несколько минут подряд. сурки белочки и другие дальние родичи сурка время от времени поедают яйца и даже птенцов, то он строгий вегетарианец, даже насекомых не ест. Наверное, поэтому кишечник такого относительно маленького животного имеет в длину 6,5 метров. Но именно сурки повинны в том, что во многих районах Альп люди верят в существование некоего гигантского лапчатого червя. Дело в том, что сурок, пробираясь по снегу, зачастую ставит заднюю ногу аккуратно вслед передний, оставляя отпечатки не четырех, а только трех ног, что заставило многих людей ломать себе голову. Кто бы это мог быть? Ведь все три отпечатка вместе напоминают след одной большой и мощной лапы. Не иначе как чудище какое-то. Вот так маленький зверек может стать иногда причиной большого заблуждения, вызывающего суеверный страх. В гости к кавказским турам. Несколько дней в Тибердинском заповеднике на Кавказе. Как производится учет серн в горных районах? Сколько заповедных земель в СССР. Отлов альпийских горных козлов в Гран-Парадизо. Виртузный прыжок или трюковые съемки. Идеи Докучаева воплощенные в жизнь. Лесополосы надежная защита пахотных земель. В большом концертном зале, расположенном на территории Франкфуртского зоопарка, в течение последних 20 лет не раз уже выступал хор кубанских казаков, исполняющий русские народные песни. В хоре действительно прекрасные мужские голоса. Я бы никогда не подумал, что мне доведется проезжать по их гордым станицам, мимо старинных крепостей и церквей, возвышающихся на скалистых холмах, а затем подниматься вверх по Кубани, стекающей вниз с вершин при Эльбрусье и впадающей затем в Азовское море. Но, тем не менее, это случилось. Сначала мои любезные коллеги из Аскании Ново, этого знаменитого рая для животных посреди Таврической степи, везли меня на Новом Газике по бесконечным, прямым, как стрела, асфальтовом шоссе, меж не менее бесконечных полей пшеницы, пока мы не достигли узкого залива, отделяющего Крымский полуостров от материка, а уж оттуда наш путь лежал меж бескрайних виноградных плантаций до Симферополя. Если бы я захотел, то имел бы возможность заехать ненадолго в Ялту и мог бы полюбоваться прекрасными курортами Черноморского побережья. Но для чего я, собственно, сюда приехал? Осматривать модные курорты или ради горных козлов? Ну, разумеется же, ради козлов, вернее, туров, как они здесь называются. И для этого мне надлежало тут же в Симферополе пересесть на большой реактивный самолет. Мы летим над сплошными облаками, а под ними должно катить свои волны Черное море. Пересекаем скалистые вершины Северного Кавказа, направляясь в район южнее Майкопа, пока не приземляемся возле красивого курорта Минводы. Нас встречает директор Тибердинского заповедника и везет на машине вверх по берегу Кубани. По дороге мы останавливаемся перекусить. Икра, жареная курица, и не водка, а русский коньяк. Но скажу по секрету, водка-то гораздо лучше, просто она считается здесь, по-видимому, менее респектабельной. Дорогой можно не утруждать себя беседы, потому что шофер включил радио, и оно непрерывно рассказывает ему что-то на русском языке. Так что у меня есть время оглядеться по сторонам и поразмышлять. Когда солнце уже начинает прятаться за снежные вершины, наш путь длиной в 220 километров наконец закончен, и мы пребываем в Тиберду, красивое местечко по типу швейцарских на высоте 1300 метров. На веранде дома для приезжих установлены умывальные столики с подвешенными над ними умывальниками. Такие я увидел впервые. Когда рукой подталкиваешь кверху штырь, из бачка льется вода. Очень удобное приспособление. Спать мы ложимся в комнатах сверкающих безукоризненной чистотой. Тибердинский заповедник находится на Северном Кавказе на высоте от 2100 до 4000 метров и занимает площадь в 695 квадратных километров. Поначалу может показаться, что это страшно много. Однако на Кавказе это не единственный заповедник. В Краснодарской области имеется еще один, в три раза больше этого. Там водятся даже зубры. К сожалению, правда, это уже не те чистокровные кавказские горные зубры, обитавшие здесь когда-то. Те давно вымерли. По размерам они были мельче равнинных зубров из Польши. теперь здесь расстелили гибридов между горным и равнинным зубром. К 1965 году в Советском Союзе было уже 65 государственных заповедников общей площадью в 39 817 квадратных километров. Это больше половины всей Баварии. Помимо них имеются еще и так называемые заказники общей площадью в 31 560 квадратных километров. От заповедников они отличаются тем, что в них охраняют только животных, а не весь биоценоз в целом, и создаются они большей частью на ограниченный срок, а не на вечные времена, как заповедные земли. Есть и такие заказники или резерваты, в которых разрешена ограниченная охота на определенные виды животных. Осуществляют этот промысел представители охотничьих обществ. Почти полностью заповедными являются и пять государственных охотохозяйств общей площадью в 3 110 квадратных километров и 29 государственных опытных охотничьих хозяйств 8 186 квадратных километров. Названия заповедник и заказник не искусственно созданные слова. Это старинные народные. Ведь забота об охране природы в первую очередь леса бытует в русском народе издавна. И тем не менее этих заповедников все еще мало для государства занимающего 22 миллиона 270 тысяч 600 квадратных километров. Их скоро станет еще больше. На 1 января 1981 года в СССР было 136 заповедников и 7 заповедно-охотничьих хозяйств на площади около 11,5 миллионов гектаров и 7 национальных парков занимающих территорию около 400 тысяч гектаров. Кроме того имеется более 1200 заказников республиканского значения. К сожалению, заповедных земель во всех странах на земном шаре пока еще очень мало. Словно блохи, орудующие в гладком и красивом мехе благородного животного, мы, люди, заняты как раз тем, что стараемся переделать елико возможно лицо нашей милой старой планеты, сводим и уничтожаем роскошные леса, перекрываем вольные веселые реки, стараясь их зарегулировать, загазовываем воздух над городами и лугами, заслоняя солнце индустриальной дымовой завесой. Только самые малые, ничтожно малые клочки земли мы оставляем природе и животным. Здесь, в Тиберде, одним из охраняемых объектов является серна. Поголовье серн начало угрожающе убывать. И был момент, когда их осталось всего-навсего двести штук. Теперь их снова более тысячи. Может быть, даже еще больше, просто серн очень трудно учесть, потому что живут они в лесах. Серны ведь в Альпах, только из-за постоянного преследования превратились в высокогорных и скальных животных. В Шварцвальде, где их сейчас вновь акклиматизируют, они живут, как и здесь, на обнесенных склонах. Точно так же и в польских есениках. А вот с оленями в Тиберде дело поначалу обстояло плохо. Благородный олень здесь водится только вне границ заповедника. Правда, работающие в заповеднике сто шесть сотрудников и шесть научных работников стараются вести за ними наблюдения и вне границ самого заповедника. В 1953 году четырех благородных оленей перевезли в центральную часть заповедника. Они там хорошо прижились и размножились до тридцати голов. Помимо этого, в 1938 году на далекой реке Уссури с колоссальными трудностями удалось отловить пятьдесят четыре пятнистых оленя, которые в Уссурийском крае были уже на грани полного истребления и перевести их сюда. Здесь, в Тиберде, их поголовье за три года уже увеличилось втрое, олени стали почти ручными и кочевали уже по всей местности. Однако, во время фашистской оккупации, как мне рассказывали, их всех перестреляли из автоматов. На сегодняшний день пятнистые олени встречаются здесь только совсем маленькими группами, которые опасливо жмутся в горах. Много медведей, но увидеть их практически не удается. Впрочем, никаких неприятностей из-за них еще ни разу не случалось. Но для того, чтобы полюбоваться на горных козлов, надо подняться высоко в горы, притом верхом. В горы направляется целая кавалькада, провиант, палатки, киноаппаратура. Все это увязывается в брезентовые мешки и крепится на спины терпеливых, благородных, вьючных лошадей. Меня самого облачают в нечто вроде просторного комбинезона и горные ботинки, что придает мне такой вид, что я едва узнаю себя в зеркале. Дорога идет так круто вверх по лесистому склону, что бедные кобылки вскоре уже все в мыли, а поскольку мне их жалко, я слезаю и иду рядом с ними пешком, ведь наш караван движется очень медленно. Не будь вокруг меня симпатичных кавказцев с их обветренными лицами, я мог бы посчитать, что нахожусь где-нибудь в швейцарских горах или посреди скалистых гор. бурные горные ручьи, солнечные лучи, пронизывающие толщу девственного леса, проглядывающие междеревья в скалистые вершины, покрытые вечным снегом, или сочные зеленые лужайки. Но здесь нет ни единого дома, никаких отелей, нигде не наткнешься на мачту линии высокого напряжения или на канатную дорогу для туристов. Здесь все сохраняется в первозданном состоянии, так, как это было тысячи лет назад. Где еще сейчас у нас в ФРГ или где-нибудь в Швейцарии можно оглядеться вокруг и не найти хоть какое-нибудь человеческое жилье и вообще следы хозяйственной деятельности человека? Тем не менее, перед самым заходом солнца мы добираемся до маленькой постовой будки, притулившейся где-то среди гигантских стволов деревьев. Никогда бы мне ее самому не разыскать. Нам, как гостям, постелили внутри на нарах устланных соломой. Все же остальные залезли в спальные мешки и легли снаружи. Вечером мои спутники разжигают костер, варят, жарят и беседуют. Я понимаю, что мы уже совсем близко от того места, где живут горные козлы. В прежние времена горные козлы обитали на большей части Альп. Недаром они зовутся альпийскими козлами, а еще раньше, возможно, и во многих других европейских горных местностях. Древние римляне привозили их даже в Рим и устраивали между ними бои. По-видимому, альпийский горный козел и послужил моделью для создания охотничьего барельефа в сплитском соборе. Римские и этрусские пряжки в виде рогов горных козлов во множестве находили возле озер Комер и Лагомаджоры. Даже в египетской резиденции фараонов Фивах можно увидеть альпийских горных козлов в качестве элемента стенной росписи. Но так же, как и бобры, сурок, носорог и антилоп сайга горные козлы пали жертвой средневекового суеверия невежественной народной медицины. Считалось, что в них найдено средство от всевозможных человеческих недугов. Еще в прошлом столетии такой альпийский козел представлял собой настоящую бродячую аптеку. Кровь его служила якобы средством против камней в желчном пузыре, потому что эти животные так подолгу бегают по камням. А из рогов изготовлялись кольца, защищающие от множества болезней. Без оаровые камни, круглые шарики из шерсти, различных смол, камешков и других элементов, скапливающиеся временами в желудках горных козлов, спасали якобы от рака. Даже помет собирали в качестве надежного средства от чахотки или подагры. А уж высушенное сухожилие сердечного мускула, называемое сердечным крестиком, тому приписывали совершенно чудодейственные таинственные свойства. Так что тот, кому удавалось подстрелить альпийского козла, разом делался состоятельным человеком. Епископы из Альцбурга содержали собственные аптеки, в которых сбывали пациентам подобные снадобья. Чего же удивляться, что даже самые строгие законы об охране не смогли спасти бедных альпийских козлов, тем более, что браконьерство в народе чаще рассматривается как смелый романтичный вид спорта, а не как преступление, подобное ограблению дома, разбою или краже. Так что Зальцбургскому архиепископу не оставалось ничего другого, как уволить с 1712 по 1720 год подряд шестерых егерей, которых он нанимал исключительно с целью охраны альпийских козлов. Им просто некого было больше охранять. Швейцарские альпийские козлы исчезли примерно спустя сто лет после австрийских. В 16 и 17 веках по Северным Альпам Швейцарии уже не скакало ни одного козла. В Валесе они продержались еще до начала 19 столетия, но потом и здесь поубивали последних. Могло бы случиться, что альпийского горного козла нам пришлось бы увидеть лишь в виде неуклюжих старинных деревянных поделок, если бы не лесничий Жозеф Делапьер и естествоиспытатель Сумстен, которым в 1816 году удалось уговорить правительство Пьемонта взять под охрану последние несколько дюжин альпийских козлов в Гран-Парадизо. Эта горная гряда расположена в северной Италии, выше Турина, близ французской границы, в Грайских Альпах. К счастью, сардинское королевское семейство рассматривало охоту на альпийских козлов как собственную привилегию и ревниво следило за тем, чтобы никто на них не покушался. Начиная с 1854 года, Гран-Парадизо был даже объявлен частным владением короля Виктора Эммануэля Второго, а обитавшие в нем горные козлы охраняемой королевской дичью. Для сохранности их поголовья было учреждено специальное лесничество. Но дело в том, что вокруг Гран-Парадизо живут крайне бедные горцы, которые могут добыть себе средства существования только путем отхожего промысла. Всем мужчинам приходится зимой уезжать работать на фабрике далеко от своих семей. Они крайне заинтересованы в том, чтобы иметь право стрелять горных козлов. В 1921 году это место было объявлено национальным парком. Однако 64 охранника поначалу столь плохо оплачивались, что лучшие из них были вынуждены уйти на производство. Границы национального парка Гран-Парадизо проведены столь неудачно, что проходят значительно выше альпийских пастбищ и лугов. В особенности в суровые зимы горные козлы и серны бывают вынуждены спускаться ниже этих границ, проложенных чаще всего на высоте от 1700 до 1800 метров. А там их прямо с автострады расстреливают из винтовок с оптическим прицелом с расстояния в 300 400 метров. Зимой 1962-63 года одних серн было отстрелено 500 штук. В долине Саваранч зимой 1963-64 года погибло 1125 горных козлов и серн. Один охотник из Аосты построил себе в округе Сан-Пьетро близ границы национального парка шикарный охотничий дом, из которого он получил возможность стрелять по перешедшей границу дичи, что называется чуть ли не с постели. Так что только разумное изменение границ национального парка, уже давным-давно предложенное незаинтересованному правительству, могло бы спасти это уникальное европейское сокровище. Между прочим, все альпийские козлы, обитающие на сегодняшний день где-либо в Италии, Швейцарии или Австрии, все они родом из Гран-Парадиза. Но вернемся к нашим горным козлам, живущим на Западном Кавказе. Здесь в районе Тиберды они выглядят точно так же как альпийские. А вот подальше к восточным отрогам Кавказа обитает уже так называемый Дагестанский Тур, у которого совсем другие рога. На передней стороне у них отсутствуют характерные для горных козлов валики, да и бороды у Туров практически отсутствуют. Туры, хотя и относятся к горным козлам, но окраска у них типична оленья. Рога у них закручены наподобие бараньих, напоминая по форме улиток. Туров на сегодняшний день насчитывается от трех до четырех тысяч. Сейчас численность туров на Кавказе превысила сорок тысяч голов. Все горные козлы, включая испанских туров, нубийских, сибирских горных козлов или теков, а также винторогов козла или мархура и североафриканского гривистого барана относятся к диким козлам. О близком их родстве свидетельствует хотя бы тот факт, что они легко скрещиваются между собой, а также с нашими домашними козами. Однако единственной дикой исходной формой домашних коз считается безоаровая коза, встречающаяся на Крите и нескольких других островах, а также в гористых местностях Малой Азии и Ирана. Безоаровый бородатый горный козел распространен также в ряде районов Кавказа, Закавказья и хребта Капетдак в Туркмении. Повсеместно запрещен к добыче. Чтобы увидеть здешних тибердинских горных козлов, надо вскочить ни свет, ни заря в четыре утра, потому что пугливые животные только по ночам держатся вне границ леса и уже спустя четверть часа после восхода солнца забираются дальше вверх, карабкаясь по скалистым уступам горных склонов. А туда нам с нашей киноаппаратурой за ними не залезть. Да и захотимы это сделать, осторожные животные, вероятно, по целым дням не подпускали бы нас на расстояние, необходимое для моего телеобъектива, потому что лазить по скалам они умеют, и уж во всяком случае намного лучше нас. Но идти нам в темноте пришлось совсем недолго. От сторожки всего каких-нибудь два-три километра. Потом мы застыли неподвижно за низенькими елочками. Я лихорадочно устанавливал свою камеру с длинным телеобъективом на треножнике. Проходит целая вечность, пока мне удается нащупать стадо своим объективом. Но зато теперь я смог разглядеть их очень ясно и четко. Вели они себя спокойно и беззаботно, явно не подозревая о нашем присутствии. Ничего не скажешь, внушительно выглядят такие козлы с их огромными загнутыми рогами. Козочки с их короткими острыми рожками производят по сравнению с ними куда более невзрачное впечатление, почти как домашние козы. Когда такой горный козел взбирается на вершину скалы, поворачивает голову в сторону ближайшей самки и замирает в такой позе, он становится похожим на изваяние. А когда он влюблен, то задирает кверку хвост, точно так же, как и наши домашние козлы, высовывает язык и быстро шлепает им вверх и вниз. Голова и шея при этом судорожно вытянуты вперед, уши тоже. Время от времени такой ухажер с лицом фавна поднимает переднюю ногу, указывает ею на предмет своего вожделения и затем начинает медленно покачивать ею взад и вперед. Не остается ни малейших сомнений, кому именно предназначается его благосклонное внимание. Интересно, не убивают ли друг друга подобные селачи с их страшным оружием в приступах ревности? Оказывается, нет. Вот мы, например, во франкфуртском зоопарке уже в течение полутора десятков лет содержим горных козлов и совсем небольшой загон для них устроим, где никогда самки с детенышами не отделяются от самцов. Причем в стаде постоянно содержится вместе несколько взрослых козлов. Еще ни разу не было случая, чтобы кто-то из них оказался мертвым или даже серьезно раненым. Когда горный козел угрожает своему сопернику, он трясет головой, демонстрируя свои рога, а если хочет произвести еще более сильное впечатление, то поднимается на дыбы. Передние ноги козла согнуты под острым углом, а подбородок опущено прижат к груди. Но все это смахивает на турнирные бои. Никто не стремится нанести увечье противнику. Тот, кто во время потасовки забрался выше по склону, уже наполовину победил. Поэтому каждый старается обойти другого и залезть как можно выше. Затем верхний поднимается на дыбы и, наклонив голову несколько вбок, изо всех сил ударяет выпуклой стороной своих рогов, ни в коем случае не остриями, по рогам противника. Тот обычно старается устоять на всех четырех ногах, чтобы выдержать силу подобного удара. треск при этом раздается весьма внушительный. А иной раз два соперника стоят рядом словно упряжка лошадей, сцепившись рогами и стараются перетянуть один другого. Целыми днями два таких ревнивца способны бегать плечо к плечу, пока не определиться, кто же все-таки слабее. И тогда уже они не бегут рядом, а победитель преследует повсюду побежденного словно его злой дух. Когда двое дерутся, другие козлы зачастую подбегают посмотреть, но отнюдь не с целью уладить спор. Иной раз после очередного виртуозного прыжка дрочаны могут оказаться задом друг к другу и будут удивленно озираться по сторонам. Стадо, за которым мы сейчас наблюдаем, еще не полностью пробудилось. Две козочки, например, еще лежат на боку, вытянув ноги. Один козел лежа уткнул концы рогов в землю, так что нос его повернут вертикально вверх, к предрассветному небу. Другой козел, который лежит, поджав все четыре ноги, уперся подбородком в землю, чтобы разгрузить шею. Подобные огромные рога вообще, наверное, животному в тягость. для вставания с земли у горных козлов, видимо, не существует твердых правил, как, например, у коров. Здесь один приподнимается сначала на передние ноги и сидит какое-то мгновение в типично собачьей позе, в то время как другой поднимается, упираясь задними ногами, как это делают коровы. Есть советский фильм о сибирских горных козлах, где показано, как спасающееся бегством стадо теков, загнанное между двух отвесных скал, скачет вниз зигзагами с одной стенки на другую и таким способом уходит от своих преследователей. Меня не раз спрашивали, не является ли это трюковой съемкой. Думаю, что нет. Горные козлы способны прыгать с необычайной меткостью, особенно вниз по склону. В Гальском зоопарке был такой случай. Один тур решил удрать. Он взобрался на скалистый выступ и без малейших колебаний сиганул с десятиметровой высоты прямо на улицу. И ни минуты не мешкая он помчался дальше на другую улицу и прибежал наконец к каменистым обрывистым берегам реки Зааля. Пронесся оттуда еще около двух километров по набережной и, чувствуя за собой погоню, перемахнул через перила и кинулся в реку, которая, кстати, достаточно глубока даже судоходна. По части плавания тур оказался не таким уж молодцом, поэтому вскоре забрался на узкий бордюр каменной облицовки отвесного берега, где и застыл неподвижно, словно изваяние. Тут и удалось накинуть ему на рога веревочную петлю и под конец пешком привезти назад в зоопарк. Причем вели его сразу трое крепких мужчин. Надо сказать, что после всех этих неприятностей тур больше никогда не делал попытку бежать и предпочел пожизненно оставаться в своем безопасном загоне. Но чтобы горный козел, как я вычитал из одного специального издания, мог с места совершить многометровый вертикальный прыжок в высоту, такого я никогда не видал, да и признаться, не поверю в это. Когда снимаешь животных, нужно проявлять особое терпение. Ведь далеко не каждые несколько минут происходит что-нибудь интересное. Но вот какой-то козел поднялся на дыбы и, двинувшись на своего противника, прошел целых пять метров на задних ногах. Да, это не шутка, когда он вот так со всей мощью обрушивает сверху свои восемьдесят килограммов на череп соперника. Толстые валики на передней стороне рогов способствуют тому, чтобы рога при ударе не соскальзывали так легко друг с друга. А вот к возрасту, как иногда думают, эти утолщения не имеют никакого отношения. Это ни в коем случае не годовые кольца. Ведь по ветвистости оленьих рогов нельзя с точностью определить, сколько лет такой красавец уже прожил на свете. У стареющих горных козлов рога, хотя и становятся постепенно все длиннее, но зато и все глаже. Из них не выдвигаются уже сколько-нибудь заметные валики. У молодых козлов сначала появляется здоровенная шишка под кожей лба, даже горячая на ощупь, если приложить к ней ладонь. А вскоре из-под кожи показывается очередной валик. Происходит нечто похожее на то, когда у ребенка прорезаются зубы. Рога неодинаковой толщины, правой почти всегда несколько короче и толще. Большинство горных козлов при схватках предпочитают всегда ударять каким-нибудь одним рогом. Доктор Инго Крумбигель исследовал в музеях 317 черепов горных козлов и обнаружил в них 20 заживших переломов, причем 17 из них в левом роге. Если мы будем содержать в зоопарке вместе со всем стадом оленей двух самцов или двух взрослых самцов антилоп вместе с самками, то жизнь более слабого превратится в сплошную муку. Так или иначе он все равно погибнет, потому что ему некуда убежать. Ведь и для оленух нам приходится устраивать специальные лозы и укрытия, где они могут спастись от похотливых самцов, которые во время течки способны загнать их до полусмерти. Горные козлы же своего рода подкаблучники, несмотря на свой грозный вид. Дело в том, что горные козочки своими маленькими острыми рожками способны нанести довольно опасные удары. В то время как их поверители создают в основном лишь шумовые эффекты, их маленькие женушки когда бьют, то уже без промаха. Здесь в Тиберде у самок горного козла как раз пару недель назад появились на свет детеныши. Рожают они их на открытых местах, но часто козлята уже спустя несколько часов прячутся куда-нибудь в расселенную скал или в какую-нибудь нишу. Зачастую укрытие бывает слишком малым для матери, и тогда она просто остается стоять возле своего детеныша. Первые четырнадцать дней самка и детеныш держатся вместе, как это наблюдается и у всех горных животных. Малышка бежит тесно прижавшись к бедру матери, так что та все время ощущает его присутствие. Во время пастьбы самка не отходит от своего козленка больше чем на пять-десять метров. И только достигнув возраста четырнадцать дней, молодняк становится самостоятельнее, учится лазить по уступам и игриво скачет вокруг своей матери. Здесь вот мы видим, как горные козлята объединились в нечто вроде детского сада. Они гоняются друг за другом, пробуют бороться наподобие старших, поднимаются при этом на задние ножки и стараются перелезть друг через друга. Если кто-то из козлят не хочет принимать участие в общих играх, к нему непременно подбежит один из играющих и до тех пор будет скрести его по спине копытцем, пока тот не встанет и не присоединится к общему веселью. Если же два подростковых горных козленка затевают нешуточную драку, их матери следят за ними весьма пристально, в то время как на поединке взрослых самцов самки не обращают явного внимания. Здесь они подчас сбегаются со всех сторон и наблюдают за дрочунами, однако не вмешиваясь. Если горные козлы и не в состоянии подпрыгнуть вверх на несколько метров, то забраться как угодно высоко для них проще простого. Были бы какие угодно, пусть даже почти отвесные стенки. В этом пришлось убедиться звероторговцу Герману Рухе из Ганновера при покупке сибирских горных козлов ТЭКов. Один из новоселов, помещенный в тесный загончик с дощатыми стенками высотой в два с половиной метра, подпрыгнул, оттолкнулся копытами от стенки и не успели сторожа взять в толк, что происходит, как он с неимоверной быстротой поднялся кверху, кружа словно по винтовой лестнице и был таков. Один из индийских служителей пустился за ним в погоню. Он обнаружил его пасущимся на газоне, посеянном на обочине дороги. Поскольку этот человек был специалистом по метанию лассо, ему удалось накинуть животному на рога веревочную петлю. Однако горный козел оказался сильнее этого индийца и побежал волоча за собой ловца. Добежав до речушки Варне, козел сходу перемахнул через нее, совершив виртуозный прыжок, а индус на веревке шлепнулся прямо в холодную воду. Отрывка тег слегка повернул голову, и петля соскользнула с его крутых рогов. Поскольку история эта угодила в прессу, то уже через пару дней стали поступать жалобы и претензии за нанесенный ущерб. Где-то сибирский козел объел в саду ботву, а где-то нанес повреждения лесным посадкам или стащил заготовленное сено. Кончилось это тем, что какой-то крестьянин запер ворота своего сеновала, когда животное туда забралось. Таким образом, его удалось водворить на место. К счастью, европейцы успели спохватиться в самый последний момент и позаботиться о спасении альпийских козлов. Таким образом, удалось избежать того, чтобы они оказались начисто вымаранными из книги жизни нашей земли, как это случилось с южноафриканской кваггой, дронтом, стеллеровой коровой, первобытным быком, бескрылой гагаркой, североамериканским странствующим голубем, сумчатым волком и многими многими другими. Сначала пытались сохранить последних альпийских козлов в зоопарках и загонах, но в те времена ни у кого еще не было необходимого опыта по разведению диких видов животных в неволе, поэтому после бесконечных неудач дело каждый раз кончалось тем, что к диким горным козлам подсаживали домашних коз, и дикие козлы постепенно вырождались. Гибриды же, получаемые от подобного скрещивания, вполне плодовит. Так получилось, что в Венском и Зальцбургском зоопарках под конец остались лишь одни гибриды между горным козлом и домашними козами. Потомки их, выпущенные в Альпах на волю, неминуемо погибали. В Берне таких вот гибридов поместили в вольеру знаменитого зверинца Бернер штат Грабен, где испокон веков держали медведей, гербовое животное Берна. Однако гибридные козлы не пожелали оставаться в своих вольерах и вскоре уже скакали по крышам соседних домов, опрокинули постовую будку и даже нападали на людей, срывая с них клочьями одежду. Постепенно швейцарцев начали все больше обуревать тщеславное желание вернуть это прекрасное горное животное, которое они так жестоко и бездумно истребили у себя в стране. И с этой целью в 1892 году был основан охраняемый парк. Однако к великому огорчению швейцарцев чистокровных альпийских козлов в то время можно было раздобыть только у итальянцев в Гран-Парадизо. А те в течение многих лет оставались глухи к такого рода просьбам. Дело в том, что горные козлы стали по полному праву государственной монополией Италии. Поговаривают, что швейцарцы тогда всерьез разрабатывали планы, как браконьерским способом отловить в Гран-Парадизо нескольких горных козлов и тайком переправить через границу. Но только в 1906 году к швейцарцам попали первые настоящие альпийские козлы, на сей раз вполне законно, с великодушного соизволения итальянских властей. С тех пор в парке разводят лишь исключительно чистокровных альпийских козлов. Все альпийские козлы, которых позже расселили в швейцарских или австрийских Альпах, были родом исключительно только из Гран-Парадизо. Разведение горных козлов на сегодняшний день для современных работников зоопарка не проблема. От нескольких альпийских козлов, предоставленных в распоряжение нашего франкфуртского зоопарка охотничьей инспекции кантона Граубюнден в июле 1954 года, к 1963 году удалось вырастить уже 13 детей и внуков. Но тогда, в самом начале, в Гран-Парадизо никто еще не знал толком, каким образом нужно отлавливать живых козлов, потому что это ведь значительно труднее и опаснее, чем отстреливать капитальных рогачей, которыми обычно так похваляются знаменитые охотники. Поначалу соблазнились наиболее удобным способом. Самок отстреливали, а козлят забирали. Но подобный метод, практикующийся и при отлове горилл, орангутанов и многих других видов диких животных, имеет тот недостаток, что при этом бесцельно погибают именно самки, то есть взрослые особи, способные производить потомство. А кроме того, добытые таким путем потомство, чаще всего все равно не удается вырастить без материнского молока и материнской любви. Так что отсев из числа пойманных детенышей бывает пугающе велик. Люди, занимающиеся реаклиматизацией горных козлов, порой готовы рвать на себе волосы с досады. Так однажды, когда они уже благополучно доставили самку с детенышем на новое место жительства и выпустили на волю, тут же, откуда ни возьмись, прилетел Беркут и умертвил козленка на глазах у привезших его людей. Первые альпийские козлы-новоселы были выпущены 8 мая 1911 года на горной гряде серые рога. Было их пять штук. Один из них никак не соглашался уходить на свободное жилье, все время возвращался назад к людям, и его пришлось водворить обратно в вольеру зверинца. Остальные же прижились и стали успешно размножаться. И надо сказать, что на сегодняшний день о них в Швейцарии пекутся несколько больше, чем пеклись об их истребленных предках. Когда в 1953 году один человек тайно пристрелил двух альпийских козлов, ему присудили уплатить штраф в размере 6 тысяч франков. За истекшее с тех пор время альпийских козлов расселили уже по разным другим местностям итальянских, а также французских, швейцарских, австрийских и немецких Альп. Во многих местах они успешно прижились. В 1964 году в Швейцарии уже насчитывалось свыше 30 популяций альпийских козлов общим числом более трех тысяч голов. К этому же времени поголовье альпийских козлов в Испании достигло 10 тысяч. За несколько последних лет оно там почти удвоилось. Только вот у нас, в немецкой части Альп, они, к сожалению, не прижились. На альпийских козлов, выпущенных в Хагенских горах южнее Каникзея в 1922 году вскоре напала чесотка и поголовье их сократилось до десяти экземпляров. Да и те пересекли австрийскую границу, где и присоединились к тамошнему большому стаду. Только очень-очень редко они ненадолго появляются на наших землях. Из этого видно, как нелегко бывает восстановить то, что когда-то было бездумно уничтожено. Часто охотники, а порой даже кое-кто из охранителей природы, все еще говорят о полезных и вредных животных. Они считают, например, наиболее удобным способом увеличения поголовья африканских антилоп и зебр отстрел львов и гиен. В то время как наличие хищных животных совершенно необходимо, чтобы выбраковывать больных и слабосильных особей. Там, где ни беркуты, ни рыси не несут больше ни зимой, ни летом своей круглосуточной вахты, там больные особи заражают других и как чесотка, так и различные эпизоотии распространяются с невиданной быстротой. У нас в Серенгете в Восточной Африке каждый третий, а то и второй детеныш газели Томпсона, а также гну и зебр становятся жертвой леопардов, львов, гиеновых собак, грифов, шакалов, крокодилов, гигантских змей и многих других хищных животных. Не будь этого, стада мирных копытных в течение немногих лет удвоили и даже удесетерили бы свое поголовье, что неминуемо привело бы к перевыпасу пастбищ и последующему разрушению почвы. И тогда уж волей-неволей пришлось бы вмешаться охотникам. Новое вмешательство охотника всегда приводит к тому, что животные теряют доверие к человеку, становятся пугливыми и не разрешают к себе приближаться. А ведь именно это их доверчивости служат тем притягательным моментом, который сегодня так привлекает туристов в национальных парках Африки. Именно это их там так очаровывает. Где еще можно подъехать на расстояние нескольких метров ко львам, слонам, жирафам, или проехать через десятитысячные стадо зебр, чтобы животные не обратили на это никакого внимания и не убежали. В этом-то и кроется необыкновенная популярность африканских национальных парков. Там же, где приходится регулировать численность дичи путем отстрела, животные убегают от всех без исключения людей. И увидеть их удается одним лишь специально гоняющимся за ними охотником, а необычным посетителем. В советских заповедниках меня часто расспрашивали, как мы обездвиживаем животных наркотическими снарядами, чтобы не повредить их при отлове. Дело в том, что во многих заповедниках Советского Союза олени, а главным образом лоси, так сильно размножились, что повреждают весь подрост деревьев в лесах. Приходится ограничивать их поголовье путем отстрела, а это в свою очередь приводит к тому, что их никто из посетителей заповедников не видит, во всяком случае летом. Вот именно поэтому сотрудники заповедников озабочены методом использования наркотического ружья, чтобы с его помощью отлавливать и переселять животных в другие районы. А что у вас разве нет больше волков в бан в парке или в джаспер? Спрашивал я два года назад у работников канадских национальных парков в скалистых горах, где многочисленные олени в опите показались мне уж слишком пугливыми. Оказалось, что волков начисто истребили, потому, что они резали уж очень много оленей. Зато теперь приходится самим выступать на ролях волков и отстреливать множество лишних оленей, в чем здесь не очень охотно сознаются. Точно так же обстоит дело и в американских национальных парках. Меня огорчило, что и в Советском Союзе не избежали этой ошибки. Волков уничтожают где только возможно. Если здесь в Тибердинском заповеднике и осталось еще несколько штук, то, скорее всего, потому, что не удалось всех перебить. А объясняется все очень просто. В то время как львы и леопарды, животные довольно оседлые, не совершающие дальних кочевок, волки, в особенности зимой, рыщут в поисках добычи по всей округе. Территории заповедника не хватает на то, чтобы держать волков круглый год на его границах. Стоит же им выйти за пределы, как тут же начинают поступать серьезные жалобы из окрестных деревень. Вот так и получилось, что и в Советском Союзе, как в Соединенных Штатах и Канаде, волков повсеместно истребили, выплачивая денежные премии за каждого убитого хищника. Но нельзя забывать при этом, что волк в наших широтах единственный хищник, который, истребляя в больших масштабах молодых и ослабленных старых животных, способен регулировать численность крупной дичи. А если не волк, то кто же? Рысей почти уже нет, равно как и пум в Северной Америке. Так что там, где волка нет, его функции приходится брать на себя человеку и самому убивать, чтобы сохранить равновесие в природе. Мы, европейцы, обязаны приложить все усилия, чтобы сохранить в Африке последние остатки тропической природы, чтобы наши потомки и потомки самих африканцев еще через сто лет могли бы с благоговением любоваться тем, каким прекрасным был Черный континент с его слонами, носорогами, жирафами, львами и зебрами, до того, как мы, европейцы, навели в нем порядок. Что касается нашего собственного жизненного пространства, то нам этого вряд ли удастся добиться. Чтобы создать у нас действительно нетронутые памятники природы, надо сохранить обитающих там хищников. Это, однако, нигде до сих пор последовательно не проводится. Но я надеюсь, что именно в Советском Союзе это все же осуществят, потому что национальные парки, в которых не истребляют волков, должны быть очень большими, что осуществимо практически только в восточной части Советского Союза или в северных районах Канады. Вот какие мысли терзают таких людей, как я, когда вот так разъезжаешь по белому свету. С горными козлами дело обстоит благополучно. Они спасены. В Гран-Парадизу их число, между прочим, во время последней мировой войны снизилось до 413 голов. Правда, к 1963 году их снова стало 3198 плюс 5363 серны. На сегодняшний день во всех Альпах обитает в общей сложности 6000 альпийских козлов, то есть в 100 раз больше, чем 150 лет назад. Теперь в Тибердинском районе их число увеличилось с 800 особей до 2500 3000. Учет ведется ежегодно в августе. Осуществляют его студенты-биологи и охотоведы, которые поднимаются на горные хребты, распределяются там по определенному плану и подсчитывают всех увиденных горных козлов. Проводится учет столь поздно в августе потому, что именно в это время тучи комаров вынуждают животных покинуть лесные и кустарниковые зоны и подняться высоко в горы до самых снежных вершин. Как мне сообщил мой друг профессор Банников, на сегодняшний день в Советском Союзе обитает снова около 250 тысяч сибирских горных козлов и 23 тысячи других видов диких козлов. Возвращаясь с Кавказских гор назад в Минводы, я обратил внимание на расположенные в низине ровные ряды лесополос. Такие же я видел уже на Украине в степях недалеко от Оскания иного. Состоят они из пяти или шести рядов лиственных деревьев, пересекающих словно по линейке с интервалом в один или два километра необозримые поля зерновых культур. Эти зеленые полосы не имеют ни конца ни края, во всяком случае они тянутся до самого горизонта. Деревья все молодые, двухлетние, но встречаются и постарше, самое большое пятнадцатилетнее. Жаль только, что они такие идеально прямые, совсем как современные асфальтированные шоссе, а не как естественный лес. Мысль о создании лесных полизащитных полос принадлежит замечательному русскому ученому профессору Докучаеву 1846-1903, занимавшемуся проблемами почвоведения и климата. При освоении степей в 18-19 веках лесные рощи и леса, окаймляющие реки, были начисто вырублены поселенцами. Над громадными степными пространствами нависла опасность превращения в пустыню в результате ветровой эрозии. Поэтому Докучаев после засухи и неурожая 1892 года приступил к созданию трех опытных хозяйств в Воронежской губернии на водоразделе между Волгой и Доном возле Хренова, между Доном и Донцом у Старобельска и между Донцом и Днепром у Велика Анадольска. Там, в степях, он и провел первые опытные посадки различных пород деревьев. Этот опыт осуществленный в Советском Союзе и был положен в основу огромных работ по степному лесоразведению. Основная масса лесополос заложена была на полях в 1947-1953 годах. Работы по лесопосадкам в ряде районов продолжаются и по сей день. Особенно большие государственные лесополосы, протянувшиеся с севера на юг, достигали порой 60 метров ширины, и на них было высажено 580 миллионов древесных саженцев. В годы с нормальной погодой урожай с каждого гектара пахоты, защищенный лесополосами, увеличивается на 2-2,5 центнера. В засушливые годы они помогают еще больше. Огромное значение имеют лесополосы в борьбе с черными полевыми бурями. Они являются важными средствами защиты пахотных земель и посевов от ветровой эрозии. Площадь государственных лесозащитных полос в СССР 4 миллиона гектаров. Глава 10. 5 зоопарков Парижа. Людовик XIV подарил версальский зверинец своей 12-летней фаворитки. 1 миллион 200 тысяч марок за доставку животных. Якобинцы освобождали Львов из-за точения. Иванские крысы напали на дворец. Бюффон мечтал о настоящем зоопарке. Вместо народного парка детские карусели. Французская революция помогла созданию научного учреждения. Когда-то в Тюэль-Ри жили четвероногие. Версальский зверинец безусловно не был первым зоопарком Парижа. Ведь еще около 1570 года Карл IX размещал в саду Лувра и в Тюэль-Ри, а значит в самом центре Парижа вольеры с различными животными. Там были львы и медведи, быки и буйволы и ослы. А двор забавлялся тем, что на специально сооруженной для этой цели арене натравливал догов на быков. Такое представление состоялось еще в октябре 1572 года, только два месяца спустя после Варфоломеевской ночи, во время которой были убиты десятки тысяч гугенотов. Вольеры же с экзотическими птицами и верблюды появились несколько позже. Имелись зверинцы также и при замках Фонтенбло и Шантий. И вообще в 17-18 веках у французской аристократии считалось престижным содержать у себя дома экзотических животных. А поскольку в те времена Франция задавала тон, то зверинцы возникли вскоре и при дворцах немецкой знати, а также других европейских стран. В 1654 году кардинал Джулио Мазарини распорядился построить у входа в Венсенский лес в Париже новый зверинец, куда собрали воедино животных из Лувра и Тюильри. Следовательно, уже тогда, на том же месте, где несколько десятков лет назад был сооружен самый современный и большой зоопарк Парижа, под названием Боа-де-Венсен уже имелся зверинец. Однако, от всех тех старинных зверинцев сегодня не осталось и следа. Разве что два павильона еще напоминают о бывшем Версальском зверинце. Да еще в садоводстве, расположившемся сейчас на его месте, можно найти остатки фундамента старинных построек. И хотя сейчас никаких диких животных там не осталось, тем не менее, я порекомендовал бы любителям природы, посещающим Версальский дворец, совершить небольшую пешеходную прогулку через парк до бывшего заброшенного зверинца. Как только спустишься с широкой лестницы дворца и немного пройдешь вдоль левого берега крестообразного огромного увеселительного пруда, сразу очутишься перед двумя еще сохранившимися павильонами и увидишь разрушенную стену знаменитого когда-то зоопарка. Однако эти павильоны вовсе не были предназначены для жирафов, как вам расскажут живущие там сегодня садовники. В Зверинце никогда никаких жирафов не было, а предназначались эти сравнительно небольшие строения для гостей короля. Когда знаменитый король Франции Людовик XIV в возрасте двадцати четырех лет, принял решение о застройке государственных земель Версаля, которые за двадцать восемь лет до этого были приобретены его отцом, он поначалу и не думал о том колоссальном великолепном дворце, который должен был возникнуть на этом месте. В первую очередь его интересовал сам парк и зверинец, к которому король питал особые пристрастия. Архитектор Лево набросал весьма необычный проект такого зверинца. Прежде во всех дворцах вольеры и клетки с дикими животными и экзотическими птицами были разбросаны по всей территории парка далеко друг от друга. Там бассейн для водоплавающих, а там львы в клетках. Лево впервые сосредоточил зверинец в одном месте, на территории, не превышающей трех-четырех гектаров. Но поскольку зверинец не был рассчитан как современные зоопарки на толпы народа, а предназначался только для короля и его почетных гостей, архитектор спроектировал его в виде расходящихся из одной точки лучей, подобно полураскрытому вееру. Из этой точки августейший посетитель мог обозревать всех животных разом. Такое расположение клеток было перенято затем почти всеми планировщиками, строящими зверинцы в Европе, по примеру Версаль. Его влияние заметно и на функционирующем и сегодня зоопарке Шенбрун в Вене. На смотровой площадке строился и маленький замок, украшенный внутри портретами и скульптурами животных. Людовик был в таком восторге от проекта, что страшно торопил со строительством. Зверинец сооружался с 1662 по 1664 год и обошелся в 450 тысяч франков. Может быть, такая сумма и не покажется слишком большой, но нельзя забывать, что короли в те времена привыкли пользоваться при строительстве дешевым подневольным трудом своих подданных. Людовику так не терпелось заполучить свой зверинец, что он после некоторых колебаний разрешил подрядчику продолжать работу даже по воскресеньям после мессы. В 1665 году начали поступать первые чужеземные животные страусы, египетские цапли, орлы, дикобразы, фараоновы крысы, мангусты, лисы, лев, экзотические голуби, казуар, слон, подарок короля Португалии, три крокодила от сиамского короля, верблюды, олени, лани и голландские коровы, молоком которых, замешанным на яичных желтках, кормили фламинго. На отдельном водоеме содержались и пеликаны. Питьевую воду подводили по двум зацементированным акведукам из речек Сен-Кер и Фонтено. Постройка акведуков закончилась лишь к 1688 году. Судя по сохранившимся до наших дней счетам, доставка животных в Версаль с 1671 по 1694 год обошлась в 1,2 миллиона марок. Подобная дороговизна объясняется тем, что тогда еще приходилось для этой цели высылать собственные корабли и снаряжать специальные экспедиции. За это время в Версаль прибыло 536 султанок, 103 страуса и множество других животных. Слон оказался непревзойденным мастером по развязыванию узлов. По ночам он упорно и ловко распутывал завязанные на его ногах канаты. Однажды ему даже удалось бесшумно снять с петель дверь помещения, в котором его запирали, и, не потревожив здорового сна своего служителя, отправиться на осмотр зверинца уже в роли посетителя. Примерно с 1670 года король разрешил своему народу свободный доступ в парк, а, следовательно, и осмотр зверинца. Но, поскольку это приводило к постоянной порче клумб и статуй, да и вообще ко всяческому загрязнению парка, с 1699 года свободный вход был снова закрыт, и прогулки по парку разрешались уже только при дворном, и то в сопровождении специальных проводников. Именитые гости, спустившись с дворцовых террас, усаживались в роскошные лодки, среди которых были и настоящие венецианские гондолы. Одетые в экзотические костюмы гондольеры отвозили гостей сначала к зверинцу, а затем после обеда обычно к дворцу Трианон, сохранившемуся до наших дней на противоположном берегу озера. Когда блистательный король превратился в ворчливого, страдающего от подагры и множества других болезней старца, он вдруг воспылал особой симпатией к одиннадцатилетней, притом не особенно красивой принцессе Аделаиде Савойской, обвенчавшейся год спустя с герцогом Бургундским. Под влиянием минутного каприза Людовик подарил ей весь зверинец, да приказал его еще расширить, подновить и украсть. Поскольку герцог, супруг Аделаиды, предался мистицизму, его юная жена частенько проводила время с кавалерами в своем маленьком дворце при зверинце. Так во всяком случае утверждали злые языки. Но когда фаворитка короля умерла в возрасте двадцати восьми лет, он потерял всякий интерес к своему детищу зверинц. Что касается его пятилетнего наследника, то тот поначалу долгое время проживал в Париже, в Лувре, и таким образом когда-то столь пышное и роскошное предприятие в течение последующих ста лет все больше приходило в упадок. Когда началась революция, якобинцы, ворвавшиеся в Версальский дворец, прошествовали с флагами и под барабанный бой через весь парк и очутились перед зверинцем. Предводитель революционеров объявил директору зверинца Лемону, что они пришли, чтобы именем народа освободить из заточения животных, рожденных свободными по воле Господней и томящихся в неволе лишь для развлечения тиранов. Лемон, не оказывая сопротивления, высказал, однако, опасения, как бы выпущенные на волю хищники не сожрали своих спасителей. Поэтому освободители удовлетворились тем, что он торжественно вручил им ключи от клеток с хищниками. Что касается остальных, оставшихся к тому времени в живых обитателей зверинц, то их частично забрали с собой, частично передали живодеру, а то и просто выпустили из вольер свободно разгуливать по огромному парку. Был среди них и верблюд, пять видов обезьян, олени, много птиц, но были и яванские крысы, потомки которых за последующие десятилетия причинили много вреда Версальскому дворцу и другим крупным строениям в парке. Олени и птицы большей частью погибли в следующую зиму, однако некоторые из них приспособились к новой обстановке и даже размножились. Около 1840 года зоологу Журдену удалось собрать весьма многочисленную и очень интересную коллекцию из экзотических животных, подстреленных или пойманных им в Версальском лесу. Обзверинцы оставались только носорог, лев, живущий вместе с собачкой, которую он нежно любил, один буйвол, одна антилопа, одна зебра квагга, венциносный голубь, шесть или семь павлинов и две дюжины кур. Профессорам из Парижского естественно-исторического музея после двухлетних бесконечных ходатайств удалось наконец добиться того, чтобы им передали этих животных и перевезли в Париж. К сожалению, носорог незадолго до того повредил себе ногу и погиб из-за гноящейся раны. Так что в ботанический сад, где решено было создать зверинец, прибыл только его труп. Примерно к 1809 году постройки, относящиеся к версальскому зверинцу, были уже полностью разрушены. Правда, в сороковых годах прошлого столетия была сделана попытка их вновь отстроить. Там намеревались разместить конный завод для арабских скакунов. Строительство уже началось, но было прервано революцией 1848 года, после чего уже больше не возобновлялось. Если сегодня со знаменитой площади Согласия направиться по берегу Сены к востоку, то непременно попадешь в большой парк Жардин де Планте, то есть ботанический сад, в котором находится естественно исторический музей. Часть ботанического сада отведена под зоопарк, который был основан в 1650 году Людовиком XIII в качестве Жардин Рояль де Плантес Медицин Королевского сада для лекарственных растений. Уже знаменитый естествоиспытатель Бюфон, возглавлявший музей с 1739 по 1788 год, поселил в ботаническом саду лебедей, уток и павлинов. Распорядился он также вырыть медвежий ров, в котором при его жизни, однако, бродили лишь дикие кабаны. Всю свою жизнь он носился с идеей организовать настоящий, полноценный зоопарк. Когда ему в 1783 году наконец удалось расширить территорию ботанического сада, он намеревался просить двора передачи ему животных из совершенно запущенного версальского зверинца. Однако, ни ему, ни его последователю Добентону не удалось осуществить эту идею, возник зоопарк только в годы после революции. Занимает он всего шесть гектаров, однако, и сегодня еще экспонируют на столь небольшой территории множество достойных внимания животных. Старый слоновник постройки 1802 года используется до сих пор. Столь же стар длинный ряд домиков, частью крытых соломой, в которых живут разные виды диких быков, оленей и антилоп. Старый обезьянник, построенный в 1841 году, заменен модной новостройкой 1927 года. Исчезли и галереи клеток для хищников, вместо которых воздвигнут большой павильон хищников, окруженный, однако, со всех сторон обычными тяжелыми железными клетками, а не свободными вольерами. Скопище решеток под столетними деревьями производят впечатление чего-то архаичного. Но, тем не менее, там живет прекрасная пара взрослых горилл. И можно найти такие редкости, как овцы-бык, горал, кианги, лошади проживальского, голубые бараны, семь видов пеликанов. В зоопарке содержится в целом 130 видов млекопитающих, 150 различных форм, следовательно, больше, чем в новомодном парижском зоопарке в Венсенском лесу, в котором представлено лишь 108 видов и 118 форм. Если сложить оба этих зоопарка вместе, то получится наиболее богатая коллекция млекопитающих на европейском континенте. В ней насчитывается и наибольшее число антилоп. То, что оба учреждения подчиняются одному директору, безусловно, способствует чрезвычайно полезному взаимообмену. Во второй половине прошлого столетия повсюду в Европе начали создавать зоопарки. Парижская общественность открыла насредства, собранные у граждан в 1854 году в западной части города, а именно в Булонском лесу, зоопарк, занимающий площадь в 20 гектаров. Основной целью создания этого зоопарка послужило желание проверить, смогут ли чужеземные животные прижиться в нашем европейском климате. Поэтому поначалу хищные животные там отсутствовали. К сожалению, первоначальный замысел такого народного парка постепенно видоизменялся. В наше время он превратился в детский увеселительный парк. Детей сажают в старомодные вагончики кукушки и провозят через Булонский лес ко входу в зоопарк. В нем они находят обширные игровые площадки, купальный бассейн, качели, горки, огромное колесо, приводящее в движение искусственную речку. Ее быстрое течение проносит лодки с посетителями мимо зеленых лужаек, окаймляющих ее берега. Знаменитый естествоиспытатель Добинтон, чей бронзовый бюст украшает вход в солидный модный павильон для птиц, наверняка не пришел бы в восторг, обнаружив в его вольерах одних лишь самых обычных и наиболее часто встречающихся птиц, павлинов, домашних голубей, домашних уток, карликовых кур и пару фазанов. Площадка для выгула слонов пуста, их здесь нет. Есть современные открытые помещения для медведей, павианов и львов, но медведи без конца показывают разные фокусы и попрошайничают, объедаясь сахаром и мороженым, которые посетители покупают в расположенных по соседству ларьках. То же самое происходит и возле вольер с ланями, их кормят всякие, кому не лень. На арене, рассчитанной на более чем тысячу зрителей, цирковой дрессировщик демонстрирует обучение львов-подростков, а на высокой глубиной башне со множеством отсеков и ячеек обитают лишь прилетевшие сюда из города птицы и больше никто. Пустоят и бассейн для тюленей. Как это обычно водится в известных на весь мир городах, где сохранились знаменитые памятники старины и старинные здания, каждый приезжий осматривает обычно в Париже дом инвалидов, площадь Согласия, Лувр, Нотр-Дам и Эйфелеву башню. Однако немногие знают о том, что в городе на сене имеется еще и прекрасный, вполне современный зоопарк. Построен он был в 1931 году по случаю колониальной выставки по проекту фирмы Карл Гагенбек и находится в восточной части города в Венцентском лесу. Прежде его часто называли оргией бетона за беспорядочное нагромождение искусственных бетонных скал. Однако тот, кто посетит его сегодня, убедится в том, что зоопарк уже не производит подобного впечатления. Его директор, профессор Нувель, в течение многих лет занимается озеленением искусственных утесов, насаждая различные вьющиеся растения плющ, горец и дикий виноград. А поскольку за прошедшие годы и деревья сильно подросли, то они закрыли своими кронами каменные нагромождения, да и перемежающиеся с ними ухоженные зеленые газоны и кусты придают парку гораздо более естественный и выигрышный вид, чем у него был прежде. Лишь длинный ряд огромных площадок для медведей, называемых медвежьими горками, между которыми невозможно втиснуть ни клочка зелени, вот те действительно выдают, каким поначалу выглядел Венцентский зоопарк. Но посетитель, желающий составить себе правильное представление о парижских зоопарковых животных, непременно должен посетить оба зоопарка, тот и этот. А здесь в Венцентском он увидит и американских велорогов, единственную антилопу Северной Америки, сбрасывающую наподобие оленей свои рога, увидит бушбоков, лошадиных антилоп, водяных козлов, беломордово бубало, горную зебру гардмана, зебру греви. На двух разных островах живут шимпанзе и гиббоны, размножаются в зоопарке и фламинго, львы и тигры живут на открытых площадках, отгороженных от публики широченными и глубочайшими рвами. Есть здесь и вольеры с макаками, павианами, паукообразными обезьянами, есть группы семи жирафов, ориби, болотные козлы, сомалийские газели, желтоспинные дукеры, белохвостые олени, акапи, уже несколько раз приносившие в неволе потомство, фенеки, маленькие пустынные лисички, еноты, ракоеды, японские бурые медведи, большая коллекция редких лемуров с Мадагаскара, разные виды мартышек, есть и белобрюхий тюлень, красные волки, испанские рыси, песцы, гибриды между львом и тигром, кьянги и куланы. Жила здесь и лошадь Пржевальского, рожденная в Праге, где она недавно умерла в возрасте тридцати лет. Но ни в том, ни в другом зоопарке нет аквариума. Зато недалеко от Винсентского зоопарка в помещении колониального музея есть хорошо оборудованный аквариум и террариум для тропических животных, а в западной части города близ дворца Шайо в бывшем Трокадеро есть аквариум, в котором экспонируются холодноводные рыбы. В еженедельнике, рекламирующем мероприятия и достопримечательности Парижа в рубрике «Зоопарки» я обнаружил еще один четвертый по счету зоопарк, на сей раз частный, принадлежащий актеру Жану Ришару, живущему в Эрменон-Вилле, примерно в 60 километрах от центра города. Проехать туда на машине по автостраде номер два не составляет никакого труда. В этой деревеньке знаменитый писатель Жан-Жак Руссо провел весной 1778 года, последние недели своей жизни. Гостил он здесь в прелестном дворце, построенном на озере и принадлежащем маркизу Рене де Жардин. Там его и похоронили. Однако позже, во время революции, его прах переправили в Пантеон. А теперь киноактер Жан Ришар устроил рядом со своей красивой виллой на самой опушке леса зоопарк. Посещение свободное. Правда, животному он предоставил всего лишь четверть своего сада, напоминающего скорее дворцовый парк. Поэтому им приходится довольствоваться лишь маленькими домиками и довольно тесными вольерами. Но содержится все в идеальном порядке. Несмотря на то, что я приехал в будний день, да еще и довольно рано утром, на стоянке парковалось уже свыше сорока машин посетителей, и маленький зоопарк был переполнен. Живут в нем, помимо разных других животных, подростковый слон, верблюды, львы, тигры, леопарды, ламы, один гриф, макаки, два гиббона. У одного из гиббонов вокруг талии надет пояс, к которому прикреплена страховка, скользящая на кольце вдоль туго натянутой проволоки. Сам же гиббон, широко раскинув руки, ходит взад и вперед по горизонтально натянутому канату, словно настоящий канатоходец. Вдоль основной дорожки, ведущей через зоопарк, расставлены щиты с карикатурами на известных французских актеров, головы которых посажены на туловище различных зверей. Но основным притягательным моментом, по-видимому, служит все же дрессировка трех почти взрослых львов, выращенных здесь в зоопарке, которых время от времени демонстрирует сам хозяин дома. Таким образом, можно считать, что этот самый молодой и самый маленький зоопарк Парижа не что иное, как некий рецидив давно прошедших времен зверинцев. Мне могут возразить, что тут было рассказано не о пяти парижских зоопарках, как гласит название главы, а всего лишь о четырех. Ведь в самом первом и знаменитом давно уже нет никаких животных. Однако, как сказал мне профессор Нувель, проект нового государственного зоопарка уже разработан во всех деталях и скоро приступят к его строительству. Глава одиннадцатая. Лососи спасут. А кто спасет человека? Рейн в роль источной канавы. Рыбы отравлены, а нам эту воду пить. Покупку Аляски оплатили лососи. Рыбы, которые чуют сквозь воду и облачаются в панцирь. Одновременно с гидростанциями необходимо строить рыбозаводы. Со времен катастрофического замора рыб, имевшего место в 1949 году, в Рейне нет больше знаменитого рейнского лосося. И с этого же примерно времени Рейн перестал быть великой немецкой рекой, а превратился в клоаку для сотен тысяч человеческих уборных, истока грязных и ядовитых индустриальных отходов. В Федеративной Республике Германии насчитывается семь тысяч поселков, у которых хотя и имеется канализация, но нет очистительных сооружений, следовательно, все свои нечистоты они спускают прямо в реки. Мимо знаменитого романтического утеса Лорелей, где по преданию моряк загляделся на прелестную деву с золотыми волосами, проплывает теперь ежедневно 20 тысяч тонн индустриальных отходов, растворенных в речной воде. А не будь они растворенными в воде, то могли бы заполнить 957 товарных вагонов или 24 поезда. Наши реки и ручьи ежедневно принимают порцию источных вод в 21 миллион кубических метров. И только одна треть этих вод бывает предварительно очищенный. Один литр рейнской воды в районе Майнца содержит 20 граммов осадка. Это напоминает скорее суп, чем речную воду. Даже дождю, падающему над индустриальным районом, приходится пробиваться сквозь слой воздуха, в каждом кубометре которого содержится 85 тысяч частиц пыли, в то время как в лесном воздухе парят всего каких-нибудь 500-600 частиц. Над всей территорией ФРГ висят в воздухе 2 миллиона тонн пыли. К этому следует добавить еще и 5 миллионов тонн серной кислоты. 70% этого ядовитого вещества нависает непосредственно над Рурской областью. Там и еле не превышают 6 метров в высоту, в то время как в других местах они достигают 20. Несчастны те люди, которые вынуждены постоянно дышать этим воздух. Я полагаю, что человеческие легкие никак не менее чувствительны к нему, чем елки. А теперь к человеческим нечистотам и фабричным отходам добавились еще и стиральные порошки. А уж их-то не удается удалить из воды даже при помощи очистительных сооружений. Так что сегодня остается, пожалуй, только радоваться тому, что закуска рейнский лосось, которую еще изредка можно найти в меню отдельных гостиниц на берегах Рейна, выловлена не в этой сточной канаве, а прибыла в свежезамороженном или законсервированном виде с далекой Аляски, из Северной Америки или Скандинавии. Часто это вовсе и не речные лосось, а крупная кумжа или озерная форель, относящаяся к тому же семейству лососевых, а то и сайда, озерный лосось, относящийся к тресковым. Мясо их предварительно особым способом окрашивается под лосося. Но самое страшное в том, что наша речная вода предназначена не только для обитания рыб. Ведь мы ее к тому же и пьем. В Федеративной Республике Германия, да и вообще в большинстве западноевропейских стран, грунтовых вод уже давно не хватает на то, чтобы обеспечить ими все население. Из наших водопроводных кранов течет большей частью отфильтрованная речная или озерная вода. В институте гигиены в Майнце исследовались многочисленные пробы водопроводной воды и что же. Даже в той воде, которая на вкус была безукоризненной, находили много остатков от бензопирена и родственных ему веществ, считающихся канцерогенными. Кроме того, очень часто обнаруживались следы детергентов из новободных стиральных средств. Оба эти вещества вызывали у подопытных животных в тревожных масштабах рак желудка. И ядовитые эти примеси с каждым днем все увеличиваются. Боннскому правительству пришлось выделить 800 миллионов марок на то, чтобы очистить Рейн хотя бы от самых опасных загрязнений. Подумать только, какая благодать и пошла прахом. А ведь еще в 1880 году в нижнем течении Рейна ежегодно вылавливалось около 70 тысяч лососей, многие из которых весили до 45 килограммов и достигали в длину полутора метров. А в начале прошлого века при найме слуг или посыльных заранее оговаривалось условие, что питаться одной лишь лососиной им придется не чаще двух дней в неделю. В конце прошлого столетия голландцы просто-напросто перегораживали сетями устьевые рукава реки, пытаясь захватить весь улов лососей для себя одних. Но тогда поспешно созвали конференцию с участием всех заинтересованных государств, и нидерландцы вынуждены были пойти на уступки. Ведь им и так было ясно, что для размножения самкам и самцам лососей все равно приходится подниматься на тысячу километров вверх по реке, пока они не достигнут мест своих нерестилищ на верхнем рейне и впадающих в него ручьях. Для этой цели они вынуждены добираться до самой Швейцарии, то есть на высоту примерно тысячи метров над уровнем моря. А если молодые лососи перестанут спускаться вниз по реке к морю, то и никакие взрослые никогда больше не поднимутся вверх против течения к местам нерестилищ. Потому что у лососей все происходит не так, как у угрей, а наоборот. Те уходят нереститься в море, а эти приходят для размножения к нам в реки. Так что голландцы в конце концов даже согласились взять на себя расходы по искусственному выращиванию мальков лосося, несколько миллионов которых они стали ежегодно выпускать в верхнем течении Рейна. Надо сказать, что и в других реках в прежние времена не умели по достоинству оценить и с толком использовать эту благодать. Так еще в 1827 году в устье Мемеля ежедневно вылавливали более тысячи штук лососей, каждый из которых весил в среднем по 15 килограммов. Даже всего по одной марке за штуку. Их невозможно было полностью сбыть и приходилось каждый раз большую часть улова закапывать в землю. В Северной Америке в прежние времена плотин и гидроэлектростанции. Уже обсуждались планы, как их заменить паровыми электростанциями, потому что лососевый промысел все еще казался экономически более важным, чем создание электрического тока силой воды. Молот лосося, вылупившаяся из икры в верховьях рек и ручьев, остается там примерно в течение года, а в северных областях Евразии и Америки даже два или три года. В это время мальки бывают весьма схожи с обыкновенной ручьевой форелью и питаются поначалу так же, как те улитками, насекомыми, а позже и мелкой рыбешкой. Но в один прекрасный день лососи начинают обуревать тяга к морю. Правда, попав в океан, они не совершают в нем столь грандиозных путешествий, как, например, угри, а придерживают с побережья так называемые шельфовые зоны континентов. Там они довольно интенсивно наводят порядок в стаях макрелей, шпрот и сельдий, упорно преследуя их скопления. При этом они начинают необыкновенно быстро расти. Один помеченный лосось, которого удалось выловить через 4 недели, прибавил за это время 7 килограммов. В момент мечения он весил 9,5 килограммов, а после вторичного вылова уже 16,5. Именно в этот период жизни лосось и его мясо приобретает тот розоватый лососевый оттенок, который столь высоко ценится гурманами. Интенсивность окраски зависит от степени накопления жира. Прежде считали, что в море лососи невозможно встретить дальше, чем в 100 километрах от берега, что лососи вынуждены держаться близ устья той реки, которая является их родным домом, чтобы потом суметь найти обратную дорогу. Но ихтиолог Харт пометил 36 383 лосося в северной части Тихого океана и затем выпустил их. И что же выяснилось? У отдельных рас, например, у Чавычи, 17% помеченных особей в течение года снова было выловлено в тех же местах. Лососи, помеченные возле Алиутских островов, частично были обнаружены очень далеко оттуда, где-то в Амуре. Балтийские лососи резвились в открытом море в тысячи километрах от устья своей родной реки, а Тихоокеанские еще дальше. Но самое длительное путешествие совершила Чавычи. Помеченная в 1956 году возле Адака на полпути между Аляской и Камчаткой, она была поймана в 1957 году на расстоянии 3800 километров оттуда в штате Айдахо в Америке. В море лососи нагуливают побольше жира, обретают необходимый рост и силу для предстоящего далекого путешествия вверх против течения реки. Добрая половина всех лососей проводят в море три зимы, но каждый пятнадцатый возвращается в реку уже через год, а 25-30 процентов через два. Некоторые из них возвращаются и позже, чем через три года. Так, по крайней мере, поступают шведские лососи. Ихтеологи долго ломали себе голову над загадкой, как удается лососям безошибочно находить дорогу назад кустью реки, по которой они в молодости спустились в море оттуда, разыскать нужный приток, возможно, даже тот же ручеек, где они когда-то вылезли из икринки. Из ста тысяч шведских лососей, помеченных еще в своих родных реках, только тысяча, то есть один процент, была впоследствии обнаружена заблудившаяся в других реках. Сходные результаты дали и учеты, проведенные в Северной Америке. По всей вероятности, лососям помогает в этом исключительно острое обоняние, ведь рыбы, как известно, способны чуять в воде, они ощущают самые тонкие запахи. Так, в 1959 году в штате Вашингтон были отловлены три тысячи лососей из двух разных притоков одной и той же реки. Затем половине из них ноздри заткнули ватой. Все лососи, имевшие возможность пользоваться обонянием, вскоре вернулись в свои исходные притоки. Из тех же, чьи носы были заткнуты, половина заблудилась. Другими опытами было доказано, что рыбы помнят химический состав воды, в котором находились непосредственно перед тем, как отправиться в свой долгий путь к морю. Если их незадолго до отправки пересадить на некоторое время в другую реку, то спустя несколько лет они появятся именно там, а не на своей настоящей родине. Но ведь вода каждого ручья и каждого притока перемешивается с другой водой тем сильнее, чем больше притоков впадает в основное говоря уже о море. Следовательно, у рыб должно быть поразительно тонкое восприятие химических свойств воды, чтобы обнаруживать самые незаметные следы того или иного вещества в воде. В это даже трудно поверить. Тем не менее, в опытах с рыбами других видов тоже удалось выявить их потрясающую способность обнаруживать самые незаметные присутствующие в воде вещества. Какое невероятное напряжение плыть против течения на такие далекие расстояния? Если при этом еще учесть, что вплывая из моря в реку, рыбы вскоре совершенно перестают питаться, то все это начинает граничить с какой-то немыслимой фантастикой. Притом им приходится преодолевать пороги, даже водопады и дамбы, совершая четырехметровые прыжки по воздуху. В реке Везере лососи за 24 часа проплывали против течения от 38 до 40 километров. Сюда следует добавить, что во время такого чудовищного физического напряжения еще и перестраивается организм рыбы. У самок в начале пути икра занимает 0,3% от общего веса тела. А когда они достигают своих нерестилищ, то этот процент в среднем уже составляет от 20 до 25, а случается, что икра весит до 35 процентов от веса рыбы. Кроме того, лососи надевают свой брачный наряд. Особенно элегантно выглядят старые самцы. На голове у них образуется зигзагообразный орнамент из сливающихся на синем фоне красных пятен. Живот становится ярко-красным, а основания плавников розовыми. Когда такая махина длиной в целый метр и весом в 15-20 килограммов во время своих виртуозных прыжков через водопады с силой шлепается на скалы или проплывает по мелководью ручьев, шаркая брюхом по острой гальке, то нетрудно себя и поранить. Поэтому кожа лосося к началу путешествия сильно утолщается, в особенности на спине вокруг плавников. Таким образом, мускулы тела оказываются в основном защищенными. Раны же на коже обычно быстро затягиваются. У самцов образуются еще и шипы на челюстях, во всяком случае у некоторых видов. Они служат им для отвоевывания места на нерестилищах. поскольку лососи на обратном пути из моря постятся, поймать их на удочку в Рейне, например, оказывалось невозможным, впрочем, и во многих других реках тоже. Однако в Шотландии и в реках Скандинавии и Швеции лов лососей на крючок с наживкой, в особенности на искусственных мух, самый, что ни на есть любимый вид спорта. Англичане обычно такие участки с хорошим клевом лосося сдают в аренду, причем за дорогую плату. Промысловый жилов лосося производится сетями и успешнее всего уже у самого устья рек. Так в Абердине в Шотландии в 1952 году таким способом было выловлено 10 тысяч лососей общей стоимостью в полмиллиона марок. Можно себе только представить, как опечалено шотландцы тем, что лососи теперь все отравлены из-за обработки прибрежных пастбищ инсектицидами. Лосося обычно прибывают отдельными возрастными группами. Рыбы каждой такой группы имеют и приблизительно одинаковый размер. В прежние времена знали, в какое время года, какие стаи лосося должны прибыть в Рейн. Добравшись до своей родины, самка лосося начинает обследовать устилающую дно гальку и в разных местах выкапывает ямы. Делает она это мощными ударами задней части тела, сворачиваясь и разворачиваясь при этом словно пружина. Камни разбрасываются в стороны не ударами плавников, а создаваемым при этом водоворотом. Самцы дрожат от волнения и дерутся меж собой довольно злобно за обладание самкой. Когда самка выбрала себе наконец такое место для икрометания и разгребает и углубляет свое гнездо, самец начинает охранять и защищать его от посягательства сородичей. Если выкопанная ложбинка вполне удовлетворяет самку, она плотно укладывается в нее, и самец начинает сновать взад и вперед мимо своей избранницы, каждый раз задевая ее боком. Потом он прижимается к ней теснее и начинает дрожать. Затем оба одновременно выталкивают она икру, он сперму. Рты у обоих в это время от волнения широко раскрыты. Иногда самец от возбуждения даже набрасывается на самку, пытаясь ее укусить. Случаются драки и между самками. Особенно желательным считается, когда на дне выкопанной ложбинки имеется щель между крупными камнями, в которую полностью может вместиться весь анальный плавник самки, не касаясь при этом грунта. Тогда большинство икринок исчезает в щели, а сперма покрывает ложбинку белым облаком. Сразу же после этого самка проплывает немного вперед по течению, забрасывает свою кладку гравии и принимается рыть новое гнездо. Не подумайте, что такая ямка так уж мала. Длиной она от одного до двух метров, а шириной полметра. В наших широтах лососи нерестятся между ноябрем и январем. Диаметр икринки составляет 6 миллиметров, а их у одной самки от 6 до 8 тысяч штук. Время выклева мальков зависит от температуры воды. При 4 градусах это происходит через 80 дней, при 16 градусах всего через 19, а если вода особенно холодна, мальки могут до 200 дней оставаться в икринке. С тех пор, как наши реки стали такими застроенными и перегороженными, повсюду перешли на искусственное выращивание лососевой молоди на так называемых рыбозаводах, в огромных сооружениях и специальных резервуарах с проточной водой, где мальков сотни тысяч, а то и миллионы. Для этой цели сначала вылавливают в ручьях больших созревших для нереста рыб, при том обращаются с ними весьма осторожно, чаще всего усыпляя их на время. Преимущество такого способа в том, что самцов, которых вообще-то требуется не слишком много для осеменения, можно тут же отпускать на свободу, да и самок, после того, как у них выдаивают икру. Процесс этот достаточно прост. Легким массажем живота самок стимулирует к отдаче икры, которую собирают в большие тазы с водой, заливают сверху спермы и затем перемешивают. С рыбами надо обращаться крайне аккуратно, иначе они могут преждевременно выбросить икру и сперму. Между прочим, однажды в Дорсете при таком искусственном способе выращивания появились на свет 20 тысяч двухголовых мальков. Все они, разумеется, через месяц погибли. В естественных условиях они не дожили бы и до такого возраста. Французским зоологам совсем недавно удалось выяснить, что же определяет, в какой именно момент подросшим молодым лососем следует отправляться в далекий путь к морю. По всей вероятности, это регулируется щитовидной железой. В какой-то момент она начинает усиленно выделять в кровь йодистый гормон, от которого молодая рыба приходит в особенное возбуждение, разыскивает сильное течение и, отдавшись ему, перестает двигаться. Течение несет ее к морю, причем хвостом вперед, а головой назад. А уж там, с усиленным попаданием в организм натрия, лосось приходит снова в состояние равновесия. Путь на континент лососем на сегодняшний день преграждает все, и стиральные порошки, и человеческие нечистоты, и химические отходы фабрик, а также бесконечные плотины, дамбы и шлюзы. Но поскольку промысел лосось приносит столь колоссальный доход, удалось добиться того, чтобы возле многих плотин были устроены особые рыбопропускники, позволяющие лососем пробраться вверх по течению к своим нерестилищам. Но стоит это больших денег, да и гидроэнергетики жалуются, что от таких устройств теряется много воды, не попадающей на колес турбин. Сооружали уже и специальные лифты для рыб, в которых лососи заманивали сильным течением и затем поднимали вверх до уровня запруженной воды. Однако большей частью и это не помогало, потому что вода водохранилищ оказывалась слишком теплой для лососей, поэтому стали применять такой способ. Ниже плотины рыб вылавливали, грузили в специальные цистерны с водой и перевозили за многие километры вверх по течению, туда, где еще имелись стремнины, а в воде было достаточно кислорода. Но все подобные ухищрения весьма дорогостоящие и, к сожалению, не всегда приносят желаемый успех. Даже добравшись столь мучительным способом до верховьев реки, лососи зачастую не находят здесь привычных и необходимых для своего нереста условий. Образовавшиеся от подпора воды озера подчас очень глубокие, у них отвесные крутые берега, в то время как лососям для нереста нужна глубина не превышающая одного трех метров, да и ручьи, впадающие в реку или озеро, зачастую образуют теперь высокие водопады. Поэтому в Швеции, к примеру, издан закон, обязующий электростанции сооружать специальные рыбопитомники, способные выращивать ровно такое количество молодей лососей, которые прежде вылавливали в этой реке до постройки плотины. В начале 60-х годов 15 таких шведских рыбоприемников продуцировали ежегодно ровно миллион молодых лососей, из которых каждый десятый получал метку. В наше время уже совершенно необязательно добиваться, чтобы лососи могли достигать мест своего нереста, поднимаясь вверх по рекам, тем более, что им этого все равно не осилить в создавшихся условиях. Теперь лососевые косяки облавливают прямо в море с помощью модных ловчих сетей и всего современного оборудования рыболовецких судов вроде электро- или эхолокации. Таким образом, по меткам выяснилось, например, что 15% от всех выловленных в Балтийском море судами разных национальностей лососей выращено на шведских рыбозаводах. Нельзя сказать, чтобы шведов это приводило в большой восторг, и они всячески стараются добиться увеличение своей доли в улове балтийского рыболовного промысла, а реки, впадающие в Балтийское море, продуцируют сейчас от 7 до 8 миллионов лососей. Так что с помощью искусственного выращивания можно будет и дальше добывать миллионы лососей, несмотря на застроенность наших рек и загаженность воды, ставшей непригодной для рыб. А вот как быть с нами? Ведь нам-то самим придется и дальше продолжать пить эту воду. Глава 12 Оставьте в покое белых медведей. Кто хватает меня за шиворот? Их губит любопытство. Медведь в палатке. Дрессированные медведи для полярного исследователя Амундсена. В зоопарках размножаться не хотят. Радарные станции губительны для белых медведей. Беспомощные в воде и опасные на суше. «Кто там ухватил меня за шиворот?» спросил один из членов второй экспедиции Баренса, высадившейся в сентябре 1595 года на сибирском побережье в поисках особого вида алмазов. Стоявший рядом с ним товарищ крикнул «Это медведь!» и убежал. А медведь умертвил свою жертву, перекусив несчастному основание черепа. Когда на помощь подоспели другие члены экспедиции и пытались отогнать и убить медведя, он успел задрать еще одного человека, прежде чем удалось с ним расправиться. Один мой знакомый биолог Алвен Педерсен из Копенгагена, уже не раз зимовавший в Арктике, считается специалистом по белым медведям. Проштудировав все имеющиеся в мире публикации об этих животных, начиная с 890 года, он нашел, что за 1100 лет было лишь три случая, когда белый медведь без всякого на то повода напал на человека и умертвил его. Произошло это несколько лет назад на северо-восточном побережье Гренландии. Один охотник как-то вечером отошел недалеко от своей палатки и, выйдя на лед, сел и стал набрасывать эскиз окружающего ландшафта. Когда его хватились, то нашли лежащим на снегу с проломанным черепом, а следы вокруг не оставляли ни малейшего сомнения в том, что убийцей был никто иной, как медведь. По всей вероятности, оба описанных происшествия произошли из-за того, что медведи не сразу сообразили, на кого они, собственно говоря, напали. Ведь и в том, и в другом случае они не разорвали и не съели свою жертву, даже куска от нее не оторвали. Да и вообще неизвестно ни единого случая, чтобы белые медведи съели человеческий труп, несмотря на то, что могилы эскимосов и охотников промысловиков безусловно неоднократно предоставляли им такую возможность. Можно утверждать, что оба этих человека были убиты, так сказать, по ошибке. Дело в том, что медведи довольно узко специализированы по части питания. Очень редко кто-нибудь из них позарится на овцы быка в Гренландии, уж не говоря о северных оленях, которых медведю не догнать. В лучшем случае они в годы сильного размножения леммингов примутся переворачивать камни и прихлопывать лапой разбегающихся во все стороны маленьких грызунов. Движения их при этом выглядят со стороны такими неуклюжими и забавными, что даже странно, как они ухитряются добывать себе подобным способом пропитания. Но основной и главной пищей белых медведей служат тюлени. Охотится на них белый медведь с доисторических времен одним и тем же испытанным способом. Либо он подкрадывается к спящему тюленю, ползя на брюхи по-пластунски, причем очень медленно и по возможности под прикрытием ледяных торосов и сугробов. Притом он выбирает тюленей, которые находятся в стадии линьки и поэтому особенно вялые и сонные. Убивает он их сокрушительным ударом своей мощной передней лапы. Утверждают, что медведи левши и бьют всегда с левой или укусом в голову. Если же тюлень лежит на другой льдине и их разделяет вода, медведь очень тихо, стараясь не шуметь, сползает задом в воду, подплывает к намеченной льдине, причем на последние несколько метров заныривает и затем выпрыгивает возле самой жертвы на лед, отрезая ей спасительный путь к воде. Может он и терпеливо караулить возле отдушины во льду, которые тюлени используют для того, чтобы время от времени набрать воздуха, плавая подо льдом. Стоит тюленю в таком случае только высунуться, как медведь метким ударом разбивает ему голову о кромку льда. Некоторые виды тюленя устраивают себе родильные камеры в метровом слое снега, покрывающим лед. Вход в такую нору устроен снизу, через расширенную для этой цели отдушину. Сверху, на снежных полях, подобные жилища остаются абсолютно незаметными. Однако белые медведи чуют их даже сквозь метровую толщу снега, а иногда и через полутора метровую. Так что по части обоняния они далеко переплюнули и собак, и волков. Те чуют запахи на глубину не более 50-75 сантиметров. Обнаружив такую тюленью нору, медведь в мгновение ока ее раскапывает и хватает в первую очередь детенышей тюленя. Полярным летом он довольствуется мясом, зимой же поглощает почти одно только сало, которое срывает в спешке вместе с целыми кусками кожи. Но любимым его блюдом всегда остаются потроха. Животные, приспособленные только к какому-то определенному виду и способу питания, лишь с большим трудом привыкают к другим новым для них обстоятельствам, к непривычной обстановке. На наш взгляд, они недостаточно интеллигентны. Так белые медведи за последние несколько столетий все еще не уразумели того, что именно человек их единственный настоящий и опасный враг, и что нужно немедленно убегать, как только завидишь его даже совсем издали. Охота на белого медведя так, как она проводится на сегодняшний день, не только совершенно не опасна, но и не требует никакой особой подготовки охотника, рассказывает опытный полярник Педерсон. Именно поэтому некоторые норвежские экскурсионные бюро стали с недавних пор приглашать иностранных туристов в увеселительные путешествия по Заполярью с непременной охотой на белого медведя, входящие в программу. Один такой новоявленный охотник Эрнст Людвиг с тремя другими и командой из пяти человек отправился на яхте на Шпицберген, чтобы развлечься охотой на тюленей и белых медведей. Первого медведя они увидели у земли Франца Иосифа и бросили жребий кому из охотников он достанется. Медведь не обратил на них ни малейшего внимания, хотя их лодка подъехала к нему на расстояние ста метров. Следующих медведей им удалось подманить поближе жареным тюленьем жиром, а потом с удобного расстояния застрелить, а те добродушно играли, не ожидая никакого подбоха со стороны этих непонятных двуногих существ. Один профессиональный охотник, перезимовавший севернее Шпицбергена на небольшом островке в 1959 году рассказывал, что убил 129 белых медведей и снял с них шкуры. Биолог Шайн из Пенсильванского государственного университета на восточном побережье Шпицбергена опробовал способ отлова белых медведей с помощью наркотических зарядов. Вот что он пишет. Медведь явно издевался над нами. Он отплыл на расстояние 100 метров, где становился практически недосягаемым для нас, вылез на льдину и просто перестал нас замечать. Он принялся преспокойно поглощать остатки валявшегося там тюлень его мяса. А нам не оставалось ничего другого, как фотографировать его. Что касается медведицы, то она не обращала на нас ни малейшего внимания, даже тогда, когда мы начали приближаться к ней по льдине, хотя мы и не делали никаких попыток спрятаться. И только когда наши наркотические заряды задели шерсть на ее спине, она встала и ушла. Очень скоро все же удалось это трех-четырехлетнее животное весом в 190 килограммов усыпить наркотическим зарядом, связать и затащить в клетку, установленную на палубе судна. Таких медведей затем метят цветными ошейниками и снова отпускают на волю, чтобы получить возможность прослеживать их сезонные миграции. Я невольно задаю себе вопрос, о каком охотничьем азарте может идти речь у того, кто решается убивать таких доверчивых и добродушных животных? Но чаще всего медведи все же предпочитают уклониться от встречи с таким незнакомым и странным явлением, как человек. Заметив его издали, они осторожно удаляются, притом не слишком быстро. Шагает медведь не быстрее человека. Если у вас есть собаки, ему никуда не уйти. Они очень быстро его догонят, начнут бешено облаивать со всех сторон, хватать за задние ноги, пока он наконец не остановится и не усядется на снег. Тогда можно подойти к нему на расстоянии пяти метров и со всеми удобствами застрелить. даже раненый медведь на человека не нападает, если ему есть куда убежать. Если ружье отказало, достаточно бросить его на землю и кинуться прочь. Медведь не бросится в догонку, а займется ружьем. И только в редчайших случаях зверю удается уйти, если он сумеет скрыться под водой или забраться высоко в скалы. Однако нередко медведи, присущие им любознательностью, не замышляя ничего дурного и не ожидая никакого подвоха, стараются подойти поближе к такому удивительному человеческому существу. Эскимосы в этих случаях умеют очень быстро отличить подобного любопытного медведя от агрессивного. Как только он отвернется, они принимаются кричать, размахивать руками или подбрасывать в воздух предметы одежды, чтобы снова привлечь его внимание. Случается, что медведи подходят по льду совсем близко к судам и разглядывают их с большим удивлением. Они даже охотно принимают угощения, куски сала, которые им протягивают на палки с палубы. Однажды их внимание привлекла пустая бочка, оставшаяся лежать на льду. Медведи со всей округи собрались на нее поглазеть. Сначала они приближались к ней очень осторожно, но потом толкнув пару раз лапой принялись перекатывать с места на место да так увлеклись этой игрой, что вскоре укатили бочку за километр от того места, где ее нашли. Мужчина, толкавший впереди себя сани и направлявшись к пароходу, только благодаря возбужденным крикам своих товарищей обратил внимание на то, что по пятам за ним идет медведь, принюхиваясь к его одежде. Когда зимой 1633-34 года на острове Ян-Майен впервые зимовали европейцы, а именно семь голландцев, им непрерывно приходилось отбиваться от любопытствующих белых медведей. Несколько из них им пришлось пристрелить, после чего остальные постепенно стали вести себя осторожнее и убегать при виде ружья. Но обо всех этих приключениях можно было узнать лишь из дневников, которые вели зимовщики, потому что последний из семи человек скончался 30 апреля от цинги. Эскимосские женщины, собирая летом ягоды, неоднократно натыкались на белых медведей, однако те их ни разу даже не тронули и не бросались вдогонку. Однако взрослых, самоуверенных самцов белых медведей лишь выстрелами удается удерживать от проявления любопытства. Вот что сообщает некто Пайер, участник одной из полярных экспедиций. Когда члены экспедиции в 1876 году зимовали возле острова Сабина у северо-восточной Гренландии, случилось так, что один матрос покинул корабль и отправился в одиночку осматривать вершину соседней горы. Забравшись наверх и присев отдохнуть, он внезапно обнаружил, что в нескольких шагах от него стоит огромный белый медведь и внимательно его разглядывает. Дико перепугавшись, матрос бросился бежать вниз по склону горы. Однако обернувшись, увидел, что медведь бежит за ним и расстояние между ними катастрофически сокращается. Человек принялся кричать, но медведь нисколько не испугался, более того, казалось, что крик его только по-настоящему раззадорил. Чтобы отвлечь его внимание, матрос сорвал с себя куртку и бросил под ноги своему преследователю. Медведь действительно обследовал ее самым тщательным образом, но затем возобновил погоню в удвоенном темпе. Матрос продолжал сбрасывать на бегу другие предметы своей одежды и хотя медведь каждый раз останавливался и с интересом их обнюхивал, тем не менее он затем без труда нагонял беглеца и под конец оказался уже так близко, что тот, сбросив медведю на голову свой шарф, в изнеможении остановился. Медведь подошел к нему и обнюхал его руки, так что перепуганный матрос явственно ощутил холод его мокрого носа. За это время остальные зимовщики уже хватились парня и услышали его крики о помощи, к нему поспешили навстречу и когда медведь увидел приближающуюся по льду группу возбужденно жестикулирующих людей, он предпочел убраться в освоясь. Один из спутников Фритьо Фанансена, пробираясь в темноте по льду, наткнулся на голодного медведя, который укусил его вбок. Но как только моряк ударил медведя фонарем по голове, тот немедленно исчез. Хуже пришлось другому члену экспедиции, ученому доктору Бергену, который решил поздно вечером невдалеке от корабля понаблюдать за звездами. Когда он возвращался, к нему сзади подкрался медведь и, свалив мощным ударом лапа на землю, укусил в голову. Человек явственно услышал, как хрустнули кости его черепа в зубах хищника. Крик пострадавшего только на миг отпугнул разбойник. Затем он вернулся снова и укусил свою жертву вторично и снова в голову. Когда спутники Бергена, заслышав крики, начали спускаться с палубы, хищник схватил свою жертву за голову и стал оттаскивать в сторону. Настигнутый выстрелом, он на какое-то мгновение выронил свою ношу, но затем схватил за руку и потащил дальше. Только тогда, когда люди подбежали к нему почти вплотную, медведь наконец отступился от добычи и исчез в темноте. Когда домики экспедиции или охотничьи избушки в Заполярье остаются более года необитаемыми, их, как правило, находят взломанными и тщательно обследованными. Обычно это проделывают медведи, изголодавшиеся за долгую полярную зиму, потому что съедают в таких случаях не только все маломальски съедобное, но и то, что хоть чем-то его напоминает гуталин для сапог, меховую одежду, резину, замазку для окон. Не брезгуют они и солью. Чего только не исчезало в таких медвежьих желудках. Однажды при подобном ограблении медведи утащили семнадцать мешков с сеном, разбросав его по всей округе и старательно затыкали им отдушины во льду. Что касается палаток, то их медведи, хотя и рассматривают с большим вниманием из близкого расстояния, тем не менее проникнуть в них почему-то боятся. Когда такое однажды все же произошло, разбуженные вторжением люди подожгли коробку спичек и сунули под нос любопытному мишке, отчего он кинулся удирать как бешеный. Во время первой зимовки Педерсона возле скорос безунда молодая самочка белого медведя проникла в сарай с провиантом. Ей там так понравилось, что она решила не уходить оттуда и разлеглась спать на мешке с мукой. В другой раз молодой белый медведь совершенно спокойно вошел в полуоткрытую дверь домика, в котором находился Педерсон с одним из своих спутников. Завидя людей, мечущихся по комнате в поисках оружия, медведь настолько испугался, что в первый момент застыл словно каменный. Потом он сделал попытку подняться на дыбы, но низкий проем двери ему этого не позволил. Секунду он стоял и рассматривал людей, причем беспомощные выражения его глаз явственно выдавало его полную растерянность. Затем он попятился назад и с такой скоростью исчез из виду, что Педерсону, выбежавшему вслед за ним из домика, удалось увидеть лишь как он сполз с края льдины и скрылся под водой. Впрочем, можно очень легко отличить, с какими намерениями к вам приближается белый медведь. Если его гонят не любопытство, а голод, то он будет краситься, используя любое прикрытие, чтобы спрятаться, будет подползать на брюхе по-пластунски. Если же его разбирает любопытство, он будет подходить совершенно открыто, правда, делая вид, что пришел абсолютно случайно, не слишком-то демонстрируя своего интереса. Карл Гагенбек однажды по просьбе полярного исследователя Руаля Амундсена 1872-1928 заказал дрессировщику Ройбину Кастангу выдрессировать группу из 21 белого медведя, чтобы они тянули за собой сани. Ему удалось этого добиться за 9 недель, причем без особых трудностей. Однако, поскольку дрессировщик не согласился принять участие в полярной экспедиции, а Амундсен опасался, что медведи не подчинятся кому-нибудь другому, то из этой затеи так ничего и не вышло. Медведей же использовали для циркового номера. Белый медведь вечный странник. Вокруг северного полюса на огромной прочной ледовой шапке белых медведей нет. Вместе с дрейфующими льдами они кочуют по полярным морям Северной Сибири, Скандинавии, Гренландии, Канаде и Аляске. Каждый из них ярко выраженный индивидуалист и сохраняет по отношению к своим сородичам вооруженный нейтралитет. Никто никого не трогает, но при встрече предусмотрительно обходят друг друга стороной. Случаются правда драки из-за добычи или из-за самочки, но до смертельного кровопролития дело никогда не доходит. За медведицей весной в период размножения следует, как правило, по три-четыре самца, но всегда на почтительном расстоянии один от другого. Оплодотворенное яйцо в материнском организме по-видимому месяцами остается как бы законсервированным. Во всяком случае оно не развивается дальше до тех пор, пока медведица не заляжет в свою берлогу, впадая в спячку на всю долгую полярную ночь. Летом, по крайней мере, никому не приходилось застрелить самку медведя с оформленным эмбрионом в матке. В новорожденных медвежат в полярной области никто никогда не стреляет. А почему? Потому что их не встретишь. Их можно увидеть только в зоопарках. Это крошечные существа размером не больше крыс и весом чуть больше одного фунта, притом поначалу совершенно слепые. В зоопарках же белые медведи, в отличие от бурах, размножаются чрезвычайно редко. Исключением является Нюрнбергский зоопарк, где, как сообщил мне его директор доктор Зайц, с 1945 по 1960 год появилось на свет 37 белых медвежат, 19 из которых благополучно удалось вырастить. Снежная берлога, которую самка белого медведя устраивает для себя в начале зимы, невысока, лишь бы медведица стоя могла в ней поместиться. Поскольку стены такой берлоги ледяные и не продуваются ветром, то и температура внутри держится выше нуля, точно так же, как это наблюдается в иглу снежных хижинах эскимосов. Вход в такую берлогу вскоре засыпается снегом. Когда же весной медведица выбирается из своего теплого зимовья, за ней гуськом следует ее потомство. Спать медвежата укладываются, прячась меж теплых лап своей мамаши и до достижения полуторагодовалого возраста, то есть до тех пор, пока они не перезимуют одну зиму, никогда не лезут в воду. Любимая игра маленьких медвежат это катание с горки. Мать тоже принимает участие в их играх. Они забираются на склон, ложатся на живот, вытянув задние ноги и с восторгом съезжают вниз. Медвежата готовы без конца и самозабвенно предаваться подобным развлечениям. Материнское молоко они сосут почти до двухлетнего возраста и долго остаются при матери. Иногда можно встретить медведицу с сыновьями, которые ростом уже выше нее самой. Таким образом проходит не менее трех лет, пока дело дойдет до следующего спаривания, да и молодые самочки становятся полувозрелыми лишь с четырехлетнего возраста. Самцы растут вплоть до восьмилетнего возраста. Размер такого взрослого медведя от кончика носа до кончика хвоста составляет два с половиной метра. Самки достигают обычно двухметровой длины. Самец весит, как правило, от 400 до 450 килограммов. Одна итальянская экспедиция сообщила, что застрелила медведя размером в два метра восемьдесят восемь сантиметров и весом в восемьсот килограммов. Но подобных цифр больше никогда ни от кого не приходилось слышать. Когда наступает полярное лето, белые медведи становятся азартными сборщиками ягод. Одинаково охотно они собирают и чернику, и шикшу. По их синим ртам, а также по содержимому желудков застреленных особей, можно легко убедиться в том, что они способны неделями питаться одними только ягодами. Едят они охотно и сочную траву и другие растения. Случалось уже видеть белых медведей, ныряющих на мелководье за морскими водорослями. Попавшие же в желудок листья деревьев остаются непереваренными. Белые медведи, точно так же как бурые, страстные рыболовы. Они заходят в устье больших северных рек, когда лососевые необозримыми стадами направляются из моря вверх по течению передней лапы, однако отнюдь не столь ловко, как это проделывают их родичи бурые медведи. В мясе белых медведей, точно так же как и у свиней, могут встречаться трехины. Уже ни один полярный исследователь, поев непроваренные медвежатины, погиб мучительной смертью. Печень медвежья еще опаснее. Она ядовита из-за сильно повышенного содержания витамина А. У того, кто отведал этой печени, вскоре может начаться головная боль, рвота, а через несколько дней начнет шелушиться кожа на всем теле. Эти огромные белые создания когда-то населяли все моря и их побережья, там, куда только дрейфовали льды. Более ста лет назад их еще можно было встретить в Лабрадоре вместе с обитавшими там бурыми медведями, причем оба вида вполне ладили между собой. Следовательно, они были способны обитать на 52 градусе северной широты, что соответствует высоте Штутгартена. Итальянский мореплаватель Кабот в 1497 году высадился на острове возле Ньюфаундленда, который был полон белыми медведями. Дрейфующие льды заносили их время от времени и в Исландию. На суше белые медведи пребывают только зимой, когда самки спят в своих берлогах. Но сон их нельзя считать настоящей спячкой, потому что потревоженные чем-нибудь, они моментально взбадриваются, словно бы и не спали. Поскольку летом медведи вместе с огромными медленно дрейфующими ледовыми полями кочуют вслед за своей основной добычей тюленями по Арктике, они неизбежно сталкиваются с промысловиками, тоже добывающими тюленей. Поэтому белые медведи и становились постоянно легкой добычей промысловых судов. Нигде их по-настоящему не охраняли. Да это и невозможно без общего международного соглашения, потому что они обитают ведь ни в одной какой-либо стране, а постоянно кочуют и нигде надолго не задерживаются. Следовательно, спасти их от постепенного истребления можно только всем сообща. В 1968 году Международный Союз Охраны Природы и Природных Ресурсов МСОП создал специальную рабочую группу по белому медведю, в задач которой входит разработка программы методов изучения белого медведя, а также разработка рекомендаций по его охране. По инициативе МСОП всеми странами, владеющими Арктикой, в 70-х годах были приняты меры по охране этого вида. Так, в Канаде и Гренландии охота разрешена только коренным жителям эскимосам в определенные сроки и по установленным нормам. На Аляске запрещена спортивная охота с самолетом. В Норвегии охота запрещена полностью. В 1973 году было подписано международное соглашение между Данией, Норвегией, Канадой, СССР и США о прекращении охоты на белого медведя в международных водах. А тем временем из более южных районов своего ареала белые медведи за последние столетия уже окончательно исчезли. Но хуже всего сложилась обстановка для этих зверей, когда после открытия Шпицбергена и Новой Земли охотники проникли в основные места пребывания тюленей и белых медведей. Насколько катастрофично снизилось число медведей буквально за последнее десятилетие, явствует хотя бы уже из статистики норвежских тюленей промысловиков. Вплоть до 1925 года они еще убивали ежегодно 700-800 белых медведей, привозя домой их шкуры. Незадолго до последней мировой войны шкур бывало ежегодно уже только 350. По предварительным подсчетам с 1924 по 1945 год этих животных на Земле стало ровно наполовину меньше. И с каждым годом число их все убывало. Особенно опасной для обитания медведей сделалась обстановка с тех пор, как американцы начали помимо метеорологических станций создавать в Заполярье еще и опорные военные базы. Туда постоянно летают самолеты, происходит периодическая смена личного состава, а у солдат уже установился некий неписанный закон. Кто же возвращается из Арктики без шкуры белого медведя? А ответственные за сохранность природных богатств учреждения не отдают себе по-видимому отчета, что, попустительствуя подобному положению вещей, они способствуют уничтожению культурных ценностей и общего достояния всего человечества, которое невозможно воссоздать, как воссоздаются разрушенные войной города. биолог Харрингтон, который зачастую проводит длительное время в Арктике и специализируется на изучении белого медведя, оценивает их поголовье в Канадской Арктике в 6-7 тысяч голов, а все мировое поголовье несколько более 10 тысяч. По подсчетам Харрингтона на Аляске ежегодно убивают около 200 медведей, в Канаде 600, в Гренландии и Норвежской Арктике между 150 и 300. До 1956 года, пока в Советском Союзе не был введен строжейший закон об охране белых медведей, там тоже их отстреливали. Следовательно, ежегодно более 1200 белых медведей расставались с жизнью. Никакой охраной эти животные не пользовались до самого последнего времени во всей северной области Норвегии, разве что только на весьма ограниченном участке, расположенном восточнее Шпицбергена, где некоторые медведицы производят на свет свое потомство. В Советском же Союзе, начиная с 1956 года, разрешается лишь отлавливать живых медвежат для зоопарков примерно от 20 до 40 в год, а на острове Врангеля медведей вообще трогать запрещено. Советский Союз был первым среди всех стран, в которых водятся белые медведи, кто взял это вымирающее животное под полную охрану государства. должно было пройти еще с десяток лет, пока наконец и другие страны, в том числе Канада, США, Дания и Норвегия сделали то же самое. Известный советский зоолог Савва Успенский провел немало времени у северных побережий Советского Союза на островах и ледовых полях Северных морей. Знакомство с ним доставило мне огромное удовольствие. Этот человек энергичный, обаятельный, большого личного мужества. Он отлавливал белых медведей, метил их, а затем выпускал снова на волю и проводил за ними длительные наблюдения. Особо интересные и поразительные исследования проведены им на острове Врангеля, этом родильном доме белых медведей, где он бесстрашно проникал внутрь родильных берлог медведиц, проводя учет медвежат. Очерки об этих удивительных работах Успенского с интересными иллюстрациями опубликованы во многих статьях и нескольких книгах. Вылезая из воды мокрым, как губка, белый медведь даже без всякого отряхивания вскоре делается уже совершенно сухим. Мех его наполнен воздухом и поэтому держит тепло. Эскимосы недаром уже с давних пор всегда испытывали пристрастие к медвежьим шкурам, даже несмотря на их необычную тяжесть. Длина шерсти на брюхе медведя достигает 20 сантиметров. Черными пятнами на белом медведе остаются только нос и когти. Тем не менее, нередко встречаются сообщения о белых медведях с синими ногами. Это объясняется тем, что когда медведям долго приходится пробираться по покрытому шершавой ледяной коркой снежному насту, шерсть на их лапах обтрепывается и начинает просвечивать темная кожа. Поэтому, когда белые медведи в зоопарках вдруг ни с того ни с сего начинают местами линять, это всегда неприятно бросается в глаза и выглядит очень некрасиво. Особенно часто шерсть у них начинает выпадать на шеи и плечах. Неясно от чего бы это. Причины до сих пор остаются невыясненными. В большинстве случаев после неоднократной обработки средствами от насекомых шерсть на облинявших местах вновь отрастает. Поэтому считается, что возбудителями подобных облысений являются какие-то клещи. Но видеть их еще никому не приходилось. Подозрение пало и на кожные грибки. Однако осмотреть взрослого белого медведя не подвергая его наркозу. Сами понимаете, дело почти безнадежное. Они ведь никогда не бывают достаточно ручными, а наркоз для многих животных все же чреват смертельной опасностью. В воде белый медведь абсолютно беспомощен. Сидя в весельной лодке, а еще лучше, разумеется, в моторной, его можно преспокойно гнать перед собой и с помощью шеста или весла направлять в нужную сторону. Эскимосы, например, таким способом транспортируют плывущих медведей к своему стойбищу и убивают уже где-то поблизости от него, вместо того, чтобы тащить эдакую тяжеленную махину откуда-нибудь издалека. Плывущий медведь быстро устает. Так один из них, которого заставили проплыть полчаса, настолько утомился, что, взобравшись на льдину, тут же улегся отдыхать. Он подпустил фотографа на расстояние всего нескольких метров, не сделав ни малейшей попытки удрать или обороняться. Падаль они способны учуять за несколько километров, и когда случается, что кит, попав на мелководье, обсохнет и покимнет, то тут уж непременно со всех сторон сбежится целая компания белых медведей. Стараясь учуять едва уловимый запах, они принимаются в поисках его, качать головой из стороны в сторону, движения, которые часто можно наблюдать у белых медведей в цирке или зоопарке, в особенности, когда они содержатся в тесных помещениях. В неволе они способны иногда дожить до 35-летнего возраста. Об одном волнующем происшествии сообщает Алвин Педерсон. Однажды он со сворой собак преследовал белого медведя. Зверь выбежал на молодой еще не окрепший лед, который при ходьбе по нему прогибался под ногами. Но Педерсона это не испугало, потому что он знал, что даже тонкий морской лед достаточно прочен и способен выдержать основательную тяжесть. Но внезапно медведь принялся вытворять нечто непонятное. Остановившись, он начал подпрыгивать и шлепаться изо всей силы на лед, пока льдина под ним не треснула и он не провалился задними ногами в воду. Провалились в воду и собаки и сам Педерсон, хотя он и бросился тут же плашмя на лед. К счастью, ему удалось в скорости выбраться на прочный припай, а оттуда добежать поскорее до своего домика, где он поспешно сбросил намокшую одежду и залез в спальный мешок. Случись это где-либо подальше от дома неудачливый охотник в своей мокрой одежде неминуемо замерз бы и погиб. Глава тринадцатая. Наш заяц русак неизученное животное. Самая многочисленная дичь Европы. Двести тысяч задавленных под колесами ежегодно. Зайцы ярко выраженные индивидуалисты и влюбленные глупцы. Эмбрионы за эмбрионами. Зайцы в Древнем Риме. Откуда у зайцев врага? Заяц храброе животное. ФРГ сейчас живет меньше баварцев, чем зайцев. Заяц русак в нашей стране наиболее многочисленное и в то же время совершенно неизученное животное, хотя и причисляется теперь крупной дичи, из чего видно, сколь оскудели и поскромнели представители прежде столь разнообразной и многочисленной отечественной фауны. На сегодняшний день в Федеративной Республике Германии бегает свыше миллиона зайцев и лишь 600 тысяч косуль и 60 тысяч оленей. За один только год около 200 тысяч зайцев погибает на шоссейных дорогах под колесами машин, а свыше миллиона съедается. И тем не менее, еще каких-нибудь 20 лет назад мы не знали многого об образе жизни этих животных, хотя они были известны уже во времена древних греков. Недаром до наших дней дожили разные нелепые утверждения относительно зайцев, которые упорно передаются их с поколения в поколение, вроде того, что они спят с открытыми глазами, что могут скрещиваться с домашними кроликами, продуцируя гибридов, и что время от времени можно увидеть зайцев с рожками. Кроме того, заяц почему-то служит олицетворением трусости. Что касается зайчьего населения Федеративной Республики, то численность его медленно, но верно снижается, как, впрочем, и численность всех других обитателей открытых полей, в то время как лесных животных постепенно становится больше. Причем виноваты в этом не столько лисы, кошки или собаки, и даже не вся пребывающая армия охотников гроза зайцев, а скорее химические средства борьбы с насекомыми, мышами, крысами и другими вредителями. Но зато наши косые завоевали такие области, в которых им, казалось бы, и не положено водиться. Ведь заяц русак обитатель безлесных открытых равнин. Наиболее многочисленны они в плодородных равнинах Нижнего Дуная. Однако за последнее время отдельные расы зайца русака проникли в леса или поднялись в горы, откуда вытеснили зайца беляка, с которым создали смешанное гибридное потомство. С 1825 года серые зайцы русаки в России интенсивно распространились на восток и север, частично путем искусственного расселения человеком, и заняли таким образом вновь 2,5 миллиона квадратных километров земли. Помимо южной части Западной Сибири, они населили и восточно-фрисские острова, Ирландию, южную часть Швеции, где их прежде никогда не бывало, Северную и Южную Америку и Аргентину, где они тоже частично потеснили местные виды зайцев. В Югославии, Венгрии и Польше их ежегодно отлавливают десятками тысяч и продают за границу для дальнейшего расселения. Таким образом, большая часть нынешних немецких зайцев потомки венгерских или югославских. Захват новых мест обитания и отпор многочисленным своим врагам зайцы осуществляют путем деторождения интенсивного и скоростного. Самцы отчаянно дерутся за зайчих, да так, что клочья шерсти разлетаются во все стороны. Они поднимаются на задние лапы и обрабатывают друг друга передними, подпрыгивая вверх и пиная противника задними ногами в живот. Вокруг подобных ресталищ собирается всегда много птиц, которые охотно используют такую неожиданную благодать, валяющуюся вокруг шерсть, для утепления своих гнезд. А зайцы в своем любовном угаре перескакивают через зайчих, орошая их при этом мочой, или подбрасывают заднюю часть корпуса кверху, целясь в предмет своего вожделения струей мочи. Таково уж обхождение у зайчих кавалеров. А поскольку зачастую можно наблюдать, как 10-12 зайцев одновременно лупцуют друг друга из-за одной зайчихи, то среди охотников упорно бытует неверное представление о том, что самцов у зайцев значительно больше, чем самок. Но это неверно. Зайчиха четыре раза в год приносит потомство. Иногда от двух до трех зайчат, иной раз лишь одного, а бывает, что и пятерых. Те, что родились весной, осенью бывают еще неполовозрелыми. По всей вероятности, зайчиха кормит молодняк лишь два-три раза в день, а все остальное время держится от него отдельно и пасется сама. Уход за своим потомством она совершает настолько скрытно и незаметно для чужих глаз, что один лесник рассказывал мне, что за все 30 лет службы только дважды застал зайчих за этим занятием. Зайчата, хотя и весят поначалу всего по 130 граммов, то есть 3% от веса тела матери, тем не менее в случае необходимости в возрасте трех недель в состоянии обойтись без материнского молока и перейти на подножный корм. Да и вообще с семейными привязанностями у зайцев дело обстоит прям скажем совсем неважно. Молодые самцы после спаривания совершенно перестают интересоваться самками, да и старые зайцы живут каждый поодиночке бобылями. Даже если какая-то местность густо населена зайцами-русаками, они никогда не подают друг другу сигналов об опасности при приближении врага, как это делают многие другие виды животных, например сурки и кролики и галки, у зайцев каждый должен позаботиться о себе сам. Влюбленный заяц иногда может настолько потерять голову, что кинется прямо под ноги человеку, если тот будет спокойно стоять, прислонившись к дереву. Однажды такой шальной зайчишка, обмешурившись, кинулся догонять охотничью собаку, бежавшую рядом с машиной своего хозяина, приняв ее за зайчиху. Велико же было удивление обоих, когда он ее догнал. Но тем не менее, с домашними кроликами они никогда не скрещиваются, и никакого смешанного потомства у них не получается, сколько бы некоторые фермеры не пытались это утверждать. Все лепориды, которых предъявляли в качестве подобных гибридов, при более тщательном анатомическом обследовании оказывались с самыми обычными домашними кроликами. Эти два зверька вовсе не такая уж близкая родня, как может показаться на первый взгляд. Дикие кролики живут в земляных норах, а зайца нет. Зайчьи детеныши появляются на свет зрячими и шерстным покровом, в то время как кроличьи слепыми, голыми и беспомощными. Так называемые заячьи кролики, не что иное, как одна из пород кроликов, шерсть которых серого заячьего цвета только и всего. Поскольку зайчата большую часть времени проводят одни, затаившись где-нибудь в траве, то наткнувшиеся на них люди готовы поклясться, что нашли бедного сиротку и чувствуют себя обязанными забрать его с собой домой. Но содержать в домашних условиях дикого зайца дело хлопотное и непростое, о чем будет сказано несколько позже. И напрасно многие считают, что зайчиха не примет назад своего детеныша после того, как его потрогал человек. Это ерунда. И все же трогать найденыша не рекомендуется. Может статься, что подобная пиглица окажет бешеное сопротивление и нанесет вам весьма ощутимые царапины. Уже древние греки гонялись за зайцами с дубинками, сетями, стрелами и копьями. Но помимо желанного охотничьего трофея, зайцы являлись для них символом любви и были столь популярны, что их специально отлавливали с тем, чтобы расселять на островах, где они прежде не водились. Но там зайцы вскоре превращались в злостных вредителей, объедая начисто всю зелень и опустошая все вокруг, над чем злорадные соседи Греции от души смеялись. Впрочем, тогда в древней Греции и вообще в античную эпоху животных наблюдали и изучали более пристально, чем гораздо позже в Средневековье. Так, у Геродота еще можно найти сообщение о том, что у зайчихи, принесшей потомство, в череве уже зреет следующее. Долгое время такое утверждение считали чепухой. Но вот не так давно профессор Хедигер провел тщательные исследования над содержащимися в неволе зайцами и выяснил, что так оно и есть. Во всяком случае, из научно-исследовательского института в Познане, где уже в течение многих лет разводят зайцев путем клеточного содержания, сообщают, что зайчих, как правило, за пять или семь дней до производства именно свет потомства, самцы снова покрывают. Высказывается предположение, что в то время, как старшие эмбрионы находятся в одном роге матки, в другом уже развиваются новые. Однако наличие в матке вскрытой зачихи разновозрастных зародышей пока еще ни разу не удалось установить документально. Но тем не менее, несмотря на то, что обычный срок беременности у зайцев 42 дня, зайчихи могут при случае по своему усмотрению сократить интервал между двумя пометами. Не правда ли, трудно даже поверить, что нечто столь необычное и удивительное в течение многих столетий оставалось незамеченным нами, неизученным, да при том у животного, которое миллионами отстреливалось и поедалось. В старину существовало поверье, что даже самый омерзительный урод, поевший зайчатины, в течение последующих девяти дней будет прекрасен и пригож. С этой целью в Риме старались разводить побольше зайцев, содержая их за высокими гладкими каменными оградами, через которые не могли проникнуть хищники, а самим длинноухим не под силу было перескочить. Нерон устраивал в цирке представление, где львы ловили зайцев. Особенно он был заинтересован в белых зайцах, что выглядело более эффектно. Их, по слухам, привозили ему из Аркадии, страны счастливых пастушков. По всей вероятности, их специально для такой цели и разводили. Подобные белые зайцы с красными глазами встречаются иногда и у нас. Заяц русак обычно придерживается своей родины. Вся жизнь одной особи протекает, как правило, на территории не превышающей 500 гектаров. Когда однажды 116 молодых зайцев пометили ушными метками и снова отпустили на волю, то 60% из них некоторое время спустя подстрелили в радиусе двух километров от места выпуска, а 90% недалее 5 километров. Только один единственный экземпляр откочевал на расстоянии 40 километров. Однако животные, завезенные из каких-то других стран и выпущенные затем на волю, способны откочевать и значительно дальше. Но чтобы зайц, завезенный к нам из Венгрии, как сообщалось, спустя некоторое время был подстрелен снова в Венгрии, следовательно, пробежал несколько сот километров назад, в это я, простите, что-то поверить не могу. Поскольку каждому зайцу уготована смерть от дроби охотника, то животные эти обычно не доживают до преклонного возраста. Среди подстреленных две трети бывают обычно моложе года, а три процента от трех до семи лет от роду. Из подстреленных самок число половозрелых особей составляет обычно примерно пятую часть. Но если зайцу даровать жизнь, он может дожить и до значительно большего возраста. Так у зоолога доктора Эрне Мора заяц прожил в неволе девять лет, а на воле как-то подстрелили одного сушной меткой вдетой двенадцать лет назад. на участке на участке, на котором обитает заяц и который он считает своим, он устраивается наиболее удобным и безопасным для себя образом. Обычно он не бегает просто так, не разбирая дороги, а прокладывает себе тропы, на которых специально скусывает траву. В народе подобные тропки называют ведьмиными. Кроме того, у него всегда имеются лёжки, где он отдыхает и спит. Большей частью это продолговатые ложбинки около сорока сантиметров в длину, в которых он сидит, затаившись так, что его совершенно невозможно заметить. Поэтому всем его врагам, включая и человек, бывает так трудно обнаружить зайца, если он не бежит. Иной раз можно пройти в трёх шагах от такой лёжки и не заметить затаившегося в ней зайчишку, а он и не шевельнётся. Но если его случайно всё же обнаруживают, то всегда замечают, что глаза у него широко раскрыты. Отсюда, по-видимому, и произошла сказка о том, что заяц якобы спит с открытыми глазами. Нет, заяц в таких случаях не спит, просто у него необыкновенно крепкие нервы, дрожит от страха, но не убегает, надеется на свою защитную окраску. Известен случай, когда один такой заяц регулярно затаивался в лёжке, вырытый им в нескольких шагах от рельсов железной дороги. Каждый день мимо него громыхали составы скорых и товарных поездов, но храбрый зайчишка не убегал. Когда же зайцу становится уже невыносимо страшно, он буквально взрывается, взметнувшись высоко вверх, кидается прочь. Неподготовленный человек или пёс, ошарашенный таким внезапным появлением зайца, не могут сразу же прийти в себя и броситься в погоню, так что проходит пара секунд, за которые длинноухий успевает отбежать на порядочное расстояние. Ведь догоняя его на машине, уже удалось выяснить, что он может развить скорость в 60 км в час. Чувствуя, что собака его вот-вот настигнет, зайц начинает применять свои знаменитые трюки, не говорящие, однако, о какой-либо его особенной хитрости или изобретательности, как это принято считать. Такое поведение для зайца является просто врожденным. Иногда эти обычные зайчьи фокусы выражаются во внезапном изменении направления бега. На полном ходу зайц сворачивает в сторону, а преследователь неизбежно проскакивает мимо и только постепенно может преодолеть инерцию. Если зайцу удалось оторваться от своего преследователя, он начинает петлять, поворачивает назад и пробегает некоторые расстояния по собственному следу, затем делает огромный прыжок в сторону, иногда до 2,7 метра и, запутав таким образом следы, бежит дальше. Такую уловку он может проделать несколько раз подряд. А собака, бегущая, опустив нос к земле и принюхиваясь, внезапно обнаруживает, что след утерян, бежит назад, растерянно кружит вокруг одного и того же места, пока не нападет на новый след. Но время уже безвозвратно потеряно, что дает зайцу солидную фору. Он может спрятаться в каком-либо укрытии и, усевшись столбиком на задние лапы, наблюдать оттуда за манипуляциями своего врага. Иногда он в таких случаях, если трава высока, даже приподнимается на задних лапах и проходит пару шагов вперед. Уже замечено, что ручные зайчики, выращенные при доме, играя с детьми, часто поднимаются на дыбы и бегут на двух ногах. Зачастую заяц сбивает с толку своих преследователей тем, что на полном ходу вскакивает в развилку ветвей или на какую-нибудь стену и, скрывшись таким образом из виду, устраивает стампу удобнее и надолго. Способность совершать самые виртуозные прыжки уже не раз сбивала с толку даже опытных охотников. Так один заяц сходу перемахнул через полутораметровую церковную ограду, другой, за которым гналась одичавшая бездомная собак, в своем отчаянии вскочил на бензобак мотоцикла, оттуда на плечо мотоциклиста и, совершенно сбив с толку своего преследователя, соскочил сзади на землю и удрал. Даже через автомобиль перемахнул один такой длинноухий, а другой через лошадь. порой в каком-нибудь охотничьем постоялом дворе случается увидеть чучело зайца с рожками на голове. Даже в естественно научных коллекциях можно было прежде найти нечто подобное. Но это всего лишь шутки умелых изготовителей чучел, которые, желая позабавиться, прикрепляют рожки косуль к зайчьему лбу. Зайцы не особенно боятся воды. Разумеется, всякий зверек с густым подшерстком старается не слишком-то намокать. Тем не менее, уже не раз наблюдали, как зайцы русаки совершенно добровольно заходили в ручей и там купались. Преследуемый заяц способен запросто переплыть широкую реку, иной раз проплыть даже расстояние до 600 метров. На некоторых морских островах зайцы ежедневно переплывают с одного острова на другой, только потому, что там растет особенно сочная трава. Когда такой вот длинноухи чувствует себя в безопасности и сыт, он способен вытворять самые удивительные вещи. Так доктор Цвислер, притаившись в засидке, наблюдал такую сценку. Заяц приблизился на расстоянии двух метров к ничего не подозревавшему скворцу. И оттолкнувшись всеми четырьмя лапами, резко подпрыгнул вверх, несколько раз повторил свой маневр, быстро перебирая в воздухе задними лапами. Затем он, повалившись на спину, стал кататься по траве, как это делают собаки, а потом поднялся и, сидя на задних лапах, принялся бить поклоны, резко кивая головой. И представьте себе, весь этот странный танец явно предназначался для скворца, а тот следил за его представлением, склонив от удивления голову на бок. Продолжалась эта сценка пять минут подряд. Про трусливых людей мы говорим, труслив, как заяц. И вообще заяц для нас воплощение глупости и трусости. Однако африканские зайчишки более мелкие и длинноухие, чем наши. Играют в сказках аборигенов совсем иную роль, лукавых и пронырливых персонажей. Они ловко обманывают других животных, как в наших сказках это проделывает обычно кумушка лиса. Убегать, что есть моча от человека или собаки, что ждут трусливого? Разве сами мы не бросаемся улепетывать во весь дух, если за нами погонится разъяренный слон или лев? Охотники, которые приходят в лес не только пострелять, но и полюбоваться живой природой, животными в их естественной обстановке, уже не раз убеждались, какими неслыханно храбрыми бывают иной раз зайцы. Как они смело нападают на промышляющих в поле бездомных кошек и даже собак. Однажды видели, как заяц отбивал атаки нападающей на него кошки. Он резко подскакивал кверху и с такой силой пинал обидчицу задними ногами, что та перекувыркивалась через голову. И так несколько раз подряд, пока кошка не сочла благоразумным отступить. А заячья мамаша в течение нескольких дней подряд отражала атаки двух разбойниц ворон, вознамерившихся похитить ее детенышей. Когда профессор Хедегер еще разводил в Базельском зоопарке зайцев, то у него были большие трудности с зайчихами. Как их уберечь от того, чтобы они не разнесли из себя череп, а железную решетку, когда посетители слишком близко подходили к их клеткам, желая погладить прелестных зайчат? Пришлось на почтительном расстоянии от клеток протянуть колючую проволоку. А мы во Франкфурте вовсе и не намеревались содержать в зоопарке зайцев. Но тем не менее, как это водится обычно во всех зоопарках, нам время от времени приносили ручных зайцев, от которых их владельцы желали избавиться. Выпустить такое ручное животное на волю означает его верную гибель. Поэтому мы были вынуждены временно сажать их в маленькие клетки, совершенно непригодные для их содержания. Но пока мы лихорадочно подыскивали новых владельцев для несчастных узников, они, к нашему удивлению, быстро приспосабливались к непривычной обстановке, приносили потомство и выращивали его в условиях неволи. Подобные же сведения поступали к нам и из других зоопарков. Так что зайцы, как оказалось, способны быстро отучаться от своих зайчьих привычек, безумных прыжков, сумасшедшей беготни и так далее, и могут безбедно существовать в небольших жилищах, не проламывая себе череп, а железную решетку. Но только в тех случаях, когда они с детства жили рядом с человеком. У меня дома тоже жил однажды такой заяц по кличке Теодор, которого никак нельзя было бы назвать робким или стеснительным. Он бесстрашно командовал собаками, прогонял их с их законных подстилок, если сам хотел на них поваляться. В таких случаях он над самым ухом собаки выбивал передними лапами барабанную дробь. У Теодора были свои твердо установленные тропы, которыми он бегал по квартире, между тумбами письменного стола, затем вдоль книжных стеллажей на кухню и обратно, точь в точь, как это бывает у диких зайцев на воле. Ел он охотно и колбасу, и фарш, как это часто наблюдается у зайцев, живущих в домашних условиях, в то время как в желудках вольных зайцев ни разу не приходилось находить остатков животной пищи. Возможно, что свою потребность в белках они удовлетворяют за счет поедания совсем молодых побегов растений, богатых растительными белками, а живя в неволе, они таковых не получают или получают недостаточно. Такие прирученные зайцы способны показывать самые различные фокусы. Мне как-то попала в руки афишка, датированная 1600 в 1689 годах, на которой артист Карлос Ле Грант объявляет о показе дрессированных зайцев, марширующих на задних лапах и бьющих при этом в барабаны. Покойный барон фон Безелагер тоже имел ручного зайца, который жил у него пять месяцев в доме, затем был выпущен на волю и бегал по имению где только хотел. Когда по вечерам приходили гости, то достаточно было зажечь на веранде свет, открыть дверь в сад и покричать «Муккель, муккель», как он немедленно являлся откуда-то из темноты, вскакивал своему бывшему владельцу на колени, нисколько не смущаясь присутствием посторонних людей, которых порой бывало даже больше дюжины. Зайчик не обращал на них никакого внимания. И хотя ему специально отрезали одно ухо, чтобы охотники могли его отличить от других и их случайно не подстрелили, тем не менее настал день, когда он сделался добычей какого-то хищника. Глава 14 Где наши аисты? Московский аист в Саренгете Увезенный в Израиль вернулся в Польшу. Аистиные браки не гусиные, античные и современные сказки об аистах, печная труба, ловушка для птенцов. Аисты летели вслед за цирком, что означает их трескотня. С аистами происходит то же самое, что со мной. Как только повеет зимой, их тянет в Африку. Правда, их путешествия требуют несколько большего времени, чем мою. И хотя аисты способны за два дня пролететь 610 километров, что было доказано возвратом колец с метками, тем не менее они обычно летят на юг не слишком поспешая, с промежуточными посадками в удобных для себя местах. Вылетев из ФРГ в конце августа, они лишь в ноябре заявляются в Южную Африку. А поскольку они не очень-то охотно машут крыльями и предпочитают планировать, используя восходящие воздушные потоки, то избегают пролетать над большими водными бассейнами, где таких восходящих потоков почти не бывает. Так наши западноевропейские белые аисты летят в Африку не через Средиземное море, а взяв юго-западное направление, пересекают Испанию, затем Гибралтар, пролетают над Сахарой и прибывают в Южную Африку почти одновременно с восточноевропейскими аистами, которые летят через Балканы, Босфор, Турцию и Восточную Африку. Многие из аистов, правда, так и остаются зимовать в Восточной Африке. Никуда дальше не забираются. Я сам их там видел и снимал. Аисты с присущей им важностью расхаживают между носорогами и зебрами точно так же, как у нас дома они шествуют по пашне вслед за пахарем. А вот над Италией аистов больше не увидишь. Там их давно истребили на гнездовьях точно так же, как в Англии и почти во всей Франции. Граница между аистами летящими в юго-западном направлении, то есть по испанскому пути и по турецкому маршруту, проходит от Южной Голландии через Гессен в Западную Баварию. Разумеется, естествоиспытатели, основной отличительной чертой которых, как известно, является любопытство, уже давно пытались выяснить, почему же одни аисты улетают на юго-восток, а другие на юго-запад. С этой целью профессор Щуц еще до Второй мировой войны провел такое исследование. В богатой аистами восточной Пруссии он брал нелетных птенцов аиста и пересылал их в бедную аистами Рейнскую область. Там их и выращивали до наступления осени. Рейнские аисты в августе должны отлетать в юго-западном направлении в сторону Испании. Так им во всяком случае положено. Однако юные пруссаки, выпущенные на волю уже после того, как все взрослые птицы давно улетели, поднялись в воздух и, покружив, направились на юго-восток, так, как у них заведено. Перелетев через Альпы, они добрались до долины По. Так что, как видите, стремление лететь в юго-восточном направлении в них заложено, можно сказать, еще в яйце, оно врожденное. Родительское обучение тут не понадобилось. Несколько лет спустя целую группу аистят, взятых с крыш восточно-прусских деревень, вырастили на Рейне и выпустили осенью одновременно со взрослыми птицами. Эти молодые аисты улетели вместе со старшими в юго-западном направлении. В этом случае, как видно, пример более опытных особей оказался сильнее, чем врожденная тяга. Но аист не может лететь в Африку, когда ему вздумается. Это не мы с вами. Он может лететь туда только в конце августа. Так, в 1939 году один польский орнитолог решил попробовать сократить путь аистов до Африки и переправил несколько птенцов из Польши в Израиль самолетом. До начала осеннего перелета аистов оставалось полтора-два месяца. Но эти птицы, которым столь комфортабельным способом сократили добрую четверть предстоящего пути в Африку, не захотели воспользоваться своим преимуществом, не прошло и двенадцати дней, как они все уже сидели снова по своим гнездам в Польше. Добрались они туда, разумеется, уже без всяких удобств своими силами, а через несколько недель в конце августа им пришлось проделать тот же путь в обратном направлении, но уже вместе со всей стаей. Однажды я получил письмо от своего знакомого лесничего из Серенгети в Восточной Африке, где он сообщал, что они там нашли мертвого аиста с алюминиевым кольцом на лапе. Надпись на нем гласила Москва 6069. Когда находишь такое кольцо, то его следует направить в любое из известных вам бюро кольцевания птиц, все равно в какое. А они уж там сами разберутся, куда его следует переслать дальше. Обычно его пересылают в бюро кольцевания соответствующей страны или города, указанного на кольце. Я, например, сообщил об этой находке в бюро кольцевания Радульф Фетцль в Вюртемберге, а оттуда уже известили московских орнитологов о находке. При таком способе всегда можно узнать, сколько лет назад и где именно данная птица была окольцована. Таким образом, между прочим, выяснилось, что добрая часть тех белых аистов в Саренгете, которых я всегда воспринимал как весточку с моей далекой родины, на самом-то деле родом из России. А вот полстолетия или даже целое столетие тому назад такого случая произойти не могло бы, потому что в те времена аисты в Московской области не водились. Зато теперь они там все шире распространяются по своим новым местам обитания, в то время как у нас на Западе они встречаются все реже и реже. В начале века в Швейцарии выводило свое потомство 150 пар аистов, теперь там нет ни одного. Точно так же и в Альзасе стали призадумываться над этой проблемой. Там ведь прежде всегда гордились своими многочисленными аистами. В каждой второй деревеньке имелся постоялый двор под названием Уаиста. В 1947 году в Альзасе еще насчитывалось 177 пар аистов, а в 1958 году только 135. Поэтому Вальдфогель из Рапольстевайра в 1956 году решил основать общество эльзасских друзей аистов. Члены этого общества построили на свои средства 25 новых гнезд, скупили даже несколько лугов и заложили два больших и три маленьких водоема, куда школьники отовсюду стаскивали лягушачью икру и головастиков. Следующей весной в апреле аисты, возвращаясь из Африки, назад они всегда летят более целенаправленно и поспешно, видимо, подгоняемые любовью, заметили радушный прием, подготовленный им в Альзасе. Но большинство все же полетело дальше, своей дорогой на север. Тем не менее, три пары остались и вывели там птенцов. Сообщение об этом обошло все газеты и вдохновило многих других людей тоже построить у себя на крыше искусственные гнезда для аистов и обеспечить им необходимые условия для пропитания. А король Марокко до того расчувствовался, что даже прислал в Альзас двадцать аистов самолет. Но случается и так, что какая-нибудь парочка решает обойтись без длительного путешествия в Европу и остается выводить свое потомство прямо на месте в Южной Африке. Уже дважды удавалось наблюдать тамаистов на гнезде последний раз в 1961 году в Юго-Западной Африке. Мой друг Майлз из Серенгети писал мне как-то, что видел, как среди множества аистов расхаживал один, у которого в крыле торчала негритянская стрела. И птица все же не потеряла способности к полету. Я тогда вспомнил, что другой аист еще 140 лет тому назад доказал, что аисты на зиму улетают в Африку. Его шею пронзила негритянская стрела, конец которой торчал из груди, а стрие выходило наружу возле самой головы. И тем не менее птица одолела далекое расстояние до своего дома в Висмаре, где 21 мая 1822 года была застрелена охотником. Чучело этого аиста с 80-сантиметровой стрелой в теле простояло более ста лет в музее Ростокского зоологического института. Тяга к родному дому, к своему гнезду, где аист впервые увидел свет, по-видимому, необычайно сильна. И, несмотря на то, что многие молодые аисты на первое лето остаются в Африке, потому что по-настоящему полувозрелыми становятся лишь к четырем годам, они, тем не менее, некоторое время спустя непременно появятся на своей родине. Причем примерно 8% из них приземляются непосредственно на крышах той же деревушки, 41% в окружности 10 километров, а 21% в 10-25 километрах от того места, где они когда-то впервые высунули свою голову из яйца. Но подобная трогательная привязанность относится все же скорее к гнезду и родине, чем к родителям. Из 60 аистов год спустя только 37 оказывались в тех же гнездах. Через 5 лет их было уже только 11, а спустя 7 лет лишь один. При этом наибольший возраст, которого способен достичь аист, равняется примерно 20 годам. В Натале в 1961 году нашли мертвого аиста, окольцованного в 1942 году в Роситоне, в бывшей Восточной Пруссии, ныне рыбачей. А сколько их гибнет по дороге? Не так давно в Натале в Южной Африке в районе Драконовой горы обнаружили много сотен мертвых аистов, погибших во время страшного града. А когда в Эльзасе однажды обрушилась фабричная труба, стоявшая 15 лет без употребления, то в ней нашли более 50 скелетов аистов, когда-то в нее провалившихся и не сумевших выбраться. Уже неоднократно случалось, что аистят убивали пчелы. А то, что молодые аисты якобы кормят и пестуют своих престарелых родителей, это чистый вымысел. Тем не менее, древние греки так безоговорочно в это верили, что закон, обязывающий граждан заботиться о своих родителях в старости, носил название Пеларгония, производная от Пеларгос аист. А как много бытует еще разных других легенд об аистах, в которые люди верят по сегодняшний день. В Румынии вам расскажут, что аисты способны на страшную месть тому, кто разорит их гнездо. Они приносят пылающую головешку на соломенную крышу обидчика и, обмахивая ее крыльями, заставляют разгореться вовсю. Вскоре пламя охватывает весь дом и он сгорает дотла. Совсем недавно я прочел в нашей солидной охотничьей газете заметку о происшествии, имевшем якобы место в одной из латвийских деревень. В ней самым серьезным образом сообщалось следующее. Один мальчишка залез на крышу, вынул из аистиного гнезда яйцо и подложил вместо него индюшачье. Все птенцы вылупились одновременно, но когда папаша аист увидел темного уродца, он пришел в ужас, слетел с гнезда и был таков. Вскоре он вернулся в сопровождении сорока пятидесяти аистов. Они подняли такую трескотню, что люди побросали свою работу и стали ждать, чем же кончится весь этот скандал. Помитинговав, аисты разлетелись. Остался лишь папаша аист и еще один, видимо, его ближайший приятель. Вдвоем они набросились на гнездо, убили ударами клювов несчастную аистиху и ее птенцов. Всех их выбросили из гнезда. Затем оба они поднялись в воздух и, описав прощальный круг над опустевшим гнездом, тоже улетели прочь, чтобы никогда уже сюда не возвращаться. Вот какая печальная история. А в другой раз аисты собрались перед отлетом в дальние страны на лужайке. Среди них был один с больной ногой. Всенародный аистинный комитет по охране здоровья принял решение не брать его с собой, все равно не долетит. Тогда два других аиста схватили коллегу за крылья и подтащили к растрескавшемуся дереву. Голову несчастного затолкали в щель, а тело рванули книзу. Так с бедным молодым аистом было покончено. Все же остальные стали энергично готовиться в путь. Рассказ о подложенном яйце и безвинно погибшей нарушительнице семейной верности можно прочесть в книге, вышедшей в свет в 1220 году, автором который является Кальзарий фон Гейстербах. В 1954 году рассказ перепечатал оттуда Ридерс Дайджест, но на сей раз яйцо было гусиным и случилось все якобы в западной Германии. Что касается повадок аиста, то об этом многое можно прочесть у профессора Конрада Лоренц. Так аист самец защищает возле гнезда вовсе не обязательно свою супругу. Он будет защищать любую самку насиживающую кладку. В его поведении закодировано, что он должен защищать самку на гнезде. Значит любую. И вообще супружеские пары у аистов отнюдь не так магические и неразлучно привязаны друг к другу, как, например, у журавлей, лебедей, гусей, галок или воронов. Ведь самцы и самки у аиста и в дальние свои путешествия отправляются в рось, притом в разное время. Самец аист весной появляется задолго до своей супруги, или, точнее сказать, относящиеся к данному гнезду самки. Любители природы могут порассказать великое множество всяких баек об аистах, которые вот так и перетаскиваются из столетия в столетие и время от времени выдаются за новое, только что случившееся происшествие. Больше всего мне нравится оригинальное умозаключение одного работника лесничества, которое на сей раз уже, вероятно, в шутку было опубликовано все в той же охотничьей газете. Аисты просто-напросто винчиваются высоко в небо и остаются там в течение двенадцати часов, а земля под ними за это время продолжает вертеться и успевает повернуться настолько, что когда аисты снова опускаются вниз, они уже в Африке. Но порой можно услышать и захватывающие дух хайстиные истории совсем современного происхождения. И следует считать заслугой орнитолога Рудольфа Кука, проявившего терпение и настойчивость в разоблачении одной такой газетной шумихи. Многие западногерманские газеты осенью 1953 года поместили под крикливыми заголовками подробные сообщения о том, как индийский четырехмоторный самолет ООЗ-14 с 44 пассажирами на борту, пилотируемый командиром корабля Дадимом Тхелумом, между северной оконечностью Крита и островом Касос, врезался на высоте 1055 метров в стаю аистов, насчитывающую от 12 до 15 тысяч птиц. Лопасти пропеллеров перемалывали тела целых дюжин аистов до тех пор, пока их перья и кости напрочь не забили все четыре двигателя. Экипаж, который еще до этого ужасного происшествия из-за сильного урагана запросил у аэропорта «Эраклеон на Крите» разрешение на посадку, теперь радировал туда СОС. Однако приказ аэропорта тотчас же совершить где-либо на Крите вынужденную посадку команда не выполнила. В этой остро-критической ситуации внутри самолета начали разыгрываться самые душераздирающие сцены. Четыре индийских промышленника продиктовали по радио свое завещание. Во время вынужденной посадки в двух километрах восточнее Ираклеона самолет ударился о землю, загорелся, однако пассажиры, несмотря на ранения, частично тяжелые, остались в живых. Кук решил проверить это сенсационное сообщение, и ему удалось выяснить, что его передало информационное бюро в Любике, которое в свою очередь получило его от одного арабского агентства в Каире. А уже оттуда никогда не отвечали ни на какие запросы. Тогда запросили немецкое консульство в Афинах, управление аэропорта Ироклеон, греческое управление гражданской авиации, индийское управление гражданской авиации, подключив все сколько-нибудь причастные к подобным делам службы. результат во всей Греции никто даже не слышал о таком волнующем происшествии. Ни самолета с подобными опознавательными знаками, ни пилота с такой фамилией не существует вообще. Все событие от начала до конца и со всеми подробностями оказалось чистым вымыслом. В старых школьных учебниках еще можно прочесть, что взрослые аисты обучают своих птенцов полету, демонстрируя им, как это надо делать. Но достаточно лишь вырастить в неволе осиротевших аистят или птенцов, забранных из гнезда родителей, что, кстати сказать, не представляет больших трудностей, как тут же убедишься в том, что все обстоит совсем иначе. Способность к полету у аистят заранее запрограммирована, придет срок, и они полетят. Знаменитая пара орнитологов Оскар и Магдалена Хайнрот уже несколько десятков лет назад проделали такой опыт и подробно его описали. К фрау Хайнрот, которая в основном и ухаживала за осиротевшими аистятами, они относились очень дружелюбно. Ее мужи же старались пырнуть клювом в лицо. Получив пару затрещин, они утихомиривались и запоминали, что так вести себя опасно. Став большими, они еще помнили об этом и не делали попыток напасть на хозяина. По-видимому, молодые аисты подчинились этому человеку как старшему и более сильному члену семьи, стоящему выше их на некой иерархической лестнице. Поэтому за затрещины они ни на кого не обижались. Что же касается фрау Хайнрод, то по отношению к ней они с самого начала и до конца держались исключительно приветливо и привязались к ней всей душой. Аистята прекрасно умеют есть свой корм, мясо, мелко нарезанную рыбу и тому подобное прямо из мисочки. Они ведь приучены к тому, что родители принося корм кладут его в гнездо, что называется им поднос, в то время как многим другим птенцам корм засовывают в широко раскрытый клюв. Именно поэтому людям, на крыше которых гнездились аисты, часто легко удавалось выкормить осиротевших или брошенных почему-либо родителями аистят. Корм насыпали в ящичек, прикрепленный на длинном шесте, который протягивали снизу на крышу. Будь то не аисты, а другие птичьи детки, привыкшие ожидать прихода родителей, сидя с широко разинутыми клювами, то те при подобных обстоятельствах неминуемо умерли бы с голоду. Но я должен сказать, что не так уж они безобидны, эти аисты. Однажды моему покойному коллеге, директору Лейпцигского зоопарка профессору Шнайдеру аист двумя ударами клюва разбил линзу зеркальной фотокамеры. По-видимому, он принял ее за чей-то огромный глаз. Вот каким надо быть осторожным, если приближаешься к этим остроклювом птицам, даже тогда, когда они еще в самом, казалось бы, нежном возрасте. В Веслинге однажды внезапно погас свет. Что-то случилось с электропроводкой. Вскоре на земле нашли мертвого аиста. Оказывается, он налетел на электрический провод и разорвал его. Овдовевшая аистиха продолжала насиживать одна, причем в течение трех дней почти не покидая гнезда. Слетала она с него всего несколько раз на пару минут поискать какого-нибудь корма. Такое поведение самки аиста не безинтересно, потому что обычно у этих птиц самка и самец сменяют друг друга во время насиживания. Случись нечто подобное у голубей, оставшийся в живых партнер будет сидеть на гнезде ровно столько, сколько ему предписано. В привычное время смены вахты птица встанет и улетит. И ее нисколько не будет заботить тот факт, что брошенные без надзора яйца за это время остынут и зародыши погибнут. Она вернется точно к положенному часу, сядет на гнездо и будет насиживать дальше. А вот аистиха нет. Та вывела своих птенцов самостоятельно без помощи самца. Возможно, это объясняется еще и тем, что несчастье с самцом произошло всего за каких-нибудь два-три дня до вылупления птенцов. Однако уже семь дней спустя аистята исчезли. По-видимому, они почему-либо умерли, и мать их проглотила, как это иногда наблюдается в подобных случаях. Когда однажды подстрелили самку аиста, то папаша самостоятельно вырастил птенцов. Правда, к тому моменту, когда они потеряли мать, им было уже две или три недели. Молодняк аистов, которых выхаживает только один из родителей, как правило, несколько отстает в физическом развитии и становится летным на две-три недели позже, чем другие. Родителям аистам приходится немало потрудиться, чтобы раздобыть достаточное количество корма для своего выводка. Так, профессор Щилц однажды подсчитал, что шагающий вслед за плугом аист в течение часа поймал сорок четыре полежки. Меню другой трапезы было составлено из шестидесяти семи майских жуков, шестисот семидесяти четырех мелких жужелиц, семисот тридцати личинок пилильщиков, тысяча триста пятнадцати саранчевых. У зулусов в Южной Африке и многих других негритянских племен аист прямо так и называется пожиратель саранчи, что наилучшим образом показывает, чем он там в первую очередь питается. Отмечен и такой случай. Во время козьбы зимнего рапса из кротового холмика выскочил горностай. Аист, следовавший за сенокосилкой, тотчас же схватил маленького разбойника за шиворот. Каждый раз, когда тот пытался нанести аисту ответный удар, птица подлетала примерно на метр кверху. Но после того, как аист нанес горностаю пять или шесть метких ударов клювом, подбросив его при этом в воздух, тот испустил дух. Затем аист, давясь, с трудом проглотил свою добычу. Между прочим, аист, ставший ручным и разгуливающий по деревенскому двору, бывает иной раз не прочь схватить зазевавшегося цыпленка и снести его наверх на крышу своим деткам. В Мюнстерском зоопарке парочка аистов, жившие там уже в течение восьми лет с подрезанными крыльями, вырастила самостоятельно двух аистят, а третьего пришлось вырастить служителям. Аисты ведь, как известно, снежно-белые птицы, лишь маховые перья их крыльев истинно черные. Эти большущие перья вырастают у них с тридцать первого по сорок восьмой день жизни ежедневно на десять миллиметров. Таким образом, к двум с половиной месяцам аистята уже становятся летными. Мюнстерские аистята начали к этому возрасту регулярно совершать облеты над городом, присаживаясь на крыше домов и башни. Лучшую рекламу для зоопарка трудно даже придумать. То, что третьего аистенка вырастили служители, и он видел в каждом человеке доброго друга, обернулось для него пагубным образом. Даже тогда, когда он вместе со своими братьями пасся на лугу далеко от Мюнстера, он радостно бежал навстречу каждому прохожему, чтобы приветствовать его. При этом он приседал, бил крыльями и издавал шипящие мяукающие звуки. Дети и неразумные взрослые тыкали в него палками, бросали камнями и замучивали до такой степени, что работники зоопарка охотнее всего подрезали бы ему крылья и дело с концом. Но им не хотелось лишать его радости и жизни и возможности улететь на зиму в дальние страны. Когда мюнстерские аисты улетели, их видели сначала возле голландской границы, а уже 14 дней спустя одного из них, конечно, ручного, подстрелили в окрестностях Марселя. Другой, выращенный людьми аист, уже много позже, когда он летал со стаей диких родичей, к которой присоединился, каждый раз спускался с небес к своим приемным родителям, стоило им лишь похлопать в ладоши и покричать «Ханзи, Ханзи!» Чешский цирк под руководством Клуцкого, закупил, будучи на гастролях в Румынии, 50 молодых аистов. Птицы были еще нелетными, поэтому им разрешалось свободно бегать между жилых фургонов палаточного городка, обнесенного забором. Птиц хорошо кормили, но когда их перед переездом цирка на другое место хотели запереть, они вдруг все как один поднялись на крыло и улетели прочь. Никто и не заметил, что они стали уже пролетными. На следующей стоянке цирка в нескольких сотнях километров от прежнего места аисты внезапно появились снова. Они уселись на канатах, крепящих опоры большого купола Шапито и спустились оттуда только после того, как был установлен забор, огораживающий цирковой городок. Тогда они, как ни в чем не бывало, стали снова расхаживать меж фургонами и с удовольствием доставать корм из своих прежних кормушек. Но стоило цирку сняться с места, как они снова исчезли и заявились назад только на следующей стоянке в Брюне. Так они сопровождали свой цирк по воздуху. В зверинце Скансен в Стокгольме один зоопарковский аист доказал, что умеет хорошо плавать. На пруду жили три аиста с подрезанными крыльями, причем два на одном островке, а третий неуживчивый на другом. И вот этот аист дважды переплывал расстояние в 12 метров, отделяющие его от другого острова. В базальском зоопарке черный аист с подрезанными крыльями сумел тем не менее обвенчаться с обычным белым свободно летающим аистом и произвел на свет гибридного аистенка, прожившего однако на свете всего 53 дня. На Земле существует 17 различных видов аистов. Как только аист выберется из яйца, он тотчас же закидывает голову на спину и производит хватательные движения клювом. Люди, ухаживающие за аистами, часто принимают это за судороги. Но это не судороги, а просто подготовительный этап к трещанию клювом. Аистенок проделывает точно те же движения клювом, что и взрослый аист во время трещания, но треска не слышно, потому что клюв еще мягкий. Только через шесть дней можно различить легкий шорох. Хайнрод говорил об этом так. Создается впечатление, что они охотно бы трещали клювами еще в яйце, если бы там было достаточно места. Подобное поведение доказательство того, что они обучаются трещанию не у своих родителей, а это их прирожденное свойство. Молодые аисты непременно потрещат клювами, прежде чем взять принесенную им еду, какими бы голодными они ни были. Сначала надо обязательно потрещать, а потом только есть. Создается впечатление, что они обязаны доказывать родителям, что они настоящие аисты, что те не ошиблись адресом. Когда за аистятами приходится ухаживать людям, то кормление превращается в настоящую муку, особенно когда торопишься и хочешь их накормить побыстрее. Трещание клювом у взрослого аиста означает просто «я взволнован». В чем причина волнения, ненависть лета или любовь, можно узнать только из последующих действий птиц. Но случается и так, что аист от удивления теряет дар речи. Так одному крестьянину из деревни Ратьен бросилось в глаза, что вернувшийся из Африки к своему гнезду на его крыше аист испуганно снова взлетел, опустился на соседнюю крышу и оттуда в немом оцепенении уставился на свое гнездо, наклонив голову на бок. Гнездо было уже очень давним и обжитым, оно достигло с годами двух метров в диаметре и нескольких центнеров веса. Крестьянин подождал, подождал, а потом притащил лестницу и влез на крышу посмотреть, в чем дело. Каково же было его удивление, когда ему чуть ли не в лицо взлетела кряква. В гнезде лежало десять бледно-зеленых яиц, которые хозяин тут же подложил в своем курятнике несушки. Как только гнездо было освобождено от самовольного квартиранта, аист с явным облегчением тут же занял свою старую квартиру. Что, собственно говоря, происходит с нашими европейскими аистами, которые, казалось бы, повсюду пользуются такой любовью? С конца прошлого столетия, вплоть до 1928 года, их численность непрестанно убывала. Затем она стала резко повышаться, но с 1937 года снова пошла на убыль. Опрос, проведенный орнитологической станцией Радорфцель дал следующий результат. От Португалии до Советского Союза в 1958 году гнездилось в общей сложности 68 423 пары аистов. В ФРГ и ГДР 4800 пар в 1934 году их было 9035. Наиболее богатым аистами районом Западной Германии считается Бергенхузен в округе Шлезвик. В 1939 году там было 59 занятых гнездами крыш. В 1950 году их стало 26. Бергенхузенские аисты летают в Южную Африку через Балканы. Кольцо, надетое аисту в этой деревеньке вернулось из окрестностей Кейптауна, отдаленного от Европы как-никак на 10 тысяч 400 километров. Возле Бергенхузена пока еще имеются обширные пространства болот. Еще хуже обстоит дело с японскими аистами. Те почти уже совсем истреблены. В 1964 году их там оставалось всего 13 штук против 25 в 1960 году. Поскольку они на воле по-видимому из-за ядовитых веществ применяемых для борьбы с вредными насекомыми практически перестали размножаться, то для самых последних пар теперь выстроили огромные вольеры, по которым они могут даже летать. Может быть аисты у нас вымирают от того, что мы повсюду осушаем болота и озерки, потому что наши крупные города своими водопроводами выкачивают всю воду из грунта, из-за чего ее уровень повсюду неуклонно понижается, а земляные угодья становятся все суше. Или слишком много аистов отстреливают на пролете через Францию. Постоянному уменьшению их числа способствует безусловно и тот факт, что огромные территории Африки постоянно опыляются с самолетов ядохимикатами для борьбы с саранчой. Однако то, что у нас их становится все меньше, вовсе еще не означает, что они вообще вымирают, ведь множество аистов выводят свое потомство в Северной Африке, и, как мы видели, они завоевывают себе новые места обитания в Восточной Европе. И, тем не менее, мы обязаны задать себе вопрос, неужели наши дети не увидят ни одного аиста на крыше? Редактор субтитров Продолжение следует...